Мероприятие. Аплодируйте так, как будто у вас здесь тысяча. За всех, кто смотрит нас в онлайне, будем отбываться мы с вами. И все, кто еще не дошел с кофе-брейка, тоже возвращайтесь к нам. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Олег Михайлович. Мы сегодня совместно с компанией МТТ проводим отличную конференцию про тему автоматизации маркетинга. Рады вас всех видеть на нашем мероприятии. Надеемся, что зал-то заполнится до конца и все опаздывающие все сонни доберутся до нас. Мы сегодня говорим про тренды, про автоматизацию, про исследования. И сегодня утром вас развлекает Алексей Абровец, замечательный эксперт и продакт, и ведущий мероприятия, и многое-много-много. И я передаю слово Алексею, который расскажет, что вас ожидает. Олег, так часто бывает, что человек, который неделями собирал спикеров, формировал презентации там и так далее, он, и вот как ты сейчас, то, что ты стоишь на ногах, тебе большое спасибо, Олег, поаплодируйте. Потому что человек, который следит за контентом, в общем, как он живет в день конференции, никто не знает. Спасибо, что вогнал меня в краску. Друзья, сейчас мы откроем это мероприятие верхнеуровневым диалогом о том, что в принципе происходит на рынке. Мы собрали замечательных экспертов, которые расскажут свое видение того, что происходит в автоматизации по всему миру, сколько это стоит. Поговорим о трендах в рекламе, поговорим об инструментах по рекламе и поговорим о том, куда мы с вами все катимся как рынок. И в ходе конференции будет все больше и больше конкретики про эти все инструменты. Наши спикеры сегодня будут рассказывать подробно. А теперь вы аплодируйте, я приглашаю первого спикера, громогласного, коммерческий директор МТТ. Сейчас широкая-широкая улыбка и славный поступок. Рамиль Бекужин. Волнуешься? Ну, как сказать, мы уже полгода не встречаемся на таких живых мероприятиях, определенное волнение есть. Привыкаешь видеть в зуме только себя, там, монитор, да, и кучу людей, кто участвует за экраном, а тут все живые, настоящие, прям очень приятно на самом деле всех видеть. И радует, что вот ситуация меняется, да, и меняется. Мы начинаем встречаться, понятно, что кто-то пока, наверное, переживает, не приходит вживую, но вот тренд поменялся, я прям очень рада, рад всех видеть здесь на нашей конференции. Ну, можно отдельные аплодисменты все, кто смотрит нас в онлайне. Ребята, мы вас не осуждаем. Мы с вами. И здесь в зале есть 4 человека в масках, а санитайзер внизу уже закончился. Вот, его выпили. Ромин, мы оставляем тебя на 20 минут с твоим красивым рассказом про то, как ты видишь этот мир, этот мир здесь и сейчас. Да, так, Олег, а можно ее развернуть, чтобы я мог ее кликать? Вы видите окно Windows, сейчас появится презентация. Слушайте, но на конференциях технологического характера всегда к нам прилетают какие-нибудь технологические штуки. Это нормально, мы их победим. Оп, вот, 3 в 1. Еще раз всем здравствуйте, меня зовут Рамиль Бикужин. Уже про конференцию сказали, не буду рассказывать про нашу компанию, о том, что мы там одни из лидеров автоматизации, 25 лет на рынке, мы классные, мы действительно классные, да, об этом там, я думаю, чуть позже можно будет отдельно пообщаться. Сегодня я буду рассказывать вам про основные инструменты автоматизации современной мира и о том, как он быстро меняется и что нас ждет в будущем, а с чем-то мы уже сталкиваемся каждый день. Так, сейчас. Нет, надо не вперед, а назад оказываться, да. Начну историю, наверное, со своего первого знакомства с примитивным роботом, это автоответчик на телефоне. Я еще был школьником, у нас в семье появился такой телефон, в который можно было записать автоответчик. это было, ну, новинкой на тот момент. И, покопавшись в инструкции, я нашел описание, как можно записать автоответчик самому. Ну, я же школьник, интересно, думаю, дай-ка запишу в шутливой форме что-нибудь интересное. Выглядел это таким образом, да. При звонке нам, когда нас нет дома, мой бодрый голос говорил, алло, как дела, рассказывай. И тишина, там, секунд двадцать. В этот момент человек рассказывает, вот, там, я дяде Вася позвонил, мне нужно, там, с твоим отцом поговорить, еще что-то. А потом, а, это был автоответчик, нас на самом деле нет дома, оставьте сообщение после звукового сигнала, пи. Понятно, что этот автоответчик долго не продержался, прилетело от родителей, пришлось перезаписать на что-то другое, но это был первый для меня опыт роботов, которые автоматизировали коммуникацию, это было интересно, здорово, но начало было положено. Если вообще, ну, сегодня мы будем целый день говорить про автоматизацию, про всяких там роботов, человек же вообще ленивое существо, да, и ленивые люди вообще лучшие изобретатели в мире, и мы всегда там издревле хотели скинуть все процессы на кого-то, ну, или на что-то, да, чтобы за нас все это делало, а мы просто смотрели и наслаждались жизнью. Вот, если... Так, опять не туда, извините. Если посмотреть на мировые тенденции, надо привыкнуть к кликеру, просто надо вниз нажимать, извиняюсь еще раз, да. Если посмотреть на мировые тенденции, то то, что казалось, или мы видели в фильмах фантастики, сегодня уже реальность. Например, магазины без продавцов или интернет-магазины. Вроде бы, что можно придумать в интернет-магазине, он относительно в наше время живут давно. Но по факту сейчас, в том числе и из-за короны, интернет-магазины начинают доставлять заказы с помощью дронов, да, дроны ходящие, катающиеся, летающие, может быть, через гиперлупы под землей как-то до нас доберутся. Но, тем не менее, автоматизируют интернет-магазины достаточно большие процессы. Или особо можно посмотреть на склад Амазона, где людей практически нет, да, и все вот эти администрированные склады производятся роботами. Или магазины без продавцов, тот же офлайн-магазин Амазона, в котором ты заходишь, берешь себе шоколадку, газировку, журнал, выходишь, и деньги у тебя списываются. При этом нет никакого контакта с человеком, с продавцом, ты в очереди не стоишь. Это, понятно, не идет ни в какое сравнение с вот этой картинкой, да, с которой мы сталкиваемся, наверное, до сих пор часто, но, тем не менее, да, вот автоматизация движется, и тренд до сих к тому, чтобы людей было меньше. И здесь катализатором, наверное, явилась вот эта пандемия, когда люди не только из-за оптимизации затрат начинали отказываться от продавцов, от консультантов, но в том числе уже некая безопасность, да, общение, и поэтому не хотели общаться с консультантами. Второй момент. Понятно, что раньше кто был эксперт, когда мы приходили в магазин, продавец, а теперь ситуация кардинально поменялась, люди все подкованные, у всех есть свой лайфхак, есть канал в Ютубе, который он смотрит, есть там в Телеграме какой-то канал, где он что-то читает. И потребитель уже знает абсолютно все, что ему нужно. То есть он приходит готов, ему не нужен консультант, да, а консультант только мешает, непонятно, с ним для компании дороже. Яркий пример, наверное, для москвичей – это билеты на кораблике, да, там, если взять в интернете, он стоит дешевле, чем у зазывала, которая без козырки на улице, там, лукавым голосом говорит, там, а у меня дешевле, сделаю со скидкой, да. По факту это не так, в интернете мы покупаем все гораздо дешевле. Если говорить про следующее направление – это умниканальность. Мы все помним, что раньше был единый посыл для всех, ну, и все как-то с этим жили, то теперь для клиентов это мало, и мы ждем, что у нас будет персональное предложение, персональная коммуникация к нам по нашим каналам, коммуникация, да. Если раньше это было, там, когда-то каталог, почта, потом телефон, то сейчас это уже и мессенджеры, соцсети, это и брошюры в том числе и может быть, или в наших соцсетях какие-то всплывающие, там, или в приложении push-уведомления. Об этом коллеги чуть позже расскажут, о возможностях использования умниканальности с помощью разных инструментов. Если говорить про аналитику, здесь говорить можно очень много, мы строим действительно сложнейшие системы аналитики мониторинга, мы отслеживаем каждый шаг клиента и понимаем, что он сделал так, не так, их оптимизируем и стараемся довести до совершенства, чтобы клиенту удовлетворить на всех этапах, чтобы его не потерять. Да, теперь вот данные становятся, наверное, главным аргументом, нежели некий индивидуальный восторг клиента. Если вспомнить, там, креативы предыдущих периодов, там, величественный, там, банк такой-то, да, то сейчас это уже не работает, сейчас уже работает именно то, что компания знает о нас и делает целевое предложение, понимая, что нам нужно, что мы любим, и самое главное, где мы любим это потреблять и в какой момент времени, да. А это без данных сделать нельзя, ну, и креатив уже отступает и тут данные всем рулят. Если говорить про нашу сферу, это автоматизация продаж, то 50 лет назад про автоматизацию телефонных продаж можно было не говорить, да, я думаю, все представьте, что такое 50 лет назад телефонизация, да, там, это коннекторы, люди, которые сидели, соединяли телефон, там, на город могло быть несколько телефонов, то сейчас, там, мы увидели сначала первый звонок, ну, в истории, да, прочитали, потом появились автоответчики предисона на интересный момент, да, на восковых дисках, да, там, или восковых цилиндрах, потом появились кассетные автоответчики, которые позволяли уже впервые принять какой-то заказ или получить обратную связь от клиента без участия телефониста. Раньше, там, телефонист что-то записывал, то теперь это можно было сделать так. Потом цифровой автоответчик, про который я вам рассказывал, да, потом уже цифровая сеть, которая управляет автоответчиком, и дальше уже автоответчики, которые позволяют хранить данные, распознавать их, там, перекладывать в текст или в обратную сторону. Но наша цель не автоответчик, наша цель – полноценный робот, который позволит вести диалог с клиентом уже с учетом скрипта, с учетом его профиля, базы знаний компаний, и далее уже с учетом его эмоций и эмоционального состояния на данный момент сотрудника, да. Здесь вот хотелось бы показать, запустить пару примеров, как это происходит в мире, я думаю, многие видели кейс Гугла, ну, краткую предысторию, да, там, Гугл анонсировал интересный, ну, анонсировал своего голосового помощника, который показывает, ну, и они показали пример кейса, когда голосовой помощник записывает свою хозяйку в парикмахерскую, да, там, представить это, наверное, было сложно, обычно секретарь там записывает своего, там, руководителя, а здесь это делает голосовой помощник, давайте посмотрим. Так, мы промотали вперед, сейчас заново включим, просто чуть громче сделаем. ПОТПИСМЕНТЫ МИНСКОГЛА ПОТПИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь на самом деле было чуть тише, не слышно было, но если вы обратили внимание или смотрели у себя дома, вот эти ужинки, какая-то интонация, и отличить уже робота от живого человека нереально. Я уверен, что эта девушка, которая записывала человека в парикмахерскую, она даже не поняла, что она разговаривает с роботом. Кажется, что это вот где-то там фантастика и к нам не имеет какого-то отношения, но давайте запустим еще один кейс. Только, коллегам, надо прям громко, если можно... Да, звуковой кейс. Мы вырезку сделали, сейчас послушайте. Сейчас кодеки скачаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что ответили. Вам сейчас удобно говорить? Что надо говорить, что-то по вопросу, кто вам хочет. Хорошо. Меня зовут Алексей Воков, компания МТТ. Я имею в виду Леонид, разведка Телеком, спиральная операция Телеком. Скажите, пожалуйста, я правильно дозвонился, а вы принимаете решение по услугам Телеком компании? Вы робот? Нет, я не робот, просто очень много звонил. Да, смотрите, я понимаю, что вы уже используете телефоней. Да, на это можно остановить. Это же вы, на самом деле, общается робот, и у робота в скрипте есть вот такая тема. На вопрос, а вы робот? У нас человек, нет, я просто много звонил. Действительно, мы так продавали услуги, и люди не могли отличить робота. И тут, если в предыдущем кейсе были вот эти, ммм, уже какие-то девушки 20-летние, то тут уже мужской голос, который продает, и в шутливой форме уходит и отрабатывает вот эту неуверенность у клиента в том, что он разговаривает с человеком. Мы запускаем, на самом деле, тестовую кампанию, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть, не раскатывая везде, потому что кейсы, понятно, по услугам связи достаточно сложные, и собирать сложно. Об этом вот чуть позже мои коллеги расскажут, да, про чуть более подробнее с примерами, с кейсами, как это делать. Но это вот сегодняшняя реальность, и, ну, как сказать, пандемия, наверное, вот стала катализатором того, что мы очень быстро начали на это переходить, потому что объемы трафика, объемы коммуникации растут, и нам нужно успевать везде, успевать это делать, при этом делать так, чтобы мы не платили за это безумно большие деньги. При этом прошло очень много конференций, проходит много конференций, в которых там спикеры делятся опытом, примерами, как это можно делать, и как жить в сегодняшней реальности. Да, это не временная ситуация, понятно, это вот сегодняшняя реальность, с которой мы будем жить каждый день. Как вообще мы пришли в МТТ к тому, что начали заниматься голосовыми роботами? Повторюсь, мы там более 25 лет занимались телефонными коммуникациями, а что такое колл-центр? Колл-центр или телефонные коммуникации, это сотрудник, который сидит целыми днями и обзванивает клиентов, задает какие-то одни и те же вопросы. На старте карьеры, помню, начинал работать по продаже программы обеспечения по телефону, и когда мне звонили родители, я отвечал, здравствуйте, компания АММ, да, там, и родители пугались сначала, но это было действительно так, потому что каждый день ты десятки звонков делаешь, и уже на автомате начинаешь отвечать близким. Вот, это очень большой объем трафика, это очень большое эмоциональное выгорание сотрудников, которые каждый день занимаются одними и тем же. Уверен, что если у вас есть контактный центр, вы это прекрасно понимаете. И вокруг контактного центра обрастает, понятно, штаб тренировок, там, у кого-то есть психологи, у кого-то есть, там, подборщики, это текучка. А один робот заменяет сотни, на самом деле, сотрудников, и ему не нужны кофебрейки, психологи, тренинги. И он работает, когда вам нужно, отдыхает, когда вам нужно, да, это понятно, что это проще, быстрее и экономичнее. Сегодняшняя реальность, на самом деле, как в фильмах, как в фильме электроника, да, как в фильме приключения электроника, это то, что роботы делают все за нас. Там мы отдыхаем, мы не работаем. При этом не работаем и отдыхаем только для того, чтобы развиваться, развивать науку, самим развиваться. Здесь остается, наверное, ключевой вопрос, как нам потратить это высыпутившееся время, да, там, уверен, каждый из нас знает в своей профессии, в жизни, куда он это время направит. На этом у меня все. Всем хорошей конференции. Спасибо. Спасибо большое. А я могу просить не уходить. Два слова про агрофену. А, да, про агрофену. Это я рассказывал Алексею про свой любимый кейс. Просто это нельзя вынести в кулары, это должно прозвучать. Так как мы сами занимаемся голосовыми роботами, то для своих нужд сделали роботы. У всех же роботы звучат так, например, Алиса, Олег, там, Ева, а мы назвали агрофеном. У нас есть такой внутренний робот, он ориентирован на клиентов. Это клиенты в основном пожилого возраста, кто до сих пор пользуется услугами дальней международной связи по проводному телефону. То есть такие есть, да, там, и мы их обслуживаем. И понятно, что как только заканчивается месяц, они начинают обрывать наш колл-центр с одним вопросом. Милок, сколько я должна заплатить? А кто-то забыл, где я могу это заплатить, да? А тут в параллеле закончился месяц у нас юрлица, и мы там увеличивали штат сначала, чтобы успеть обработать все звонки. Но потом сделали агрофену, и агрофену вежливо с бабушками выслушивают их, рассказывают им, что вам нужно заплатить столько-то там-то там. Они помнят лицевой счет свой, понятно, он у них записан, да, и номер телефона. И мы там до 80% трафика просто отрулили на агрофену. Мы все-таки там бизнес-структура, и понятно, что когда бабушка звонит и начинает разговаривать с оператором, а у нее задолженность 10 рублей, а минута оператора у нас рублей 15 стоит, да, да? Две минуты разговора оператора, ну, можно было и простить этот долг, главное, чтобы не звонила, да, получается, вот. И поэтому агрофену у нас вот внутренний робот, который обслуживает наших клиентов, и очень такой позитивный сценарий, да, там, мы, понятно, слушаем звонки, там, что-то дорабатываем, но пока ни одной недовольной бабушки, как в фильмах говорят, не было, да, то есть все довольны, все пользуются. Ну, то есть вы просто написали роботы, чтобы избавиться от разорения компании, потому что бабушки... Тимизировать затраты и повысить эффективность. Да, и теперь понятно, кто коммерческий директор, да? Да, спасибо большое. Да, спасибо за верхнеуровневое слово. Микрофон можно бросить на креслице, да. Сейчас у нас полчаса зума, мы попросим сейчас Федора Вирина выйти с нами на связь. Федор, во-первых, известен всему миру как автор книжки «Интернет-маркетинг. Полный список практических инструментов». Во-вторых, конечно же, мы знаем Федора как вице-президента компании IAB, и человек, который все знает про супертенденции и в рекламе, и в интернет-маркетинге. Мы про это будем еще разговаривать. Сейчас мы вернемся в Zoom. Ну, это нормально, когда все пришли, подключились к Wi-Fi, и знаете, как работают эксперты по беспроводным технологиям? По проводам. Либо мы можем перейти к следующим исследованиям, а Федора через полчасика взять, когда подключились, как оно лучше поступить. Да? Хорошо. Тогда к Федору мы вернемся, как только к нам вернется интернет. Сейчас я счастлив одного из немногих человек в маске пригласить. Саян Доржиев, прошу, пожалуйста, директор права «Казахстан» и Саян с коллегами следят за миром. Поэтому про бюджеты, про общемировые тенденции. Саян, я вас оставлю тоже на минут на 20. Всем спикерам, которые выступают в пленарке сейчас, потом в конце можно будет задать вопрос. Здесь четыре кресла для того, чтобы мы потом здесь расселись. И поэтому, если у вас есть вопросы, готовьте, и по очереди всем можно будет задать. Саян, пожалуйста. Спасибо. Поближе чуть-чуть. Спасибо. Коллеги, мне очень приятно выступать сегодня, потому что лучшие маркетологи собрались у нас за мониторами, наиболее сумасшедшие в данном зале. Поэтому для меня это честь, конечно. Можно задать вопрос сначала, чтобы мне немножечко, то, что я буду говорить, под вас подчимнить. Поднимите руки тех, кто занимается маркетингом в своих компаниях. СМО, директора по маркетингу. Понятно. Спасибо. Может быть, в онлайне такое что-то может? А, сейчас интернет, да? Не будем тогда. Скажите, а кто представляет здесь компанию, которая занимается автоматизацией маркетинга? Ага, понятно. Значит, даже больше получается. А остальные? Чем вы занимаетесь? Ну да. Не будем тогда, разные ответы будут. Мы учимся. Учимся, да. Я тоже учусь. Спасибо. И последний вопрос к вам. Поднимите руки, кто никогда не слышал, не видел вот это вот слово. В правом нижнем углу. Компания Гартнер. Никто не слышал, да? Ага, вот, отлично. Тогда я понял, что теперь говорить. Можешь ли не сдать, да? Я думаю, если хорошо. Я хотел как раз слайдов сделать таких про компанию. Потом подумал, сзади живут маркетологи. Они же меня просто забросают сразу, да? Вот, поэтому два буквального слова скажу. Гартнер – это аналитическая компания, которая критически оценивает технологии. Именно критически. А для маркетологов, для тех, кто занимается покупками технологических решений, Гартнер – это Дарт Вейдер, такой, вы знаете, на стороне зла, который вам говорит и шепчет, каких нужно ошибок избегать, как нужно смотреть таким критическим взглядом на технологии. В общем, вот такая не очень интересная у нас компания, такой вот бизнес у нас. Это позволяет нам смотреть на рынок со стороны, изучать его объективно, с научной точки зрения. Без хайпа, так сказать, да? И вот много лет мы изучаем то, как люди тратят деньги в компаниях. И посмотрите, в основном на маркетинг в компании тратят примерно в районе 10-11% от оборота. Мне просто интересно, скажите, у кого примерно такие же расходы, то есть те, кто директора, кто знает, если это не секрет, конечно. Просто интересно, попадаем мы в эти цифры или нет? Поднимите руки. Те, кто попадает в эти примерно пределы. Те, кто попадает. А те, кто меньше, есть? А больше есть? Ага, интересно, слушайте. Ну, примерно, значит, это вот цифры. Ну, вы примерно в рынке получаете, да. Конечно же, мы видели, что происходит вот на самом деле небольшое снижение бюджетов. Я сейчас потом объясню, почему. И, наверное, в 2020 году будет, конечно, продолжаться этот тренд. Кривая пойдет все-таки вниз. Значительно он попадет. Было много разговоров о том, что конец агентствам идет очень сильный тренд на возврат затрат на маркетинг во внутрь, да. Вот люди, компании начали как будто бы выращивать у себя экспертизу и вот конец агентства. На самом деле, если посмотреть более подробно, этого не происходит все-таки. Если есть в зале или за мониторами люди, которые представляют агентство, успокоится, все нормально. Это не будет трендом. Почему нет? Потому что, если первый такой импульс был уходить от агентств и начинать инвестировать вовнутрь, это основывалось на попытке снизить расходы, то компании, которые пошли по этому пути, очень быстро поняли, что этого не происходит. Вот невозможно инсорсить с целью сократить затраты. Потому что вам нужно будет переводить персонал на постоянные трудовые контракты. Вам нужно выращивать экспертизу. Вам нужно менять процессы внутри. И, кстати, это не дает гарантии, что агентство, которое уже умеет это хорошо делать, сделает это хуже, чем ваши люди. Скорее, лучше это они сделают. Поэтому этого тренда нет. Да, небольшое снижение мы видим. Да, вот здесь вот. Но все-таки, смотрите, все равно здесь остальные годы показывают, что это все-таки не глобальный тренд. Категории тоже, да, смотрите, более-менее равны в долях тратятся. Но мы увидели для себя такую интересную штуку. Мы выросли из рынка полупроводников, из анализа технологических трендов. И очень долгое время нашим основным клиентом был IT-директор. Человек, который занимался технологиями в компании. Сейчас мы видим, даже несколько лет назад мы увидели, что произошло такое расползание затрат на IT у разных департаментов. И в департаменте маркетинга очень много лет люди тратят сами деньги, иногда даже не согласовываясь с IT-директором. И знаете, какая интересная штука произошла? Если IT-директор, он очень долгое время был обеспечен правильной аналитикой, умением выбирать лендера, разбирался в решениях, то этого не происходило с ролью CMO. И сейчас многие CMO сталкиваются с такой проблемой, с которой давно уже научились работать IT-шники. На всех на нас действует очень сильный рекламный навес со стороны крупных компаний. Нам все говорят, что технология – это круто, инновация – это прекрасно. Если человек начинает опросы задавать, его обзывают не инновационный, это какой-то не технологичный, не цифровой. И человек изолирует. И получается, что такой хайп во всех головах присутствует, от этого невозможно никак избавиться. Этот хайп, конечно, присутствует. У нас есть даже целый инструмент, называется хайп-сайкл. Это цикл, инструмент анализа ажиотажа, распутасти какой-то идеи. Недавно я даже видел в переговорах с клиентом государственным такую вот бумажку, подписанную было президентом Путиным. Там написано развивать, углублять, там еще что-то дают. По пункту, по-моему, в десятом было написано развивать технологии блокчейн. Такая штука. Причем через запятую, а через все остальное. Что под этим подразумевается? Ну, непонятно. И я просто почему-то рассказал об этом, что вот такие штуки они попадают в голову директоров, генеральных директоров, президентов, премьер-министров, да? И выходит, как закон физики работает, такая закономерность. Если вы инвестируете на хайпе в технологические решения, которые сейчас на виду, на слуху, во всех журналах, то извлечь оттуда ценность для себя крайне сложно. Вот крайне сложно. Потому что рекламные будут слоганы немножко завышены, ожидания будут завышены. От вас будет тоже менеджмент ожидать высоких показателей потом. А происходит следующая вещь. Дальше происходит разочарование. То, что закладывалось в ожидании, это не реализуется. И дальше компании, которые предлагали эти решения, начинают уже лихорадочно подкручивать свое решение. Поэтому для компаний консервативных все-таки лучше немножко дождаться, чтобы вендоры провели пилотирование на других компаниях, на крупных, может быть, на таких, у которых в бизнес-модель заложена идея инвестиционности, идея венджурности. Пусть они это сделают. А вы дождитесь, когда технология выйдет на плату продуктивности, и уже там она более безопасна для внедрения. Чтобы вам не попасть под эту штуку. Да, это вот тоже, значит, то, куда происходят инвестиции, можете тоже посмотреть. Более-менее равномерно. Интересно, что телевидение все еще существует. Это, видимо, штука, которая еще будет долго с нами. Потому что, конечно же, существует такое понятие, как консервативность, и там тоже никуда не деться. Собственно, это вот все, что я хотел для затравки сказать. Последний слайд такой интересный. Регулярно происходят кризисы в нашей жизни. И вот, например, в точке 2007-2008 году, когда был кризис, из многих-многих компаний нам удалось выделить из тысяч компаний всего лишь 60, которые в этот период, смотрите, увеличивали расходы. И именно эти компании в дальнейшем добились успеха. Вот я вам желаю, чтобы вы оказались в числе вот этих компаний, и ваш бизнес продолжал расти, несмотря на все сложности, которые есть на рынке. Да пребудьте с вами силам. Спасибо большое. Как мы вас загребем, если мы не знаем, какой вы видите, отпечатков пальцев ваших нет у нас. Друзья, обращайтесь к силе интернета и мирового интернет-разума. Подключаемся. Да, чтобы Фёдору не мешать, наш звук мы выключаем. И я представляю Фёдора Двирина, несмотря на то, что он онлайн, наш аплодисмент он почувствует. Фёдор, пожалуйста. Фёдор, пожалуйста. Фёдор, пожалуйста. Фёдор, Фёдор. Фёдор, да? Ваш выход. Ваш выход. И мы включаем слуха. И мы включаем слуха. Ну, это нормально, бывает такое. Федор, может быть, просто уже... Ага, теперь у него перерезали провод. В начале двухтысячных у меня в доме была битва интернет-провайдера. Это было замечательно. Потому что они приходили с кусачками и просто перерезали провода в непредсказуемых местах. Не нужно было, поскольку они знают, как друг у друга... Просто нужен сильный мужчина, чтобы топтовлаконный кабель, кабель перерезать. Мы можем тогда еще через десять минут Федора пригласить. Может быть, сформируем его ожидания, да? Что через день... Друзья, я чувствую себя личным рекламщиком Федора. Знаете, как надо эмоции нагнать, сформировать ожидания. Константин Ичуков сейчас поднимается на эту сцену, чтобы немножко с нами поговорить. Это представитель компании Elama. Человек, который как раз автоматизирует маркетинг за вас. Отдаю микрофон. Добрый день, друзья. Немножко про деньги. Да, про мои любимые, конечно. Вот. И немножко про все остальное. Я буду сидеть рядом, как только станет скучно, зови. Мне уже стало скучно. Мне уже это тоже одиноко без тебя. Мы договорились обсудить несколько вопросов, на которые я могу ответить. Для начала, собственно, коротко о том, кто я такой, чем мы занимаемся. Elama – это платформа, которая упрощает работу с интернет-рекламой. То есть, если вы размещаете в интернете рекламу, скорее всего, вам это будет гораздо удобнее делать через нас. Они напрямую с рекламными системами по куче причин. Про которые, если кому будет интересно, я расскажу в своем докладе сегодня. Здесь, смотри, тоже эхо есть. Это видео-эхо. Вот если у нас... Рекурсы. Да. Эхо короны везде. Вы работаете, наверное, много с крупными компаниями. Наоборот. Есть... Хорошо. Через геомы работают порядка 30 тысяч рекламодателей. И среди них, естественно, есть разные. И есть, конечно, и крупные рекламодатели с большими бюджетами. Но когда количество твоих клиентов измеряется десятками тысяч, там, конечно же, больше всего будет малого и среднего... Малого, микро даже бизнеса. То есть, у нас довольно много клиентов, весь бизнес... Весь штаб которых, это чаще всего один человек. Он же основатель компании. Он же директор по маркетингу. И он же специалист, который запускает рекламные компании. И он такие тоже с документооборотом. А можем мы остановиться на них? Потому что на конференциях мы привыкли, что в основном рассказывают люди, у которых там 15 инструментов, 10 людей их обслуживают. И полторы-две недели на внедрение, это прямо быстро. А можем поговорить про малый бизнес, как у него дела? Есть ли инструменты автоматизации для него? Вот как раз с инструментами автоматизации для малого и микробизнеса все очень плохо. Почему? Потому что этот рынок очень сложный. Мы на этом рынке работаем уже больше 10 лет. И вам существует как платформа автоматизации больше 10 лет уже. И мы научились с этими клиентами работать. Проблема только в том, что полностью что-то для них автоматизировать очень сложно. И если кто-то из вас анализировал свою клиентскую базу, скорее всего вы замечали такую забавную тенденцию, что клиенты с самым маленьким и средним чеком приносят больше всего проблем и задают больше всего вопросов. И на каждую вложенную свою копейку пытаются выжать 10 рублей прибыли. Почему так происходит? Потому что те компании и те клиенты, которые тратят очень мало денег, скорее всего они тратят свои последние деньги. Они тратят деньги. Если это компания, которая состоит из одного человека, то этот человек тратит деньги на рекламу из своего собственного личного кармана. Он эти деньги отбирает у своей семьи по сути. И поэтому естественно он хочет добиться максимальной эффективности. Но проблема состоит в том, что у таких клиентов как правило невысокая экспертиза, потому что невозможно хорошо разбираться одному человеку во всем. Даже я, несмотря на то, что моя должность в «Еламе» – это быть экспертом по интернет-рекламе. То есть моя обязанность разбираться во всех рекламных системах досконально во всех тонкостях. Даже я уже не успеваю следить за всем. Я просто сдался и сказал, что все, извините, мои таргеты ВКонтакте, вот я не буду даже изучать. А ТикТок еще сразу сказал, что сразу нет. Я туда не полезу. Слава Богу, у нас есть второй евангелист, который на себя как раз это все взял. Я ограничиваю сейчас в основном это Яндекс.Директ, Google Ads и Facebook Ads как наиболее продвинутые рекламные системы, и тем более востребованные на западном рынке. Поэтому я перспециал в основном на них. Так вот, и у маленьких таких рекламодателей низкая экспертиза просто потому, что невозможно разбираться во всем. И нет возможности нанять кого-то, кто хорошо разбирается, потому что на такого человека, скорее всего, просто не хватит денег. Это вторая причина проблемы. И третья проблема малого и микробизнеса, почему все плохо с агентизацией для них. Дело в том, что все эти умные алгоритмы, искусственный интеллект, вот если вы разбирались тем, как работает машина и обучение, как работают нейронные сети, вы знаете, что они на самом деле максимально тупые. Потому что ничего они сами придумать, ни в чем они сами разобраться не могут. Они очень тупые. У них там уровень интеллекта даже не то, что на уровне четырехлетнего ребенка, там все гораздо хуже и примитивнее. И поэтому эффективность работы всех этих умных алгоритмов напрямую зависит от тех выборок данных, на которых они обучаются. У маленького рекламодателя нет данных, на которых это все можно обучить. У него в месяц три клиента. Все. И три тысячи клиентов, три клиента у него в месяц в лучшем случае. К нему на сайт в день приходит 15 человек. Какую автоматизацию вы собираетесь на этом все строить и на чем это все должно обучаться? Ну никак обучаться не будет. И поэтому с автоматизацией для маленьких клиентов все плохо в том плане, что все существующие на рынке решения, они ориентируемы в основном на крупных рекламодателей. На рекламодателей с экспертизой, на рекламодателей с деньгами, потому что там это все работает гораздо эффективнее. Потому что есть данные, на которых можно обучаться. И на этих рекламодателях легко просто зарабатывать денег. На маленьких рекламодателей деньги зарабатывают тяжело. Это тяжелый труд зарабатывать на таких рекламодателях. Но мы научились это делать за счет нашего, в первую очередь, так называемого образовательного маркетинга. Наша маркетинговая стратегия, она заключается в том, что мы учим весь рынок как наших текущих клиентов, так наших будущих клиентов. У нас других нет. У нас либо текущие, либо будущие. Даже те, кто перестал с нами сотрудничать, но мы к ним относимся как к нашим будущим клиентам. Вернутся рано или поздно всем. Мы их получаем. То есть мы рассказываем и объясняем. И вот я как раз в последнее время занимаюсь тем, что я пытаюсь разработать какие-то хотя бы в своей голове какие-то методики, алгоритмы, как такому маленькому бизнесу эффективнее всего потратить свои деньги. Потому что, как я говорил, маленький бизнес, они свои деньги тратят последние чаще всего. Им нужен гарантированный результат. Я тоже, когда изучал, например, медийную рекламу, у меня никак не складывалось отношение с медийкой, с программатиком. А потом я понял, почему. Потому что у меня не было никогда в предыдущей моей работе в агентстве, когда работал, у меня не было клиентов, которые приходили, давали мне 3 миллиона рублей и говорили, сделай так, чтобы о нас все узнали. Нет. У меня были клиенты, которые давали 30 тысяч рублей и говорили, если завтра клиентов не будет, мы сдохнем. И тут важно, чтобы и этот маленький бюджет, который они тратят на первые свои рекламные компании, чтобы он гарантированно окупился. Как это сделать? На самом деле в разных рекламных системах есть разные инструменты, разные типы рекламных компаний, которые нацелены на решение совершенно разных задач. Сейчас каждая рекламная система, хоть Яндекс Директ, хоть Гугл или Фейсбук, они пытаются своими рекламными инструментами и форматами закрыть всю воронку маркетинговую. От самых верхних уровней, когда нужно просто создать осведомленность, донести до большого количества людей вообще информацию о продукте, до нижних этапов воронки, где уже люди принимают решения, совершают покупку, но это не совершают повторные покупки. Прикол в том, что когда у тебя 30 тысяч рублей действия про верхние этапы воронки, надо просто забыть. Тебе туда вообще не надо соваться. И малый микробизнес, они со своей маркетинговой воронкой должны работать снизу вверх, а не сверху вниз, как учат старые устаревшие учебники по маркетингу. Если весь твой бюджет 30 тысяч рублей, ты не можешь себе позволить тратить ни копейки на то, чтобы создавать осведомленность. Ты должен собирать максимально горячий спрос. Ты должен обращаться к тем клиентам потенциальным, которые уже готовы купить, например, поисковую рекламу, иногда вообще не называют рекламой, потому что если человек ввел в Яндексе поисковый запрос «купить микроволновку с доставкой», и ты ему показываешь объявление в нашем интернет-магазине «микроволновки с доставкой сегодня на такой-то цене», это сложно вообще назвать рекламой. И этому человеку ничего не надо рекламировать. Он сам русским языком сказал, что он хочет. Просто дай ему то, что он хочет. Он дадит тебе свои деньги. И поэтому концентрироваться маленьким бюджетом нужно на тех типах рекламных компаний, которые нацелены на нижние уровни в рамке продаж. И как только они получат первую отдачу, с нижних уровней потихонечку всё это развивать и в какой-то момент уже дойти до верхних уровней в рамке. И вот это мы пытаемся как-то автоматизировать. Это то, что, наверное, легче всего и доступнее всего автоматизировать для малого бизнеса. Это принятие решения о том, где именно запускать свою первую рекламную кампанию и как постепенно это всё развивать. То есть куда надо? Кидать дротик, чтобы он с наибольшей вероятностью попал в цели, чтобы бюджеты принесли результаты. Есть верхний уровень воронки. Это, например, конференция Google Developers Day на 5000 инженеров. И из года в год на этой конференции кто-нибудь задаёт вопрос. А зачем вы это делаете? Почему вы нас кормите? Почему вы дарите нам новые железки? Почему вы учите нас пользоваться вашими инструментами? И кто-нибудь из венгелистов Google из раз в раз говорят всегда разные люди. Ребята, ну мы же зарабатываем на доли от рынка. И чем лучше вы будете жить, тем больше будет рынок, тем больше мы заработаем. Вот это верхний уровень воронки. А нижний уровень воронки — это, видимо, вот у тебя десять человек записались на стрижку, и один из них обязательно забудет. Звонок робота стоит 3 рубля. Звонок администратора за зарплату. И вот дальше ты выбираешь, у тебя робот будет обзванивать этих людей. Или тратя 3 рубля, может быть, возвращай 500. Либо администратор, да? Тебе как евангелиста вот этих историй можно тоже спросить, что на международной арене происходит такого, чего у нас нет? Или наоборот, может быть, у нас есть что-то такое, чего нет у них? Ну, с точки зрения рынка рекламных технологий, у нас однозначно есть то, чего нет у них. У нас есть целый зоопарк рекламных систем. Потому что, если ты, например, работаешь на рынке США, тебе достаточно автоматизировать рекламу в Google Ads и Facebook Ads, и на этом, в принципе, можно все закончить. Все. Естественно, там есть реклама в Амазоне, у Амазона есть своя программатик, платформа и есть Bing, Microsoft реклама поисковая. Но на самом деле это все небольшие доли рынка. То есть, на самом деле, рынок там поделен между Facebook и Google, и там остатки от этого стола общего пирога достаются всем остальным. А если посмотреть на российский рынок, то здесь, во-первых, это Яндекс, потом мылазовая рекламная система, причем у них даже две рекламные системы, по сути, это ВКонтакте и MyTarget. ВКонтакте это рекламная платформа для тех, кто сконцентрирован в своих усилиях на работе именно с социальной сетью ВКонтакте и, собственно, рекламу запускает, поэтому там MyTarget, такая более профессиональная рекламная система, которая позволяет закупать трафик на весь, который доступен на моему. И поэтому у нас в России зоопарк. Поэтому, например, у нас в E-Lama одно из наших ценностных предложений основных, почему я говорю о том, что если вы размещаете рекламу в интернете, скорее всего, вам через E-Lama это будет делать удобнее тупо потому, что у вас будет один комплект закрывающих документов на все рекламные кампании, которые запущены во всех ваших рекламных системах, с которыми вы работаете. То есть не нужно отдельно получать закрывающие документы от Яндекс, от Google, а Facebook, например, их не предоставляет тупо потому, что у них нет российского вероятца, поэтому если закрывающие документы на рекламу в Facebook и Instagram, вы от него просто не получите, не сможете. Но когда мы пытались то же самое продавать в Европе или в Штатах, они такие, что? Что? Зачем? Ну, типа, я оплачиваю с корпоративной карточкой, оплачиваю рекламу в Google, в Facebook, и мне ничего не надо, мне не нужны никакие закрывающие документы. Через вас деньги проводить? Зачем? Зачем? То есть там вообще такого вопроса не возникает. Это раз. Второй как раз момент, что мало того, что это зоопарк, много разных рекламных систем, так они еще и успешно конкурируют с другими рекламными системами. Например, мы с удивлением обнаружили, когда начали более внимательно изучать возможности рекламной системы, смотреть кейсы, как вообще отрабатывают, как это работает с рекламой там. Выяснилось, например, что Google Ads в США и Google Ads в России – это две разные рекламные системы. Потому что все то, к чему мы привыкли, ну так, с высока, с точки зрения специалиста смотреть на Google Ads, типа, таргетинг по интересам, это вообще у кого-то работает, такие фи, а там это все прекрасно работает. Выяснилось, что просто у Google в Штатах данных о пользователях в десятки, судя по всему, раз больше, чем на данных о пользователях в России. А в России Яндекс все знает, где вы живете, где вы работаете, с кем вы встречаетесь. Потому что встречаются ваши телефоны с друг другом. Они бывают в одних и тех же местах. Вот мне иногда становится страшно о том, сколько всего обо мне знает Яндекс, благодаря Яндекс.Такси и Яндекс.Музыке. Потому что там же еще есть плейлисты под разные активности, под занятия спортом, романтические вещи. Я когда включаю радио «Романтические вещи», я говорю, я теперь понимаю, что Яндекс не только знаю, где работаю и где я живу, но еще и чем я занимаюсь в это время. И поэтому, чем больше данных есть, тем успешнее, собственно, работа рекламной системы. Потому что это позволяет оптимизировать рекламной компании по огромному количеству сигналов, которые она собирает в своих пользователях. Мне это веселее, когда Facebook делает очередной пресс-релиз, что мы, как компании, которая серьезно относится к персональным данным наших пользователей, с этого дня запрещаем нашим рекламодателям таргетироваться по религиозным признакам, с сексуальной ориентацией и другим каким-то таким вещам. В этот момент общественность такая «стоп, стоп, стоп, погодите, а что, до этого можно было что ли это использовать?» А самое смешное в этой истории в том, что рекламодатель на Facebook запрещает теперь это использовать, такую информацию для таргетинга. Но он эту информацию никуда не удалил. раз, а второе, сам он ее использует для оптимизации рекламной кампании. Если он видит, что на рекламу кошерной еды реагируют люди, которые попадают в его внутренний сигнал, что они к этой религии относятся, то он эту информацию будет использовать для оптимизации рекламной кампании. Поэтому, поскольку в России данных о пользователях больше у российских компаний, потому что российские пользователи активно пользуются российскими сервисами, сайтами, приложениями, то именно поэтому российские же рекламные системы успешно конкурируют с западными рекламными системами. И зачастую реклама в том же Яндекс.Директе или в МайТаргете, она оказывается более эффективна, чем реклама в Facebook Ads или Google Ads. Константин, спасибо большое. Хочется огромное количество вопросов задать сразу и про Инстаграм, и про все на свете. Инстаграм тоже про тебя все знает и переживает. Один короткий вопрос. Никто не признается, как телефон подслушивает меня, но он подслушивает меня. Что ты можешь на публике про это сказать? Понятно, что в куларах можно еще многое в полголоса, чтобы телефон не слышал. На публике я могу сказать, что я не могу не подтвердить, не обрагать эту информацию. Хорошо. На самом деле проводились различные тесты. Он поговорил про Коломну, потом открываешь Тинькофф банк, и он говорит, путешествие в Коломну, хочешь почитать? То есть, ты буквально в Питере, ты в районе Коломны, а тебе предлагают в Подмосковную Коломну прокатиться. Но ключевое слово зацепили. Как? На самом деле проводились разные тесты, и какие-то тесты подтверждают, что да, действительно, слушают и как-то используют. При этом сами корпорации говорят, не-не-не, ну что вы, нет, конечно же, мы вас не слушаем. А они пытаются это объяснить тем, что это слишком пока это энергозатратно, что это постоянно включено. Но на самом деле, короче говоря, идея-то в чем? Идея в том, что если у тебя паранойя, это еще не значит, что за тобой никто не следит. Но это значит, что у тебя паранойя. И иногда это просто объясняется тем, наш мозг устроен таким образом, что мы обращаем внимание только на то, и мы слышим и видим только то, что мы ожидаем и хотим увидеть и услышать. Поэтому, возможно, ты мог видеть рекламу Коломны до этого пять раз и просто не обращать на нее внимания до тех пор, пока ты сам этой темой не заинтересовался. А, возможно, тебя правда подслушивают. Спасибо большое. Великолепно. Константин, пока предлагаю переторгнуть. Спасибо большое. Готовьте и Константину вопросы тоже. Вот, я передаю микрофон следующему спикеру. С Федором Вириным такая история. Просто почитайте его книжку. Вот, к сожалению, у нас технические были сложности. У него началась следующая встреча. А я хочу вас познакомить с Сергеем Кулешовым. Это заместитель гимн-директора 1S Bitrix. Здравствуйте. Вы, понятно, по CRM. И у вас наверняка есть исследование про автоматизацию рынка посредством CRM. То есть, как выглядит разговор про CRM? Значит, вот ты малый бизнес. Вот тебе конструктор. Ты быстрее на нем все сделаешь. Правильно? Ну, не совсем. Ты крупный бизнес. Найми 10 человек. Возьми конструктор. И все будет у тебя хорошо. Примерно так и звучит. Но только, к сожалению, в подавляющем быстрее случаев, такое обращение к предпринимателю, в такое обращение к предпринимателю, мы слышим ответ, что, например, чего? Ну, в том смысле, что, кстати, очень большое количество компаний сегодня не используют CRM и зачастую даже не слышали о них. К сожалению. А есть какая-то статистика? Вот, если взять малый бизнес, какой процент малого бизнеса использует CRM? 14. Ну, все знают, что такое CRM, да? Спасибо большое. Всего отверг на 14. 14 процентов, да. Примерно так. 14 процентов. А остальные как живут? Просто вот адресная книга клиентов и все? Остальные живут как получится. Ну, на самом деле, очень разные инструменты используют. Всегда есть Excel-ка, в конце концов. Есть стикеры, которые можно наклеить. А есть ничего. То есть можно ничего не делать. И, в принципе, тоже будет кое-как работать. К сожалению, очень часто мы слышим, что, ну, CRM-ка, это, конечно, может, что-то понятно, что-то где-то там такое есть, но нам это не нужно, или мы не понимаем, как это сделать, мы не знаем, как это внедрить. Не приставайте к нам, пожалуйста, но еще не доросли. В двух словах. Вот для среднего бизнеса что может помочь автоматизировать CRM? Воля. Ну, действительно. На самом деле... Воля в смысле народная воля? Нет, воля руководителя, которого наконец-то достало все то, что у него происходит, и ему хочется навести порядок и как повысить эффективность. Когда затраты на рекламу, вот как сейчас Стантин говорил, как раз та самая история, когда ты в очередной раз отдаешь свои деньги и не понимаешь, куда они потратились, начинаешь задаться вопросом, а что с этим можно сделать? Да, то есть как можно понять, во-первых, потратилось ли вообще это эффективно и что из этого прилетело? Можно посчитать телефонные звонки, можно посчитать, грубо говоря, заполненные формы и так далее, заставить менеджеров вести какой-нибудь список всех обращений, выяснять у них, откуда они о нас узнали и так далее. Можно просто внедрить CRM, она будет сразу давать ответ на все эти вопросы. То есть она будет прямо в режиме онлайн показывать, «Ребята, вот вы потратили 30 тысяч рублей и заработали 20, что-то пошло не так. Или потратили 30, заработали 90, отлично, но можно еще чуточку». Ну вот в таком формате. И когда предприниматель устает и понимает, что что-то надо поменять, потому что что-то мы крутимся на одном месте и ничего не получается. Начинаем считать, начинаем внедрять CRM, она просто элементарно показывает, что происходит в продажах, кто прав, кто виноват и с кого надо спросить за весь этот бардак. Скажите, а у вас же у Битрикса есть своя CRM, тоже большая, красивая, к ней много вопросов, и это хорошо. Какая у вас миссия? Вот у Битрикса какая миссия? Помогать бизнесу работать эффективно. То есть наша задача как раз помочь. То есть мы делаем все для того, чтобы небольшая компания, или даже если это микробизнес, могли самостоятельно немножко разобравшись, изучив вообще, что такое концепция CRM. Что значит подходить к работе с клиентом в концепции CRM. И, собственно, внедрить у себя и начать с малого. Мы всегда предлагаем очень простые первые шаги. Просто понять вообще, что происходит. И уже исходя из того, что у предпринимателя проявляется понимание, что происходит, например, какое количество клиентов у него реально входящее. Зачастую на этот вопрос вообще никто ответить не может. А когда ты подключаешь телефонию, подключаешь там социальные сети и мессенджеры и всякие, ты начинаешь понимать, что вообще-то у тебя там сотни клиентов в неделю оказывается обращаются в твою компанию. Ты думаешь, так, подождите, если сотни обращаются, куда делись те 99? Вот, собственно, когда человек начинает задаваться этим вопросом, у него сразу появляются варианты решения, варианты ответов, куда делись, где-то потерялись, где, значит, мы можем уже пытаться посмотреть, где именно. Ну и нависить на это какую-то автоматизацию, чтобы, по-первых, они не терялись, ну и, во-вторых, менеджеры работали чуточку лучше. И ваш холодный софт делает вот такие теплые ламповые штуки для бизнеса? Ну почему холодные? Ну тоже теплые. В общем, даже нежные. Хорошо. У нас за последнее время такие пинки от рынка, то есть, например, 54-й ФЗ как бы заставил всех немножко посмотреть на электронный документооборот по-другому. Потом сейчас самозанятые выбежали на рынок, и мы этот ЭДО тоже переподкручиваем до этого. А какие еще были пинки вот для развития, для развития в последнее время? Ну, прям пинков… Я что-то сейчас помню. То есть, пинки, связанные с законодательством… Просто очень понятно. Директор просто пинки не очень чувствует, поэтому, наверное. Да. Что еще рынок потревожило? Ну, на самом деле, переход в социальные сети и в виртуальную коммуникацию. Это такая большая-большая история, когда звонков просто стало меньше. Потому что люди начали находить другие способы поговорить с компанией. И мы все потихоньку становимся интровертами и начинаем писать в чат, вместо того, чтобы позвонить и поговорить с человеком. Раз, и у компании почему-то начало снижаться количество входящих звонков. Да, те, кто вовремя сообразил и подключил себе там чаты, мессенджеры и так далее. А те, собственно, не потеряли. А кто-то до сих пор думает, что с этим делать. Куда делись? Подождите звонки. Либо просто не любят звонить. То есть они либо нашли на сайте нужную информацию и сделали заказ уже как-то онлайн. Либо вообще пошли к другому, у кого можно это сделать онлайн. Можно в двух словах. Сколько на рынке сейчас адекватных CRM-ок, с которыми, правда, можно работать? И кто из них действительно ваш конкурент? Я не могу спросить одному личному вопросу. Да, я понимаю. Можете не отвечать. Количество. Количество сложно назвать. Тем более делать такую оценку адекватных и неадекватных. Я не буду. Потому что это просто некорректно. Конкурируем. Мы не только с CRM. Это наша такая большая позиция и, скажем так, бизнес-модель. Мы не считаем какую-то прямую конкуренту. Просто потому, что мы не только CRM. То есть BITX24 это не только CRM. Это целый набор инструментов. И с этой точки зрения мы с ними не конкурируем, а они с нами конкурируют. Да, хорошо. Значит, лучше к ним присоединяйте вопрос. Это у Яндекса очень красивая позиция. Кто наши конкуренты? Наш конкурент – офлайн. Наш конкурент – это таксисты, которые тусуются у вокзала. Это люди в кассах и так далее, и так далее. То есть это архаичный офлайн, к которому привыкли наши отцы. А нам все это нужно перевести в цифровые инструменты. Да. Как говорится о конкуренции, если большая часть рынка еще не занята? Мы пока не конкурируем, пока совместно раскачиваем рынок. Захватывай, не сказал. Ну, молодец. Хорошо. Ну, надо учиться на публике аккуратно разговаривать. Есть такой момент. Я знаю, что Рамилю не терпится контраргументировать по поводу звонков. Сколько осталось звонков. Я, кстати, хотел бы ему задать этот вопрос. Великолепно. Значит, сейчас тот момент, когда я поработаю грузчиком, я попрошу всех спикеров выйти вперед, я вам подставлю кресло. Давайте сядем друг напротив друга и позадаем друг другу вопросы. И к залу у меня тоже просьба, если у вас есть вопросы к спикерам, Готовьтесь, пожалуйста, их задать. Я их даю к вам с микрофончиком. Полтора метра, господа. Полтора метра дистанция. А у нас был еще третий микрофон где-то. Да, у меня третий микрофон. Я тоже готова его дать всем, кто хочет задать вопрос. Великолепно. Сейчас, вот вы даже рядом сел. Сергей, Сергей, Рамиль, да, если можно, я сейчас выдру микрофон. Дизептик кончился, Алексей сказал. На самом деле мы по своей статистике видим, что действительно есть ряд бизнесов, которые снизили количество трафика и это неумолимо. Мы даже в своей работе интегрируемся с мессенджерами и принимаем коммуникации от клиентов уже в большом объеме и в мессенджерах тоже. Но есть категория бизнеса, которая, наверное, никогда, ну, никогда не говори слова никогда, наверное, в перспективе ближайших лет не перейдут полностью в каналы, именно в неканальной коммуникации в чате, там, ну, виртуальных, да. И яркий тому пример, наверное, переход в том числе Яндекса на телефонию, да, там, Яндекс очень долго сопротивлялся тому, что он все только в приложении, но мы видим, что появились номера телефонов и активно они используют уже голосовую коммуникацию. Потому что не везде есть стабильный интернет, к сожалению, да, не везде, ну, не вся аудитория готова к тому, что нужно делать в приложении, есть взрослая аудитория, которой удобно все-таки позвонить, поговорить и решить вопрос. Ну, и здесь, на самом деле, есть еще, наверное, вина самих компаний, потому что, я думаю, ни для кого не секрет, там, кто-то, те, кто использует сервера, как раз-таки они лучше выглядят, но обратившись в 10 компаний, даже таких очень крутых, которые имеют большие рекламные бюджеты, время отдыха, к сожалению, космические, порой там тебе неделями не отвечают, и ты думаешь, ну, зачем тогда вы рекламировали, если вы там просто не отвечаете на сообщениях. На самом деле, мне кажется, это ключевая ситуация, готовность аудитории компании к общению виртуальному, нежели чем голосовому, и здесь у меня только один аргумент, потому что все мы там будем, это называется, то есть рано или поздно, в ближайшие годы количество виртуального общения будет увеличиваться, будет расти, и, на мой взгляд, сегодня каждая компания должна обеспечивать как раз он неканальность. Тогда понятно, что телефон мы сейчас не можем отключить, да и не надо, собственно, он хорошо работает, отличный способ коммуникации, но обеспечивать при этом и другие каналы коммуникации сейчас обязаны просто каждая компания. Представляем, через пару лет робот-окрофен разговаривает с роботом Олег и договаривается о выдаче кредита. Шутки шутками, но если вы правда говорите, что ваш робот для некоторых рынков стоит 3 рубля-минута, то, может быть, если я начинаю проводить тендер, зачем мне самому звонить? Я буду, или я у андроида возьму бесплатно этот робот, и он меня будет записывать на участие в тендерах. Вот как вы видите будущее роботов? Вот сейчас будет здорово, если вы поговорите об этом. Я сейчас кусок забираю хлеба у своего коллеги, который будет про это рассказывать, но если немножко дизера, да, там, спойлер небольшой, на самом деле есть компании, у которых скрипты уникальные, да, когда мы продаем, не знаю, там, очень сложный, наверное, финансовый инструмент, использовать роботы невозможно. Но есть очень большое количество компаний, которые используют типовые коммуникации, да, там, ну, условно говоря, все мы пользуемся интернет-магазином и ждем, когда же нам позвонят и скажут, что плеер приедет, да, то есть это такой целевой звонок, он очень простой, и здесь автоматизация как раз-таки позволяет сильно экономить. Или после того, как мы получили какую-то услугу для того, чтобы как раз-таки работать с клиентским опытом, необходимо связаться с клиентом и узнать, а все ли ему понравилось. Это тоже типовой звонок, типовые вопросы. И робот же не просто позволяет это автоматизировать, да, он, преимущество его в том, что он интегрирован со всеми информационными системами, и ты в течение, там, 10 минут получаешь отчет по тысячам звонков. Это большой плюс, ты не сидишь, не ждешь, да, я вот помню в бытность работы в ритейле, мы обзванивали, там, 300 магазинов, там сидело три ассистента и проверяли, знают ли они планы с вами, да, там. Это было, на самом деле, пару лет назад в одной из крупнейших розничных сетей, она передовая, очень большая эти системы, но вот мы на ручнике делали это, и я понимаю, что робот позволил бы это сделать очень быстро, и из трех ассистентов можно было занять только одного. Ну что, подчет переслали. Ну вот это имитация человеческого тепла, то есть чат-боты делают это уже давно, и моя любимая история с чат-ботом, это когда в приложении Мегафона я пишу сотрудникам о том, что в Старосадском переулке не работает у меня ничего, первые пять минут со мной пытается разговаривать робот. Мы знаем о проблеме, мы обязательно все починим. Два месяца прошло, и потом я должен написать слово сотрудник, чтобы вот все произошло, то есть чат-бот, он делает вид, что он любит меня, но все это... Господа, я предлагаю сейчас, во-первых, есть ли у вас вопросы друг к другу? Ну мне вот интересна тема по поводу того, что нас слушают постоянно, я вот подойду потом в кулуарах, потому что вы уже не ответили на этот вопрос, мне на самом деле это интересно. Да, а так я вам напомню, то есть смотрите, представитель МТТ, представитель СРМ, больших сложных систем, человек, который знает все про статистику и про все исследования, и эксперт о электронной рекламе. Вот если у вас есть вопросы, задайте, поднимите ручки и задайте их, пожалуйста, сейчас. Вот есть два вопроса, уже начинаем, там рука была, электронная очередь. Первый, пожалуйста, представьтесь и задайте вам. Сергей Маслов, директор по маркетингу МТТ. У меня вопрос к Саяну. Есть ли какие-то первые инсайты, как прошло лето, как рекламодатели тратили свои бюджеты? Спасибо. Да, спасибо за вопрос хороший. Действительно, я когда готовился к выступлению, то предполагал, что такой вопрос будет. И заглянул, действительно, такого рода у нас исследования проводятся раз в год, поэтому будет позже закончиться, чтобы мы могли иметь какие-то данные. Но в этом году было сделано исключение, как раз из-за того, о чем вы говорите, из-за вот этих событий. И, знаете, там не так много изменений, и их на самом деле два. Значит, первое изменение – это то, что бюджеты сокращены очень значительным образом. В мае были. Почти 40% компаний, которые мы опрашивали, сообщили о том, что у них был кардинально урезан бюджет именно в мае. Из-за того, что покупали продажи, некоторые рынки закрылись совсем, и поэтому не было интереса инвестировать в маркетинг. И второй тренд, который мы увидели, это серьезные инвестиции в цифровые каналы. Вот, наверное, два таких тренда, которые будут уточнены уже в следующем году, когда закроется 2020 год. Спасибо. Константин, напомнишь? Да, мы, с этой стороны, видим, что вот в период карантина рекламный бюджет в объеме всего рекламного рынка очень заметно просел. Причем просел сразу по одной причине. Потому что была часть рекламодателей, у которых было настолько все хорошо, они были просто завалены заказами, им просто опасно было включать какую-либо рекламу, потому что с новым потоком дополнительных заказов им просто не справиться. И мы, в принципе, просто им намекали на то, что, ребят, вам бы сейчас имиджевую рекламу какую-то покрутить, потому что вы завалены заказами, вы явно со всеми заказами хорошо не справляетесь, и вам бы как бы до общественности донести, что вы сейчас как бы на передовой, вы бойцы, которые сражаются, помогают людям, но, естественно, не все получается хорошо. То есть вам нужно вызывать эмпатию у общественности, что вы же даже если заказ вовремя не доставили, или, не знаю, не привезли то, что было заказано вовремя, это не потому, что вы плохие и плохо работаете, а просто потому, что сейчас огромное количество людей себе дома и предпочитают заказ, доставку делать именно домой, и поэтому вы пытаетесь помочь всем, и вы иногда не справляетесь. Но даже такую рекламу не готовы были запускать, потому что боялись, что эта реклама все равно вызывает еще дополнительные заказы, с которыми они так уже не справляются. Часть компаний перестала вообще что-либо тратить на рекламу, просто потому, что они вообще прекратили свою деятельность, то есть многие компании в период карантина в принципе работать не могли, весь бизнес был на паузе, ну и, собственно, реклама тоже была на паузе. А сейчас мы уже видим, что когда карантин начал сниматься с ограничений, люди потихонечку стали выползать из дома, просто потому, что люди физически не в состоянии, там не много месяцев проводить заперти. Если что, то таким у нас за серьезные преступления людей наказывают, когда ты не можешь выходить из какого-то помещения несколько месяцев. Если бы поэтому добровольно люди, которые вроде как не сделали ничего плохого, они не могут там полгода заперти сидеть. И поэтому постепенно люди начали выползать, возвращаются в привычные жизни. И в целом объем рекламных расходов, он начинает возвращаться, он по сути уже вернулся до карантина. И в принципе мы к концу года ожидаем, что оно начнет уверенно расти. Проблема просто в том, что произошло довольно серьезное перераспределение того, кто тратит эти деньги. Потому что многие бизнесы не пережили все эти истории, многие бизнесы просто закрылись. Но те, кто пережил, у них, во-первых, сейчас поляна освободилась от тех, кто сдох. Во-вторых, у них появляется возможность, они научились, кто научился в этих условиях работать, у них появилась возможность для активной экспансии, того, чтобы рынок занимать, пока он освобождается от тех, кто не пережил. И поэтому они начинают тратить больше денег. С одной стороны, это похоже на историю, что богатые богатеют, бедные беднее. То есть те, у кого до этого было все очень плохо с рекламой, и очень плохо с бизнес-процессами, они, собственно, и не пережили все эти истории. Те, кто чувствовал себя увереннее, был готов к различным изменениям, кто уже прошел, отчасти, например, цифровую трансформацию компании, и был готов к тому, чтобы клиентам обслуживать удаленно, чтобы сотрудники работали удаленно. Они, собственно, пережили это все, и они начинают тратить еще больше и больше денег на рекламу. Это то, о чем как раз Иоанн говорил, что компании, которые в период кризиса, наоборот, начали увеличивать рекламный бюджет, они, собственно, дела идут хорошо. И тут ситуация, на мой взгляд, очень похожа. Спасибо большое. Спасибо за ответы. Видите человека в оранжевых штанах, это значит додубиться. Прошу. Спасибо. Да, Хрусталев Евгений, додубиться. Я, во-первых, хочу сказать спасибо спикерам. Выступление падало мне, каждое прямо падало в боль мою. Сейчас я занимаюсь автоматизацией маркетинга, возвратом пропавших клиентов, и, видимо, я пришел по адресу, это очень здорово. Вопросы у меня непосредственно крамили. Очень интересный кейс с роботом. Скажите, пожалуйста, то, что робот выдает себя за живого человека, не сталкиваюсь ли вы с негативом? И большой ли объем был обзвона вот именно этим роботом, который выдавался за живого? Это вот тоже мне очень актуально. Вообще наша позиция в компании такая, что есть звонки, которые... Ну, мы вообще рекомендуем компаниям говорить о том, что это робот разговаривает. Потому что, когда человек чувствует, что это фальшь или ложь, то реакция очень негативная, уже на сам факт подачи такой информации ложной, не обращая внимания, о чем говорить. Здесь мы проводили эксперимент для себя, обзванивали несколько тысяч клиентов, и мы даже делали продажи вот этим кейсом, смотрели. Но мы тоже остановились и поняли, что дальше мы экспериментировать не готовы, потому что в том моменте было, что невозможно все кейсы предусмотреть, и все равно, как сказать, человек поймет в какой-то момент, что это робот, да, и тут будет негатив. Мы не хотели негатив, мы проводили некий эксперимент. Поэтому здесь наша позиция, что лучше предупреждать. Поэтому вот чаще всего в кейсах наших клиентов, там, мы и представляем себе, это робот-ассистент, который поможет. Это первое. Второе, важно, чтобы звонок был целевой. Мы вот, например, боремся на самом деле со спамерами, которые в том числе могут хотеть стать нашими клиентами. Почему? Потому что если мы сидим на конференции, и после конференции нам позвонят и спросят голосом Олега, там, здравствуйте, я робот Олег, а как прошла конференция, что понравилось, что нет, это целевой звонок, и мы на него отмечаем. Но если же сейчас нам кто-то позвонит и предложено, не хотите ли вы, как Алексейского, поехать в колонну, то мы воспримем это как спам, да, и реакция будет отрицательная. То есть очень важно, чтобы было к месту. Поэтому здесь мы рекомендуем представляться роботом, в этот ничего такого нет, люди привыкли, и люди, чтобы был целевой звонок. Кстати, я являюсь постоянным клиентом «Подолгой пиццы», у меня есть несколько кейсов, что вам надо автоматизировать, потому что я считаю, что вот это недоделанно. А сколько стоит первый кейс реализовать? Хорошо, я от меня отвечаю. По этому ответит Михаил, который дальше будет рассказывать подробно. Хорошо, следующий вопрос, пожалуйста. Друзья, у нас две минутки до кофе-брейка, поэтому, видимо, финализирующий вопрос. Вопрос к Рамиле, на самом деле, продолжение предыдущего вопроса, как говорится, с ужаса снял, да, коллега, если добиться. Вот зачем, собственно говоря, конспирологию вводить, что звонит живой человек, отвечающий, что нет, это там не робот, да, это я там много звоню. Вот, и, собственно, в цифрах можно как-то оценить вот степень положительных ответов и отрицательных на робот. То есть, вот вы говорите, не рекомендуем, да, скрывать, что это автоответчик. Если люди слышат, что звонит робот, то количество там, ну, условно говоря, отказов положенных там трубок, сброшенных звонков во сколько раз там увеличивается, а может быть и не увеличивается вообще, может быть, люди уже готовы общаться. Ну, на вопрос, как сказать, по поводу вот этого нашего эксперимента, я уже сказал, мы экспериментировали, да, с продажами, а с точки зрения, там, на вторую часть вопроса отвечает, конверсия не отличается, и зачастую она выше по ряду причин, да, то есть, если брать вот эту ситуацию, что компания использует робота, который представляется, что он робот, раз, второе, это целевой звонок, и человек ожидает его, то в этом случае конверсия всегда выше по ряду причин. Первое, робот всегда идет к скрипту, то есть, он четко понимает, о чем нужно поговорить, да, что нужно предложить, если какой-то вопрос, ну, будь то, там, например, входящее обращение соискателя на какую-то вакансию, да, там, либо исходящее предложение по какой-то акции. Второй момент, вот эта частная проблема, она в CRM тоже одной из ключевых, это недозвоны-перезвоны. То есть, менеджеры, вот это же, в любой компании все борются с тем, чтобы клиенты не дозваниваются. У робота, так как по алгоритму заложены перезвоны, и он отрабатывает и входящую связь, то вот этот уровень снижается очень сильно. И вот эти факторы в совокупности дают рост конверсии. Но, повторюсь, это должно быть целевой звонок, да. Если мы говорим про спамерские звонки, мы их не реализуем, поэтому говорить о том, какая эффективность, сейчас не готов. Вот у Михаила будут кейсы, на самом деле, прямо с цифрами, реализованные на реальных клиентах, и можно будет это посмотреть. Я не хочу просто за него сейчас рассказывать, у него очень много интересных кейсов. Рамиль, Сергей, Саен, Константин, спасибо большое за ваше выступление, за ваши ответы. Друзья, с 12 начинается программа по залам, до этого у нас 30 минут на нетворкинг, на то, чтобы посмотреть на стенды, пообщаться со стендистами, попить кофе, поесть круассанчики, и в полголоса, кулуарно, без микрофона, задать вопросы про то, кто нас подслушивает, про мировые тенденции, про все, чем занимается 1С Битрикс, и, ну, Рамина, теперь и так сейчас разорвут на сотни маленьких медвежат, вот, поэтому бери коллег, чтобы уже медвежаты были подготовлены. Коллеги, кофе-брейк, и хорошего вам дня, хорошей конференции. Итак, меня зовут Сергей Смарунов, я работник для днёра продажа «Россия и Синдля», для днёра продажа «Россия и Синдля». «Россия и Синдля» «Россия и Синдля» А вечером, естественно, для весна тоже самое, да, правда, стараться, но проверяем, есть ли у нас пить сообщение, что мы получили, потом идём в субсидии, потом на окронный порт, что как работает. Что ещё интересно, функциональный, точнее, зал приложения для мирового сообщения помогает, позволяющей очень большой спектр завершения. Можно не только, но они писать себе знакомые, но можно и покупать или это тено, проверять формацию, рис на самолёт, проверять доставку, заказывать доставку, заказывать. Преконтент, практически всё, что угодно. По сути, есть вообще гипотеза, которая говорит о том, что есть тренд движения в соцсети и в мастер-классетах где-то в будущем они в основном точке могут пересечься. И там есть пример названия печатки. На китайский, где-то можешь терпеть контент, а сейчас используйте, не платить за товары и делать практически всё, что угодно. Просто потому, что это удобно, и мессенджер у тебя уже восстановлен, и ты всё равно берёшь мессенджер. И 80% пользователей прочитают, гарантированно прочитают сообщения в районах в России. Более половины предупреждают этот товар, по которому компания направит сообщение. И 71% отходов предупреждают, что в компании с ними будут общаться, деливаться в режиме рядом времени, мессенджер. И только 10% открывают электронные мессенджеры. По статистике, допустим, любое сообщение мессенджера, любой пуш открывается в течение трёх минут, и OpenRate такого пуша имеют больше 90%. В сравнении электронных пушек 10% и в среднем сообщение электронных пушек открывается в течение больших часов. То есть с точки зрения эффективности канала, эффективнее просто не существует за первое. Не существует. Мы с тем же самым физическим экономом и общаемся. И вообще, как мы хотим общаться с брендом? Что потребители хотят от брендов? Не как бренд хочет общаться с пользователем, не как брендов, а наоборот, с точки зрения пользователя. Что пользователи хотят вообще о том бренде? Есть такой интересный отчёт в World and Digital и коммерческий код за 2019 год. И согласно подчёту, 56% опросов не общаться с компанией по телефону, а читать от них сообщения о том, а читать от них сообщения о том, почти 70% хотят, чтобы в дальнейшем границательное взаимодействие легко переписки. И 60% пользователей стали больше проводить время в месседжах в прошлом году и 20% пользователей используют месседжи чаще, чем в соцсети. Ну, действительно, если посмотреть историю развития официализации в основе лежит коммуникация. для общения. По большому счёту месседжевые базовые потребности они не решают, а не базовые потребности к коммуникации не надо. При этом надо понимать, что проекты считают немножко по-другому. Есть такой интересный опрос, в 2019 году был укрытый на опрос 70-го как специалисты, на тему какие каналы коммуникации не считают наиболее какими общаемся или подходит. И хотя мы действительно ушли сейчас после конечной точки 57-го и гарантирован тем не менее многие аргументы считают, что наиболее эффективные аргументы почтовые рассылки, холодные знаки и перечень. И получается некий диссонармс. Получается, что 70% компаний считает свою коммуникацию с ним используют эффективные, но только 20% пользуются с этим согласно. И вот этот дисбаланс еще более на самом деле усилился в этом году. в каждой презентации мы видим вот такой слайд. Это то, что мы с вами наблюдали, чему свидетелями заявлялись. И что же сейчас получается? Какая сейчас ситуация? Ситуация сейчас такая, что в коммерс растет на 10% 40% пользователей не хотят возвращаться с травой, потому что совершенно спокойно работать, удаленно на химопактивность, либо нет, на химопактивность. В среднем 16% и почти 40% пользователей хотят, чтобы бизнес с ними общался через безопасные каналы. Это касается не только коммуникации, а касается доставки, доставки, так далее, так далее. И к чему мы приходим? А мы приходим к тому, что у нас сейчас получается жизнь реальна. Мы заправим все деликами онлайн, почти все деликами. Концентр это уже вчерашний месяц, когда месседжер абсолютно хочет заменять и дешевле, на самом деле. Месседжер вы можете администрироваться, что не идет чат-бот, который будет общаться с клиентами, и пациент не нужен вообще. Я потом покажу кейс-дет, и как все спорно. очень много внимания сейчас начинает дать в том числе безопасности данных. Что касается рекламного шума, рекламного шума, он будет еще выше, и поэтому месседжеры выходят на первое место, что месседжер позволяет проводить мерц на делом. Месседжеры это то, что, если посмотреть на то, как бренды себя ведут, с точки зрения маркетинга картунастов, всегда есть бренд, есть пользователи, а есть посредние пользователи бренды, это главная компания, это любой СМИ, другой медиа, это программатика, это программатика, это всегда последний, всегда последний. А месседжер последний, потому что, когда вы с польскими общаетесь с месседжерами, вы, по сути, сразу, напрямую доносите информацию на месседжер. И это очень важный факт. Есть вот такая интересная статистика, которая говорит, что аудитория в 2015, здесь в 2015 году достигли двух миллиардов и Мак Сухерпейг еще пять лет назад сказал, что общение в месседжер это одно из немногого, за что вы не трагите больше времени, чем у нас в цифре. И почему есть Фейсбук именно поэтому потому что Сукерберг может понимать, что у нас уже это очень важная часть, она может быть самая важная в существовании. Если говорить про нас и про Вайя, то наша аудитория, то есть тем более 5-3,5-3,5 стран мира. Основные для нас рынки это Восточная группа, это Россия и есть страны СНГ из Украины. Это Восточная, здесь мы с очень простой стороны, мы не с Азербайджаном. По аудитории, в принципе, не про Россию. По аудитории, мы не племены вторыми местами, 61% в России. Что это значит? Значит, 61% всех пользователей интернета в России хотя бы раз в месяц или два. Это, на самом деле, огромная цифра. И дальше вы видите, остальные мастерские рынки нам сильно правильно. Да, также с программой кризису, надо понимать, что с точки зрения России, это очень дешевые мастерства. Потому что Россия не ограничивается Москвой и Митером, а если говорить про всю остальную мастерскую страну, то в некоторых регионах, в районе, в исполнительной районе, в Сибирской области, по регионам, радио, 90%. Практически, в районе России здесь не существует, очень дешевые люди. Если говорить про СУПДЭМ, то у нас в Азербайджане 25-45 лет, в Азербайджане чуть больше женщин. Очевидно, где она в Азербайджане 80%, в Азербайджане 80%, в Азербайджане 50%, и 83% в мобильных предметах. Что же мы предлагаем бизнесу, да, как мы работаем с бизнесом, какие есть у нас инструменты? У нас есть два инструмента. Есть инструменты, скажем так, более-менее традиционные для включения в итоге, рекламные инструменты, это спикеры, это чат-доллары. И есть B2B инструмент, это бизнес-сообщение live, который займёт традиционным смс. Это очень хорошо работает для икона, это хорошо работает для банок и финансовых верификаций. Я дальше покажу, чем это лучше, чем это эффективнее и чему не надо им пользоваться. Если говорить чисто про рекламные инструменты, то здесь достаточно более-менее спонтанно, да, есть формат манера, есть формат O-Banner, можно запускаться автоматически после звонка, где можно запускаться видео. Есть пунктивная реклама, которая выглядит как сообщение в чате. Да, в среднем с Тиарой у нас был по нашим замерам, где-то можно достигнуть до 2%. Это примерно в 20 раз выше, чем средний момент. Да, это было, что у нас самая эффективная реклама, которая существует, но деньги надо им пользоваться. Что мы вообще знаем на сегодняшний день? Мы знаем полу-отраст, мы знаем первые типы, сединения, микроэнергетические связи и так далее. И что важно, мы всегда знаем номер модели. Знаете уникальные знания и, присвоя из этого знания, мы можем строить совершенно уникальные сегменты. Ну, допустим, у вас есть, собственно, CRM. Вы можете ставить CRM к нам прийти, мы можем базоваться с матчем, в кэшаре, в совершенно широком виде. И, соответственно, построить сегмент либо на вашу устройство, у вас есть CRM, либо, наоборот, построить на новую устройство, микроэнергетическую для вас. При этом, что еще важно? Так как каждый пользователь вайвер – это сим-карты, всегда номер телефона, то такое понятие, как «фрод», «спан», «накруки», «небросовестный кратик» просто физически отсутствует. За каждой нашей творчею всегда стоит свой человек. Всегда их надо понимать. И за счет этого у нас все наши рекламные знания пришли. Плюс мы знаем интересы пользователей, интересы мы знаем путем сообщества, открытым сообществам. Потому что из общества закрытых, конечно, знаем это. Сообщества открытых, но мы знаем тематику, мы знаем название. Присываем пользователю интересы, сходя от сообщества. Матфу, бизнес, финансы и так далее. Например, у нас, я вчера специально смотрел, у нас порядка семидесяти тысяч сообществ школьных, классов. Ну, то есть, там, седьмой класс «б», школа «13-35», и прочее. Ну, то есть, очевидно, вот этот таргет, как он называется «мамы из детских знаний», у нас такие школьные, «морикому» — это таргет построить, присвоить интересы. И при этом уникальное знание, которое очень другим способом научно практическим пользователям. У нас традиционный инструмент — это стикер. Вообще, Вайтер был, так сказать, немножко историю. Во-первых, первый мессенджер, который появился вообще в Минске Вайтере, в этом, там, в 10 лет. И те традиционные инструменты, когда распросят другие мессенджеры, Вайтер предложил первым, но он был пионерным. И спикеры, наш традиционный инструмент, по порядку двух миллиардов стикеров, которые присылаются по нему. То есть, где-то 500 миллионов ежемесячно присылаются. И спикеры очень хорошо, и не профилерались. В среднем от шести до десяти раз пользователей пересылают стикеры в мессенджерах по скоростью. То есть, вначале, я знаю, что при стикерах, он становится на шесть, три миллиона получит зарплаты. Большая цель. Что мы еще? Вот я раньше говорил, что у нас есть бизнес-сообщение. Мы только назовем бизнес-сообщение. Это, в чем они бывают несколько фильмов. Это транзитованные сообщения. Мы просто купили, что вы на этом магазине связаны. Да, вам из-за смс приходят сообщения вайтеры. Для бренда, для связного это не менее, потому что внутрифицируют только доставленные сообщения, они отправлены, потому что смс приходит всегда отправленные сообщения. То есть, в нашем сообщении вы можете выслать ссылку, по факту, впросить ПДР, там еще что-то. И мы можем получить ошибку с этих популярным границ, там, по СДАГО и так далее. Плюс у нас есть диалоги. Чак использует кучу сообщения вайтеры, может, а в лицессию, то в диалоге пообщаться, ну, так в чаке пообщаться. В принципе, как он нам не предполагает. То есть, с точки зрения функционала, это на 10 кг выше, чем любая СМС, то есть, с точки зрения цены, это просто выгнение подешает. Значит, вот как это видит пользователей? Просто видит следующий образом. Во-первых, для России, специально для России, мы делаем специальный парк, называется «Бизнес-чатник», и туда складываются все сообщения о брендах. Когда я пошел подогреть, он дал анализ, и мне сообщение о том, что она заготовка складывается через варьбе в специальную папку. Вот связано там «iPhone XR», мне пришло сообщение, что «да, вот мой iPhone, вот он и есть». Это все вложить в отдельную папку, куда мы всегда прийти, посмотреть, какие-то сообщения подключаем, просто удобно. И отрушает эффективность, сильно повышает эффективность. Теперь немножко про кейсы. Вот я вам обещал кейсы с компанией «СДЭК». У «СДЭК» есть чат-бот, который был на 8 марте 2017 года, сейчас открыл чат-бот, почти два миллиона подписчиков. Что имеет чат-бот? Вот я видел, что это был в магазине, в магазине написал сообщение варьбе, дал ей доставку «СДЭК». «СДЭК» представит сообщение, товарищ едет туда в посылочку, и вот сменил. То есть, можно было бы габрой доставке, дать время, их обзорвать самостоятельно, и потом стоит другой заказ. С точки зрения пользователей это удобно, потому что пользователи не звонят ни одну полицию. Это доступ 24 на 7, да? Можно найти сообщение и посмотреть, что там. То есть, сидение «СДЭК» — это очень удобно, потому что это сокращенная инвестиционная недвижимость финансов уже в полцентр. Не надо звание человека, который сейчас кто в метро, кто занят, кто не может варить, кто еще что-то. Да, человек просто получил вот сообщение, пришел в чат-бот, сказал, да, вот этот доставка такой. Подпредел за одно время. Либо сказал, я заберу самостоятельно, выберу ближайшее время, не просто так. Да, соответственно, вот здесь результат, что половина обращений обрабатывается через чат-бот, снижение нагрузки на пациента примерно в два раза. То есть, можно просто тупо сократить свои транзакционные издержки и дать пользу этот сервис, который, например, не выполняется. Еще кейс — это «Авиасейлс». Понятно, что он сейчас немножко не вжимательный, но тем не менее, да, это чат-бот «Авиасейлс», где есть на текущий момент заправить статус подписчиков. Вторая вещь, что позволяет чат-бот? Вы выбираете, допустим, какие-то даты, куда брать даты, время управления 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 поведения, а потом говорите, ребята, я хочу получать теперь предложение на поскольку. Знаете, этот чат-бот найдет интересующий у вас билет, по-моему, шефов сообщений, которые вы тоже выбираете, по-моему, правду. Полезный сервис. И, ну да, и проявить, конечно, с вами уже не кончится. Мы с вами все годы наконец-то уже выйдем. И оттопнем там, где хотим, и я наконец-то смогу прийти к вам в офлайн, а не презентоваться с вами. Еще один интересный кейс — это компания «Espirin». Компания, это, я не знаю, до кончения. Мы сделали стикерпак, мы сделали чат-бот. Да, в шефове есть, что когда больше скачет стикерпак, он сможет подписаться на чат-бот. Это кейс нероссийский, кейс пилипинский. Поэтому, в принципе, не таким большим, как можно назвать, как в России. Мы предъявили кредит. Это компания «Espirin». Кейс пилипака. Уже на замочении взаимодействия с чат-ботом. И чат-бот позволял вообще осуществлять заказ. То есть, если ходить в чат-бот, там поднимается меню. Можешь выбрать кончик кофе. Но тут же вести адрес. Тут же поднимается платежная система. И тут же все дело платить. Поэтому, по сути, чат-бот — это приложение бренда на 2 форме вайверх. И это очень хорошо работающая история. И сейчас, потому что мы видим, это очень большой-большой чат-бот. Потому что, с точки зрения пользователя, в среднем, агентюзер используется от вас не до 10 приложений более-менее регулярно. Все остальные используются от случая до случая. Вот еще один кейс. Это кейс у нового ютубрена. С жизни не могу сказать, что такого. Потому что мы по идее. Но что мы сделали? Мы делали с чат-бот. Мы сделали чат-бот. И в случае 20 миллионов скачивания с чат-ботом. Мы сделали чат-ботом. То есть 20 миллионов человек поделился. Получили огромный оплат. И вот мы получили подписчиков в чат-бот. А дальше что мы видим чат-бот? Чат-бот умеет работать пользователями персонально. Это будет создать инвестиционную коммуникацию. И работать с пользователем пушами. А как я вам говорил, мой пуш, он играет любого пуша, смешан 90%. И сетях даже на рекламном пушахтуде видим больше 20%. И открывается выбор, чем микрофонимал. Ну то есть вот ближе к телеканалу, чем вайбер, чем чат-бот и вайбер, в принципе не существует. Это создать медицинский фактор. Поэтому, пожалуйста, приходите. Используйте. Ну и дай Бог вам всем здоровья, вам и вашим близким. Спасибо большое, Сергей. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Предлагаю попрощаться. Спасибо большое, было очень интересно. А я это переслышу. Может быть это не важно. Спасибо большое в любом случае. Спасибо вам. Я предлагаю переходить к следующему. нашему спикеру. И... Хорошо. Да. Важным направлением коммуникации является роботизация с помощью голосовых технологий. И вот этот спор, что лучше, кто эффективнее человек или полностью, ну или робот, который имеет все четко просчитывать, имеет много разных сценариев, он довольно актуален. И хотелось бы сейчас. И хотелось бы не просто, ну, повторять несколько этих слов роботизация, а посмотреть конкретные цифры и кейсы. И именно для этого мы приглашаем специалиста как раз Михаила Абертенюка, верно? Да, из компании, организатора непосредственно этой конференции. И вот расскажите нам, будьте любезны, какие коммуникационные задачи помогают решать голосовые технологии. Именно коммуникационные. То есть, как это помогает общаться с клиентами? Благодарю. Сейчас мы решим техническую паузу. Давайте я ее заполню небольшой историей. Мы только что обсуждали с предыдущими спикерами, в том числе с Рамилем, почему робот должен представляться или почему он не должен представляться. И здесь, в первую очередь, мне кажется, нету некого универсального решения. Нельзя однозначно сказать, что робот должен всегда сказать, что он робот. И, собственно, затянули. А, привет. Причем, говорите, как вы должны эти роботи между собой? Так, так, так. Так. Вот. Соответственно, действительно нету и по нашему опыту, и по кейсам, которые мы когда-либо реализовывали. Объективно можно лишь сказать, что каждый бизнес по-своему использует этот инструмент. Кто-то предпочитает записать своего потрясающего сотрудника с супер продающим голосом, который делает каждого звонящего клиента супер лояльным, просто потому что тот тембр, те фразы, которые выбирает этот человек, они олицетворяют собой какую-то визуальную составляющую, вот эту аудиальную составляющую каждой компании. Кто-то, наоборот, хочет сделать робота, который будет говорить, да я робот. Мне кажется, что Олег не угадал. Я могу сказать, что это неправда. Я могу помочь сейчас коллегам. Вчера нам девушки написали и сказали, что давайте вы скопируете на флешку, и я ведь сделал это. И вы сделали это. Класс. Да, небольшая у нас заменка, тем более это презентация ранее все видели, да? Ага, точно не моя. Ага, да, вот это мое, да. Похоже на правду. Воск технологии 4, там даже моя фамилия. Вот, поэтому, с точки зрения исследований, я могу сказать, что когда кей, когда робот представляется роботом из плюсов, почему это хорошо использовать, потому что человек, уже как мы проводили и несколько компаний на рынке крупных исследовательских проводили, более 70% в регионах, не считая крупные города-миллионники, не узнают, что это робот. В принципе, звонит робот, он может даже вскользь сказать, что я робот, они просто не опознают этого. Старшее поколение не опознает робота. В Москве и в Питере, там, в Новосибирске, например, порядка 40% не могут опознать робота. Но те люди, которые уже видели роботов, уже понимают, что есть такая технология, начинают воспринимать это как отдельный интерфейс, как ваше приложение. Когда в какой-то момент у нас появились телефоны с ассоциационными экранами, вы начали понимать, что нажимать пальцем на экран, в общем-то, нормально. И почему бы не начать это делать, это же удобно. То же самое и с роботом. Ты звонишь, и ты понимаешь, что ты голосом управляешь тем сервисом, к которому ты обращаешься. Ура! Спасибо большое. Самая презентация. Голосовые технологии. Тема нашего сегодняшнего разговора. Я бы хотел рассказать, как автоматизация и роботизация помогают справляться с рутиной. Немножко поговорить о кейсах, ну и, конечно же, об экономике. Мне нужен мой кликер. Я его не взял. Благодарю. Ну, начну я с такой незамысловатой фразы. Рутина – это дорого. Каждый день каждый из нас делает что-то, что повторяется изо дня в день. Вы можете готовиться к очередной презентации, к планерке, поставить очередную задачу коллегам, проверить статус, сделать 35 звонков о том, что вам нужно просто кому-то что-то сообщить. Но только вдумайтесь, только в Москве каждый месяц компании тратят 343 миллиарда рублей на обеспечение рутинной деятельности. По последним исследованиям, более 40% всей работы – это рутина. Рутина никого не щадит. Это может быть и генеральный директор, это может быть и сотрудник колл-центра. При том, что сотрудников колл-центра, вы сами понимаете, рутины гораздо больше. В первую очередь, рутина стимулирует профессиональное выгорание. Люди начинают уходить, задумываться о том, что им не нравится это делать, теряются и, как следствие, начинают ошибаться. Начинают делать только то, что необходимо и достаточно, чтобы их не пожурили, не сделали выговор. И, тем не менее, те же самые сотрудники колл-центра все равно стараются придерживаться скрипта, стараются говорить так, как им написали, стараются отрабатывать те вопросы, к которым их готовили. Но есть и обратная сторона медали. Когда человек уже устал от однообразия, ему сложно становится быть гибким. Такой кейс был буквально на прошлой неделе. Делал я заказ в интернет-магазине. Заказал там какие-то подушки, одеяло, матрас. Переезжаем в гости. Вот. И звонит мне девочка. Видимо, она супер загружена была. Она очень быстро звонила. Говорила, страшно, что тебе заказали. У меня две подушки, одеяло, еще что-то. Да. Я говорю, ну, вроде да. Самое забавное, что она не проговорила матрас, и он ко мне не приехал. Это, в общем, была основная покупка, которую хотел сделать. Вряд ли я позвоню еще раз этот магазин. Кстати, большой бренд. Я не буду их называть, а то рекламу все дела нам не оплачивали. Но давайте представим. У нас тут в основном маркетинг. Я видел руки. 12 тысяч лидов у вас. Хорошая база, какие-то уже отекшие клиенты, которых вам надо реактивировать. Какие-то клиенты, которые у вас не досконвертились. И их можно еще как-то дожать. Так вот. Сколько времени нужно, чтобы обзвонить эту базу? Ну, давайте предположим, пойдем от сотрудников колл-центра. Сколько лидов может сотрудник колл-центра в день обзвонить? Кто-то может мне сказать? Это очень много. 100. По факту 100. Это действительно цифра на пересечении качества и количества. Если мы дадим больше, получим девочку из интернет-магазина. Если мы дадим меньше, ну... Меньше-то зачем? В общем, было бы неплохо и 100. Так вот. Давайте для математики предположим, что у вас есть 60 классных бойцов, которые сидят в пол-центре, они уже не первый день, они быстро учатся. Потрясающие ребята, в общем-то, неплохо продают. А сколько стоит человек в колл-центре в месяц? Вот я видел здесь коллеги, которые имеют свои колл-центры. Сколько? Это полностью все содержание вместе с фотом, с... А, это просто фото с ЕСН на небес. С ЕСНом. Мы буквально, может быть, до коронавирусной эпохи встречались с одними коллегами, у которых в региональном городе, колл-центр. Они одни из лучших в своем рынке, и они говорили, что у них супер низкая цена на сотрудника 60 тысяч рублей. Это вот со всеми амортизационными вычислениями и так далее, и так далее, и так далее. Но без трафика телефонов, потому что он там сильно очень разнится в зависимости от направления. Так вот, 60 человек отработают этот кейс за два рабочих дней. Казалось бы, классно. Но если у вас всего один такой человек, уже 120 рабочих дней. А, это полгода. За эти полгода вы, скорее всего, поменяете этого человека раза два. Может быть, три. Ну, потому что полгода заниматься одними и теми же звонками на 12-тысячной базе, ну, это невозможно абсолютно для человека. Он либо выгорит, либо расстроится, либо запьет. Ну, там у всех по-разному бывает. Так вот, сколько же это стоит в итоге? 360 тысяч рублей обойдется нам в этот проект. Не самые большие деньги, но давайте мы их запомним, они потом вам пригодятся. Перейдем к кейсам. Пока что. Сбор обратной связи, то, о чем мы говорили раньше. У вас есть 12 тысяч человек, которые что-то сделали в вашем сервисе. Но они как-то воспользовались вашими услугами, были на вашем вебинаре, заказали у вас пиццу. Допустим, их там 12 тысяч. То же, чтобы посчитать. Из интересного факта робот может обзвонить эту базу за час. И, когда мы сравнивали показатели конверсии, наши клиенты отправляют email-рассылки с подобными вещами. Например, опросить, как прошел вебинар. Порядка 16% у них конверсия в заполненную анкету. На самом деле, очень классный показатель, потому что у нас, если я правильно помню, email-рассылки даже 10% не превышают. Но робот дал конверсию 48%, что значительно выше. Соответственно, 48% в уже заполненную анкету. Как говорил раньше Рамиль, люди были готовы к этому, и они хотели это сделать. Ну, а про продажи. Тут уже не раз звучала такая фраза, я зачастую ее слышу, робот не способен продавать. Действительно, я полностью поддерживаю робот, никогда не сможет никому ничего продать. Ну, по факту. Никто не купит у Железного Голоса какую-нибудь новую кредитную карту или, не дай бог, машинную квартиру, как я тоже периодически слышу. Но, допустим, у вас есть уже свои клиенты, уже сложившаяся база. Давайте на примере доставки воды. Вот вы доставщик воды. Я рассказывал сейчас перерыве дикторам и коллегам кейс. Есть у нас такой клиент, который занимается аналитикой того, сколько люди заказали воды и начинает прогнозировать. Когда сделать им следующий заказ. Делать это для того, чтобы максимально уменьшить простой между тем, когда вода у человека закончилась, и заказом новой партии. То есть этот промежуток в логистике устранить, тем самым увеличить оборачиваемость и увеличить себе прибыль. Когда мы начали сотрудничать, у компании уволилось четверо из семерых сотрудников полцентра, которые день от дня обрабатывали эту базу. Подбор они тогда оценивали примерно на месяца два. Это подбор, адаптация, обучение и т.д. Робот лично включился, начал также обзванивать эту базу, также предлагать всю ту же воду, также спокойно прощаться, если человек не готов, и также переводить на коммерческий отдел, когда человек соглашался. Другой кейс. Пиццерия. Есть у нас один клиент, который в момент нашего общения пожаловался, что морсы не продаются. Вот никак. Пиццу покупают, морсы не хотят. Надо выключать их у морсы и заканчивать с этим. Что же предложили мы? В первую очередь мы сказали, давайте мы автоматизируем в целом звонковую составляющую. Давайте робот будет звонить и говорить, сколько биц предложены и т.д. И это начало работать. Мы начали в каждом заказе предлагать купить морсы. Что самое примечательное, люди мало того, что не заметили разницы, клиенты, конечно, имеют в виду, так еще и продажи морса выросли на 600%. И они начали добывать новые, потому что это действительно продающийся товар, его просто нужно было предлагать. Обслуживание. Тут расхожий кейс, мы часто уже о нем пишем. Это наша практически корпоративная гордость. Это лаборатория Гевотест, которая в коронавирусную эпоху начала проводить выездные анализы на ковид. Коллеги открыли прием заявок на сайте и начали получать их семь сотен в день. У них была возможность выделить только четырех человек на то, чтобы начать подтверждать эти заказы. Как мы уже видели раньше, сто на человека этими укладываются. Собственно, начались пробелы в расписании, появилось расписание, которое уже не было подтверждено. Медицинские бригады начали уезжать и там их никто не ждал. Люди уже забыли, люди уже заказали в другом месте. Медицинские персоналы – это машина, водитель, два медика – просто начали простаивать. Компания начала терять деньги. Нужно было либо увеличить холл-центр, либо что-то придумывать. Тут включился ростбокс и начал подтверждать все заказы за 15 минут каждое утро на день. Чем снизил до нуля простое медицинского персонала и сэкономил 80% на расширение. Так вот, роботы. Их уже так много, все постоянно о них рассказывают. И чат-боты, и роботы-пылесосы, и машины умные. Они среди нас, но сложно ли это сделать? Небольшое… Попаду, не попаду. О, попал. Много раз попал. Та-та-дам. Что-то происходит, что-то не так, Олег. Вручай мне. О, потрясающе, все, я справился. Роботизация – это очень сложно. Нужны годы на разработку, нужен потрясающий опыт. Как в самой роботизации, так и в нашем случае в телефоне. Это много-много денег. Не смогу, к сожалению, озвучить точную цифру нашего проекта. Но все это мы сделали и обернули в простую упаковку интерфейса конструктора. Которым может пользоваться сейчас и моя супруга-бухгалтер, и моя матушка HR. Люди совершенно далекие технологии. Сейчас мы видели сборку как раз-таки кейса гемотест. Среди нас есть представитель, который его как раз собирал. 25 минут занялась вся сборка. Видео чуть-чуть ускоренное, прям совсем немножко. Но первая и самая главная наша гордость продукта – это все-таки запуск за полчаса. Но сколько же это стоит? Я уже дизернул, уже не буду перекрывать. Минута работы робота, а именно эффективная минута работы робота стоит 2,5 рубля. Нету никаких цен на то, что я просто посидел, потратил время и ни до кого сегодня не дозвонился. Как бы это может быть у оператора. Так вот, переходя к нашему старому кейсу 12 тысяч лидов. Я просил запомнить цифру, сколько же стоит нам проект колл-центра. 360 тысяч рублей. Кто-то дайте приз девушке, она победила. И робот же сделает это за 30 тысяч. В 12 раз выгоднее, чем любой колл-центр. И он никогда не устанет и не придет к вам сказать, а можно мне побольше заплатить. Ну и в целом, запуск компании с 30 минут, как я уже говорил. Конечно же, робот всегда интегрирован с любой информационной системой. Естественно, результатом его работы является статистика и аналитика. Иначе зачем? Скорость обзвона, ну, цифра говорит сама за себя. 18 тысяч звонков в час – это немало. Ну и, как сказал правильно Рамиль, 26 лет уже в этом году будет компания на рынке. И кто мы бы были, если бы у нас не было поддержки 24 на 7. Я предлагаю вам всем отсканировать QR-код и написать по Александру, что же у вас в бизнесе можно автоматизировать. Как можно вам помочь автоматизировать ваши процессы и сделать ваш бизнес гораздо эффективнее? Имею вопрос, если вы не против. Ого! Да. Вопрос следующий. Это очень классно, что со стороны, ну, что с вашей стороны есть решение, и оно выглядит как очень высокотехнологично. Очень классно, и вы говорите, что его можно подключить за буквально полчаса. Здорово. Ну, интересно, обратная сторона. Вот сторона бизнеса. Что для бизнеса требуется? Сколько это стоит? Ну, как бы, ну, можно ли это оценить? Каких усилий требует внедрение со стороны, повторюсь, бизнеса? И, ну, сводится ли оно только к тому, что убирается кул-центр, и вместо него предпринимается ваше решение? Или, может быть, какие-то за этим следуют большие организационные вещи, перестройка структуры, методы работы? Спасибо за вопрос. В целом, если мы, давайте, разделим его на две части, это сколько это стоит и вообще, что нужно. Стоит это ровно столько, сколько я показал, это просто работа за минуту. У нас нет никаких инсталляционных платежей, абонентских платежей, мы просто даем вам по факту время этого сотрудника. Пускай он будет роботом просто в этой ситуации. С точки зрения готовности компании, я думаю, что в 85, наверное, процентах кейсов никогда ничего нигде не перестраивалось. Единственная перестройка, которую я последнюю видел, это интеграция с CRM, когда компания взяла и просто упростила задачу. Она перестала покупать лицензии для новых пользователей, подключила робота напрямую к своим CRM-кам, и все начало работать еще быстрее. Если я ответил на вопрос? Да, да, но это такая же, наверное, риторическая вещь. Мне так кажется, с твоей стороны, что после того, как перестраивается вот эта вот, ну, часть автоматизируется с общением обзонами, то автоматически за этим тянется перестройка других коммуникаций. То есть, соответственно, ну, поскольку вы сами сказали, что продажи, они не осуществляются такие, ну вот, продажи таким образом, то если колл-центр частично этим вопросом занимался, то продажи перекладываются на другие, ну, другие какие-то каналы коммуникаций. Да, да, да. Поэтому, возможно, там дальше поговорим уже с нашими другими коллегами. Здесь, разумеется, я дополню эту часть. Разумеется, что в первую очередь, почему я начал с рутины, почему я начал с того, как роботизация вообще помогает всему этому процессу. Люди могут делать новые, амбициозные для себя задачи, переложив рутину на робота. То есть, если мы, например, говорим про кейс с доставщиками воды, кстати, которые мы тогда зашли, у них осталось три человека, которые все-таки раньше это делали, что же нужно было им делать. Они переквалифицировались, перешли на новую для себя позицию с колл-центра в продаже, начали зарабатывать больше, делать работу интереснее, а ежедневная молотилка не для них уже стала. Вот сейчас задам вопрос, и мы его проговаривали перед тем, как выйти сюда. Да, мы готовились. Мы готовились, да, разыгрывать сценку. Но это вопрос, который меня бесконечно лично волнует. И я его обозначала. Кажется, что роботы не умеют учитывать эмоции. Вот мне периодически звонят. Мне звонят, ну вот, любой заход на сайт, связанный с недвижимостью, он влечет шквал звонков, причем не четко называют адреса. То есть, допустим, интересуют ли вас квартиры в юго-западном округе, а точнее. И вот, ну, прямо до самых деталей они не задают вопрос. Но умеют ли эти самые роботы, вернее, каким образом? Скажется, что роботы не умеют работать с эмоциями. Они никаким образом не реагируют на мой том, есть ли у вас какие-то идеи, как развивать это направление. Право ли я в том, что роботы пока не умеют работать с эмоциями? Если да, есть ли какие-то идеи, какие шаги будут предприняты в этом направлении? Да, мы когда обсуждали сейчас перерыв этот вопрос, я был несколько шокирован, поставлен в тупик. Но по факту сейчас есть несколько стримов как рыночных, так и наших собственных. В первую очередь робот умеет работать с эмоцией с точки зрения тех слов, которые говорит клиент. Следующим шагом и этапом развития, кто-то уже пытается сделать подход к этому снаряду, кто-то еще нет, это анализ самого темпера голоса. То есть, если человек начинает говорить громче, мы считаем, что он на эмоцию какую-то выходит. Если он говорит спокойно, ровно, значит он лояльным условно, если мы предполагаем это заранее и так далее. Есть много решений эмоциональных. Я вот в перерыве как раз таки рассказывал. Есть, например, в Америке решение как behavior matching. В одном из банков, огромный банк с огромными оборотами, такое решение присутствует, когда звонит человек, понимает профайл его мышления, грубо говоря, его поведенческий и подбирают ему оператора или выбирают модель для работы робота именно такую, которая бы максимально соответствовала этому человеку. Они вырастили конверсию на, казалось бы, для нас небольших 0,3%, но с их оборотами это миллиарды, если их переводить особенно на рубли. Вот, с точки зрения самого voicebox мы развиваем эту историю, в том числе это в первую очередь, это все-таки ключевые слова, первая часть. Вторая часть – это анализ уже эмоционально составляющий, с точки зрения, как я уже сказал, тембра голоса. Ну, а дальше будет видно. Посмотрим, к чему мы придем. Спасибо, это очень интересно. Мне кажется, что в какой-то момент мы должны звонить, ну, то есть, звонить и петь, допустим, условно говоря, взрослым женщинам песни, Стас Михайлов со своими песнями. Ну, это такая была реклама, в принципе… Да, есть одна компания, которая каждый месяц закрывается, они тоже пытались это делать. Ну, что… Может быть, у кого-то еще? Да. С моей стороны, публичные вопросы закончены, есть только уже такие персональные. С вашей? Что-то интересует? К нашему спикеру? Хорошо. Класс. Поблагодарим. Спасибо большое. И мы переходим к третьему, так сказать, представителю нашей секции. Это огромная компания. Называется эта компания, ну, то есть, мимо нее никто не пройдет, и все ее знают. Называется она Beeline. Компания продает огромным количеством данных о нас. И хотелось бы узнать, как эти данные помогают бизнесу более точно продавать свои услуги. Вот. Соответственно, представляю вам Максима Белова, руководителя направления в Beeline. Здравствуйте. Всем привет. Меня зовут Белов Максим. Я занимаюсь развитием рекламных продуктов в Beeline, направленных на других клиентов. Так, да. И сегодня, ну, я вам расскажу про то, как можно извлечь выгоду из больших данных, про то, как автоматизировать все это дело. И поговорим коротко, да, там, про наши продукты, с которыми можно работать. Смотрите, вообще, откуда, да, там, у Beeline, как у телеком-оператора, данные по своим оппонентам. То есть, в первую очередь, это, у нас есть порядка, там, 54 миллионов активных оппонентов мобильной связи. Порядка, там, 2 миллионов активных пользователей приставок IPTV. То есть, это те, ну, кто смотрит телевидение. Также есть полтора миллиона пользователей домашнего интернета, там, мобильного приложения. Также Wi-Fi-точки есть, да, там, в, скажем так, в различных ресторанах, кафе, торговых центрах. И вот все вместе дается нахват нам порядка 6 миллионов пользователей. Соответственно, вот, по всем ним, или, там, по большей части, мы знаем, там, определенное поведение людей, да. То есть, что это может быть? Это, там, начиная от того, какие, это могут быть, там, соцтем-характеристики. Причем, учитывается не, там, полвозраст, да, который вы указали, когда сим-карту оформляете, а учитывается ваше реальное поведение, да. Потому что сим-карта может быть оформлена, там, на другое лицо. Группа общения, да, это что такое, это с кем пользователь общается, может быть, там, в какие компании звонит. Соответственно, это тоже можно все использовать в главных целях. По владению, владение имуществом, там, автомобиль, движимость, ну, и в том числе, как бы, это учитывается фактическое потребление. Тоже про это сейчас немножко коротко расскажу. Вот, интересы имеются в виду, в том числе, там, как пользователь ведет себя в интернете, какие сайты он посещает, что смотрит, в том числе, там, как мобильные приложениями пользуются. По ТВ-смотрению тоже коснемся. И по финансовому поведению. Ну, это имеется в виду доходы, расходы пользователей в каких категориях, как часто он тратит деньги. Соответственно, в целом, мы можем также настраивать триггерный маркетинг, то есть автоматизировать за счет того, что, если стоит задача привлекать новых клиентов, да, мы можем задать какие-то определенные факторы поведения. Ну, условно говоря, нам нужны те, кто, там, готовится оформлять кредит, брать ипотеку. Соответственно, мы смотрим, что человек, там, начинает посещать сайты касательно недвижимости, начинает интересоваться банковскими продуктами, возможно, звонить застройщикам. И, как только он, там, начинает это делать, мы понимаем, что начинается явный интерес, да, мы, соответственно, уже с ним коммуницируем дальше. Как коммуницируем, сейчас это расскажу. Это что касается новых клиентов, что касается текущих клиентов, также, если у вас, по-моему, есть CRM-база, да, вы можете, к примеру, поставить там наш пиксель, не знаю, к себе в мобильное приложение или на сайт, и в определенный момент, когда пользователь сделал целевые действия, соответственно, мы с ним прокоммуницируем. Начну я с продукта Мой Билайн. Мой Билайн – это мобильное приложение, в принципе, большинство оппонентов Билайна и пользуются. В нем можно также показывать, например, пуши, в том числе с картинкой, можно показывать там различные баннеры и интересный формат сториз. Я думаю, как выглядит сториз, в принципе, большая часть из вас знает. Также можно какие-то истории рассказывать. Соответственно, это можно показывать не в всей базе, да, это можно показывать только тем пользователям, которые совершили какое-то целевое действие. Ну и интернет, интернет-реклама. Соответственно, мы можем сформировать определенные сегменты, определенные триггеры и запустить рекламу на всем основном рекламном инвентаре. То есть это Google, Яндекс, MyTarget, Facebook с Инстаграмом. Также есть своя DSP-платформа, через которую можно размещаться. Немножко поговорим по кейсам. Первый кейс у нас был с крупным производителем электроники, вы все его знаете. Там задача была продвигать премиальную линейку ноутбуков для геймеров. То есть что мы сделали? Причем задача была не просто показать какую-то медийную рекламу, осуществить конверсию на сайте, а нужно было сделать замер на реальные покупки, в том числе в офлайн. Соответственно, мы сформировали определенные сегменты. В нижнем левом углу они представлены. Это те, кто покупают игры, пользуются различными сервисами. Это те, кто посещают игровые турниры, в целом интересуются покупкой ноутбуков. И, соответственно, показали им рекламу, разделили на тестовую, на контрольную группу. И по тем людям, которые видели рекламу или не видели рекламу, потом замерили фактически продажи. То есть вообще как рекламная кампания повлияла на покупки. Соответственно, период кампании был один месяц, и мы еще взяли такой лаг в две недели, как по итогу кампании посмотреть, а пользователи ввели. Соответственно, по итогу мы получили цифры на экране. Такая вот красивая цифра в 10 раз. Здесь имеется в виду, что те пользователи, которые видели рекламу, в 10 раз чаще покупали вот эти ноутбуки, которые мы продвигали для геймеров, чем те, которые рекламу не видели. Следующий кейс у нас банк. Кейс был с кредитной картой. Причем банку важно не просто выложить следы на кредитную карту, снижать стоимость заявки. Важно, чтобы человек не просто оставил заявку на кредитную карту, он как бы еще и одобрился. То есть нужно так называемый «скоринг» выровнять. Соответственно, мы тоже нашли определенную аудиторию. Вот в нижнем левом углу представлены те сегменты, которые лучше всего отработали. Это когда у пользователей расходы регулярно превышают доходы. Ну, что в принципе логично. Как бы ты тратишь больше, чем зарабатываешь, наверное, тебе там нужна кредитная карта. Те, кто уже там имеют несколько кредитных карт, в том числе для рефинансирования это может быть полезно. Ну и те, у кого какие-то там события в жизни. То есть ремонт, рождение ребенка и так далее. Соответственно, по данной аудитории мы запустили смс в пуш-компанию. Соответственно, после того, как пользователь оставлял заявку, с ним связывались и результаты по сравнению с другими источниками, по которым с нами поделился клиент, вот превышали, скажем так, ожидания. На 13% снизили стоимость за заявку. Здесь стоимость за заявку, с которой мы сравнивали, имеется в виду стоимость за заявку с общего трафика по контекстной рекламе. Не с брендово, а именно с общего. И план по заявкам тоже перевыкнул на 22%. Суть в том, что у нас есть там разные рекламные каналы. Я сейчас немножко рассказал про интернет-рекламу. Есть и более классические. Это можно смски отправить. Как уже сказали, можно отправить пуш. Пуши бывают через приложение Мой Билайн с картинкой. Допустим, бывают пуши и вообще для всех. То есть, если вы просто бонет Билайн, и у вас даже нет никакого приложения, пуши все равно может быть отправлен, потому что он как бы идет на уровне симки. Так называемый DSTK-пуш. Соответственно, все это можно совещать. То есть, триггерная механика может из себя что представлять? Сформировали какой-то сегмент, который основан на какой-то событиях. Условно говоря, там, не знаю, пользователь там за последние семьи звонил на определенные номера телефонов, допустим, конкуренту. Показали рекламу, он проявил какой-то интересный пример на сайте, но, допустим, не сделал целевое действие. И мы его там еще догнали в этот момент пушом или смсом. То есть, все это можно использовать как бы в единой экосистеме. Дальше, потому что часть может быть неинтересная. Порядка двух миллионов приставок есть в Билайна. Через эти приставки пользователи смотрят домашнее телевидение. И там 900 тысяч есть абонентов, так называемого, в домашней соте. То есть, что это имеется в виду? Домашняя сорт – это когда есть приставка, пользователь ее смотрит регулярно, и также мы видим, что у этого абонента еще есть там активная сим-карта, и все они находятся как бы, ну, рядом. Соответственно, если абонент смотрит телевидение, мы там с точностью до секунды видим, что он смотрит, какой канал, в какой период времени. Это можно использовать в двух, ну, в двух вариантах. То есть, первый вариант – это, если, к примеру, обращается клиент и говорит, найдите нам аудиторию, которая там, не знаю, там с двумя детьми зарабатывает, зарабатывает, там, девушка там в таком-то возрасте зарабатывает, там, вот, там, не знаю, условно 150 тысяч рублей в месяц. В какое время вот она смотрит, ну, если вообще смотрит телевидение. Вот, так как мы в то же время знаем, там, да, по своим абонентам, да, информацию, и можем объединить ее с этого осмотрения, мы можем, как бы, показать наглядно, в какое время, какие каналы, соответственно, клиент может там понять, в какое время лучше размещать рекламу. Есть второй вариант такой работы – это когда уже запускали ранее рекламную кампанию, и по итогу нужно проанализировать, как ТВ реклама отработала, там, с точки зрения, там, в том числе, перфоманс-показателей. То есть, можно, например, посмотреть, что обращались ли пользователи в кампанию, звонили ли они по сток, видели рекламу, заходили ли на сайт, там, получали ли приложение, мобильные и так далее, то есть, ну, взаимодействовали они вообще с вашей компанией или нет. Вот, на следующем слайде, под обниканальностью, да, что имеется в виду, то, что мы можем все вот эти рекламные кампании пересекать, там, в том числе, там, и смс, и пушистовая с интернет-рекламой, пересекать можем сегменты, да, то есть использовать, там, агрегированно, безлично, там, фактически покупки людей, там, какие-то другие данные на них, там, в том числе, звонки и интересы, и можем, так называемые триггерные коммуникации настраивать. То есть, это даже может быть, условно, пост-толк, вы посмотрели ТВ рекламу, получили, там, не знаю, смс-ку, если вы ее посмотрели. И в завершении я хотел рассказать про наш бесплатный сервис анализ аудитории. Мы, на самом деле, не так давно его там выпустили, сделали бесплатным. Сейчас, там, любой, как бы, клиент любого оператора может зайти на сайт и загрузить базу номеров телефонов своих клиентов, получить отчет по 16 параметрам. Ну, что для этого нужно? Просто, там, авторизуйтесь, загружайте, там, например, Excel-ку. Главное, чтобы там было минимум 30 номеров абонентов Билами. Вот. Ну, также могут быть номера и других операторов, просто мы по ним, как бы, анализ не будем проводить. И по итогу, соответственно, вы получаете отчет. В этом отчете содержатся данные, там, и по интересам, и по, там, интернет-пользованию, по владению. Это может быть интересно, например, бизнесу, чтобы понять, ну, вот возьмем даже, там, какой-то малый бизнес, допустим, у них нет, там, ну, задачи, там, во всех мессенджерах, да, там, запускать рекламную коммуникацию сразу. Тут они могут понять, что, не знаю, там, 90%, ну, например, сидят в аудитории Viber, и вы это видите, ну, на основе отчета, то, ну, как бы, точно стоит начать рассылку именно с данного мессенджера. То же самое касательно социальных сетей, да, там, ну, какие-то другие инсайты по аудитории получить вообще. Лучше понять ваших клиентов, поэтому, как бы, сервис абсолютно бесплатный, можно пользоваться. Вот, то есть, в целом, спасибо большое, надеюсь, было интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ Слышно? Слышно. Можно, пожалуйста, на предыдущий слайд вернуться, и у меня прям вопрос, если не сложно. Надеюсь, не по этому юридическому диагносту снизу. АПЛОДИСМЕНТЫ И так, кстати, у меня был второй вопрос. То есть, у нас первый вопрос следующий. Правильно я понимаю, что вы, ну, то есть, например, я вам даю, как бы, практической плоскости, я вам даю, там, 300 номеров, билайна, а вы мне рассказываете про этих людей все, что вы знаете. Правильно я понимаю? Ну, важный момент, как бы, там, безлично, да, то есть, там, не говорят, что, там, Вася Иванов, там, он зарабатывает, там, столько-то, и у него там есть такая-то машина, но в процентах вы эту информацию получите, да. А коммуникация, соответственно, она остается на мне, или вы также предлагаете каналы коммуникации? То есть, вот после того, как мы, ну, сегментировали эту аудиторию, дальше я могу через вас сделать только рассылки или что-то иное? Ну, на самом деле, тут вы можете сами, например, запустить рекламу, используя, там, интересы людей и какие-то другие критерии. Можете через нас. Здесь уже, как бы, мы вас не ограничиваем. Я поняла. Вопрос в том, какие, там просто было про многоканальности чуть раньше. Какие каналы мы можем использовать, кроме непосредственно, ну, тех, которые связаны с оператором, просто традиционным? Да, ну, по каналам, смотрите, это, то есть, интернет-реклама, на всём, в основном, там, реклама-минвентария рынка. Это пуши, смс, это, так называемый, voice target, то есть, голосовой обзвон. Ну, и какие-то инсайты можно посмотреть и поддавая смотрению. То есть, в принципе, в любых каналах через нас, да, можно запустить рекламу. Если у кого-то есть вопросы, можете мне смело ОМО назначить. Приветствую, у меня жена работа Жирякова Артёмкова. Мы с тобой коммуницировали по некоторым рекламной кампании. И вопрос, есть ли вы можете делать такой срез по номерам телефона? Можете ли вы такой делать срез просто по адресу сайта? То есть, имеется в виду, что нам там дают, не знаю, три каких-то сайта, и нужно проанализировать людей, которые туда заходят? На данный момент нет, но сервис у нас постоянно развивается, мы планируем каждый месяц какие-то добавлять новые фичи, поэтому, как бы, вполне возможно, что это будет со временем. Просто номера телефона. Было бы интересно, да? Вы же знаете, какие заходятся абоненты через ваш контур на каждый сайт? Соответственно, если вы с ними можете привести рекламные кампании, собрав на них информацию, чтобы они зашлись по вашему контуру, соответственно, я так понимаю, профиль по ним также собирается. То есть, это у вас планируется появиться? Ну, как бы, технически это уже сейчас можно, да, в принципе, спасибо, на самом деле, за идею. Я думаю, тогда было бы интересно не только, да? Конечно. Спасибо. А со стороны пользователей, конечно же, тут я встаю в другую сторону. Очень интересно, как это юридически регулируется, потому что, опять же, каждый из нас, наверное, находился в той ситуации, когда звонят какие-то люди, называют заявление по имени и отчеству, и что-то активно тебе навязывают, а ты только что это слово говорил по, там, секунду назад без телефона. Я так понимаю, что это за рамками нашей дискуссии. Не, ну, это просто все, как бы, безлично и, скажем так, в долях. Вот, поэтому, на самом деле, там какие персональные данные не обрабатываются. Вот. Хорошо. Знаете, какой вопрос еще? Это уже не конкретно, то есть не по продукту, который мы обсуждали, не про ваши возможности, а такой, ну, чуть более широкий, который, в принципе, в плане рекламы очень интересен. Ну, вот, опять же, мне. Мы говорим, что интернет, ну, по крайней мере, интернет, каналы коммуникации, они очень четко персонализируются, таргетируются до самого-самого, ну, вот, практически отдельного уника, ну, отдельного, по сути, человека. И только юридическая часть нас ограничивает в том, чтобы не приходить и говорить, там, здравствуйте, ну, чтобы мне в телефон не приходило, там, здравствуйте, Анна, ну, там, а сейчас давайте. Это, ну, в интернете очень персонализированы все каналы. Что касается телевидения, оно как бы остается, ну, вот, кажется, что остается в прошлом веке. Ну, в том смысле, что, возможно, ну, таргетинг возможен только непосредственно по каналу и по времени выхода в эфир. Расскажите, пожалуйста, если, ну, вы рассказывали, что есть мостики, которые вы перекидываете от телевидения в смс, в интернет, то есть, допустим, человек посмотрел рекламу по телевидению, вы это знаете, показываете ему что-то, ну, вот. В интернете, да, 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 да. Верно. Вопрос следующий. Есть ли какие-то обратные пути от вот этого всей digital, очень прогрессивные вещи в телевизор? То есть, есть ли что-то прогрессивное в этом смысле? Или можно позабыть? Ну, тут, на самом деле, первое, что приходит на ум, это изначально, да, собирать какие-то там аудитории, и сначала настраивать, ну, ту же аудиторию рекламы в интернете, да, потом, скажем так, зная, что эта аудитория смотрит какие-то определенные каналы в определенное время, есть вероятность, что мы там ее догоним рекламой, если правильно, ну, поставим в сетку рекламу. То есть, здесь, скажем так, есть вероятность, что попадем, вот, но, как бы, стопроцентные гарантии там, что показали рекламу этого пользователя в интернете и там сразу же на ТВ, такого нет. То есть, здесь нужно правильно спланировать, скорее, компанию. Всплывающие окошки? Всплывающие окошки? Да. Включаясь? Включаясь? Понятно. Ну, тут, на самом деле, мы немножко, да, говорим про то, что вот в ТВ, да, там, есть возможность именно понять с точностью секунды, да, там, что он смотрит. То есть, здесь нюанс в том, что, как бы, планирование вообще, ну, ТВ-компания, оно такое, скажем так, там, производится обычно заранее, да, там, и, ну, есть, как бы, свои нюансы. Поддержка вот этого вашего вопроса. У вас был также слайд про 900 домохозяйств. Если я все правильно помню, соответственно, вы понимаете, что вот в этом моем домохозяйстве стоит приставка, я на ней кое-что посмотрела сейчас, прямо вот сейчас. И, соответственно, вы знаете, что я смотрела, допустим, в интернете. По идее, кстати, ну, это такое, ну, совсем профанское рассуждение, но, по идее, конечно же, в формате этого самого Smart TV вы можете меня показывать на телеке для рекламы. По-моему, так и происходит. Ну, посмотрите... Или нет, вы просто скажите откровенно. Нет, я так скажу. Если я неправильно понимаю. Здесь основной вопрос в охвате, да, то есть, там, в теории, как бы, сделать можно. Другой вопрос, что, как правило, клиентам нужны уже, там, какие-то, там, точечные таргетинги, да, и, ну, если это какой-то FMCG-бренд, да, и они там говорят, ну, просто нужны, там, мамы с детьми до трех лет, и покажите им рекламу в интернете и догоните их в ТВ, да, как бы это проще сделать. Если это какой-то прям узкий сегмент, а вот ранее, там, на слайдах тоже были, да, примеры таких узких сегментов, когда, там, не знаю, какие-то геймеры, какие-то определенные, там, сервисы оплачивают и так далее, тут уже вопрос смотрит ли они ТВ. То есть, если вот эти два момента охват, да, там, и таргетинг совпадают, то, в принципе, почему нет? Угу, спасибо вам. Угу, спасибо вам. Угу, какой-то замечательный дурц, это, там, как сголовный передает. Конечно. Конечно. Ну, вот это, как раз, задача, которой предстоит решить, как, вот, эту персональную коммуникацию ограничить так, чтобы она не нарушала пользовательские, ну, вот, права человека базовые. Пока, получается, может, нет никак. Ну, российский. Спасибо большое. Если, ну, спасибо огромное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы переходим к четвертому нашему спикеру. Артем. Это Артем, руководитель Clever Bots. Я прошу прощения, можно фамилию? Это Раров. Да, Артем Раров. Так вот, смотрите, мы сейчас поговорили про больших монстров, про автоматизацию с помощью колл-центра, про то, как используют данные Beeline. И сейчас к нам пришла компания, которая делает чат-боты. И будет нам рассказывать, как я надеюсь, про искусственный интеллект. То есть мы, ну, по крайней мере, я эту презентацию буду слышать с тем, что там, внутри вот этого самого чат-бота заложен какой-то, какой-то настоящий интеллект искусственный, и мы как будто бы в это верим. И исходя из этого, вот, интересно узнать, что он умеет делать. Буквально одну минуту. Ага. Между прочим, наша флешка, несмотря на всю высокую технологичность, пока, ну, реально сторгается в высоких технологиях. Да, коллеги, всем еще раз добрый день. В заключении секции расскажем такой немного забавный кейс, он про геймификацию и как мы использовали чат-ботов для того, чтобы подобный интерфейс организовать. Для начала пару слов о нашей компании. Мы не такие крупные, как наши коллеги по секции, но, тем не менее, уже более трех лет на рынке. Наша любимая тема – это чат-боты. Мы ими занимаемся достаточно давно, и наши основные клиенты – это производители товаров массового потребления. Там, как правило, автоматизация коммуникации требуется больше всего. Почему геймификация, в принципе, интересна в разрезе маркетинга? Потому что, как говорил наш коллега Сергей в первом выступлении, информационный шум, рекламный шум очень сильно нарастает от года к году. И сейчас уже до пользователей достучаться обычными методами маркетинга довольно сложно становится. Появляется даже такое выражение, как баннерная слепота. Особенно новое поколение умеет игнорировать рекламу на уровне, можно сказать, подсознания. И часто нужно изобретать какие-то новые методы, чтобы достучаться. И геймификация как раз отлично для этого подходит, потому что это что-то новое, что-то интересное и неожиданное. Для того, чтобы описать, как это происходит, мы выбрали кейс нашего клиента Global Functional Drinks, конкретно линейки энергетических напитков Tornado. Задача, которая перед нами стояла, достаточно простая и понятная. У клиента есть активное сообщество в соцсети, где достаточно много пользователей, они достаточно активно участвовали в жизни сообщества. Но, тем не менее, хотелось большего. Хотелось больше увлечения аудитории, больше участия, активности и так далее. И для этого был создан проект именно интерфейс геймификации с некими элементами квеста, с интересным ярким оформлением, которое для нас подготовило креативное агентство iVIL. Они нам очень помогли с сюжетом игры и с тем, что связано с дизайном. Как же игра устроена? Для пользователя игра устроена крайне просто. Ему для того, чтобы зарегистрироваться в игре, достаточно было посетить сообщество, нажать на кнопочку «Написать личное сообщение», после чего в диалоге появлялся бот, который сходу объяснял все правила игры, все принципы и давал уже возможность, как мы видим на слайде, через меню каким-то образом взаимодействовать с ботом. Это базовая часть взаимодействия с игрой была. И также была основная для клиента часть взаимодействия – это активность непосредственно в сообществе. Это лайки, комментарии, репосты, использование вот этих замечательных карт, которые для нас нарисовали коллеги. И также участие в сюжетных квестах, которые проводились брендом по своему специальному внутреннему расписанию. И недельные игровые события – рейды, в которых игроки могли участвовать еще более активно, набирать еще больше баллов и стремиться к победе. А что же такое победа? Это самый высокий рейтинг в игре. По сути, те баллы, которые в процессе игрового сезона игроки зарабатывали, имеют единственное назначение – это занять лидерскую позицию в общем рейтинге. Потратить их каким-то еще образом в игре было нельзя. Однако по итогам всего игрового сезона подводились общие результаты, и лидеры рейтинга получали вполне себе материальные призы. То есть мотивация пользователя участвовать была. И еще одна важная составляющая игры – это регистрация чеков на покупку продукции бренда. В данном случае была реализована система, где игроки могли купить продукцию бренда, загрузить прямо в личное сообщение с ботом чек, на котором должен быть виден QR-код, и при помощи нашего внутреннего модуля мы связывали систему с базой чеков и проверяли наличие нужной продукции. Если она была, пользователь в автоматическом режиме получал очки рейтинга. Естественно, таким образом мы хотели, с одной стороны, стимулировать продажи, с другой стороны, у нас была цель не разрушить игровой баланс, чтобы нельзя было просто закупиться банками и выиграть. Поэтому был установлен лимит на получение очков в неделю. Учитывая всю оригинальность идеи в целом, именно архитектура технического решения выглядела достаточно просто для нас. У нас было серверное приложение, которое управляло всеми процессами происходящего в игре, начиная от получения сообщений от пользователей и ответов, заканчивая подсчетом итогового рейтинга и анализом загруженных чеков. Через официальное API социальной сети мы связывались с сообществом, получали все необходимые данные, через собственное API получали данные от базы чеков, и также, естественно, была реализована панель администратора для того, чтобы клиент мог управлять какими-то определенными параметрами, начислять очки игрокам, блокировать игроков, которые нечестно себя ведут, ну и так далее. Таким образом, наша акция маркетинговая длилась 3 с небольшим месяцем. Мы успели познакомиться с более чем 18 тысяч игроков. Также это работало и на стимулирование продаж. Мы видели, что 500 валидных чеков было загружено и подтверждено. Ну и, конечно, самая впечатляющая для нас цифра была – это рост посещаемости в первую неделю. Мы, естественно, это связываем с тем, что задания социальной активности для игроков, в том числе, отключали репосты, то есть появлялась новая аудитория у этой игры. И также увеличилось количество просмотров в социальной сети, и алгоритмы чаще определяли эти посты как интересные и показывали их пользователям другим. Можно вопрос к этому слайду? Ну, во-первых, любой спросит – рост относительно чего? Относительно единиц? Это, нет, неделя до запуска и неделя после запуска. Ну, это в абсолютных числах мы не можем сказать? Ну, в данном случае в метрике все считал наш клиент, у них были для этого инструменты и вся статистика, которые они поделились с нами. Он был доволен. Клиент был доволен. И тогда чуть более общий вопрос к этому же слайду. А какие были задачи у этого проекта? Потому что то, что здесь представлено, это очень красиво, но это все разные задачи. Там 18 тысяч игроков при, ну, как это мне кажется, при 500 чеках. Это значит, что было привлечено очень много новой аудитории какой-то. Ну, наверное, вы хотели рассказать про нее. 100 чеков – это как будто бы стимуляция покупки. То есть здесь интересно, что вам хотел ваш заказчик? И что он вам сказал? Ну, если вы можете поделиться, как бы, насколько он решил задачу твою? В данном случае, конкретно про чеки, это была скорее побочная задача. Для нас основная задача, как я сказал в начале, была повышение, повлечение аудитории в сообщество, повышение ее активности. На следующем слайде мы привели, ну, просто сравнение обычного поста до начала и после акции. И количество комментариев особенно, оно на выходе из акции было существенно увеличено. То есть та задача, которая перед нами ставилась, увеличение активности, она была так или иначе решена. Очень здорово. А это ваш профиль, как вы занимаетесь такими решениями исключительно? Ну, таких решений, к сожалению, не так много. Они оригинальные и в этом плане такого аналога мы еще не видели. Но мы, в принципе, беремся за такие сложные индивидуальные задачи. Поэтому это наш профиль. Спасибо. У меня сейчас будет договорной вопрос. Мы его согласовывали. Скажите, пожалуйста, были ли попытки накрутить во время игры что-то? И как вы с этим боролись? Ну, работа именно с игрой для нас была новым кейсом. И мы действительно удивились тому, насколько люди, попадая в определенные правила игры, вдруг начинают искать, а как можно еще это использовать себе на пользу. И да, у нас было очень много людей, которые искали баги, в итоге даже находили их. Но это очень легко было вычислить просто по логам. Мы видели, в какой момент начался резкий рост точков. Таких игроков мы быстро выслеживали и блокировали. Но желание такое у игроков было, конечно, тем более, что призы материальные были. По сути, на этом у меня все. По этому QR-коду, если кому-то интересно, можно подробно посмотреть, какие еще бывают кейсы интересные, связанные с чат-ботами и не только. Так, если не против, мы начинаем с нашего участника. Если можно, мы подадим вопрос. А потом вам. Да, привет. Слушай, я по презентации вижу, что у вас заложен некий ИИ, если я правильно понимаю. А что конкретно искусственного в интеллекте, и как вы видите его реализацию еще в каких-то других отраслях? То есть, может быть, вы не только хотите чат-ботов дальше добиливать или какие-то еще решения? Может быть, вы думаете с чем-то еще с интегрироваться? Спасибо за вопрос. Он чуть более широкий, получается, по нашему профилю. И мы, компания CloverBots, не так давно запустили наш маркетплейс и решений. И мы, в принципе, стремимся позиционироваться как партнер бизнеса по искусственному интеллекту. Если есть какие-то решения, связанные с компьютерным зрением или с NLP, с интерпретацией текстов. Вот эта задача интересная с эмоциями, с определением эмоций клиентов. Мы, так или иначе, за эти кейсы, ну, готовы, по крайней мере, рассматривать. И, вполне возможно, наши компетенции их также реализовать, разработать. Спасибо. Сергей Маслов. Я бы хотел узнать, в такой практический момент, от IP до коммерческой эксплуатации сколько времени прошло? И порядок цен в мере использования? Давайте по второму вопросу. Сначала я скажу, что у нас здесь есть стенд. Там мои коллеги по стоимости всевозможных проектов смогут подробнее ответить. Я же отвечу на первый вопрос, поскольку я занимался руководством и разработкой. Это, в принципе, возможно делать за месяц-полтора. У нас со всеми согласованиями, учитывая новизну проекта, это заняло порядка двух месяцев до запуска. То есть, от момента, когда появилась идея сделать игру, до полностью разработанного контента и запуска уже на реальных пользователей, это их порядка двух месяцев прошло. Спасибо. Такой вопрос. А для каких отраслей бизнеса больше всего подходят решения с чат-ботами? И, может быть, что-то изменилось в последнее время или как-то выстрелило в этот год 2020 в нашей пандемии? Что-то явно меняется? В общем, если можете поделиться, будьте добры. Да, здесь опять же сошлись на коллег, которые уже так или иначе описали общий тренд того, что пользователи массово перемещаются онлайн, они массово пользуются мессенджерами. И в этом смысле практически любая компания, которая сейчас заинтересована в коммуникации с пользователями, особенно если эта коммуникация поставлена на поток, колл-центры, отдел продаж, везде в данном случае чат-боты применимы. Но, поскольку коммуникация – это и часть нашей в целом повседневной жизни, существуют совершенно разные кейсы, в том числе внутреннее использование, когда компания для себя делает внутри бота, которая организует встречи, забывает переговорки, значит, ну вот такого порядка. И, ну, можно делать все вплоть до реальных продаж. У нас некоторые клиенты прямо через ботов продают устройство, назначают доставку и так далее. Очень хорошо, что вы это сказали. Помните, когда выступал наш коллега, рассказывал про голосовые, ну, про колл-центры автоматизированные, он говорил, что они не продают. То есть, в нашем случае, мы говорим, то есть, в аналогичной ситуации, вы считаете, что чат-боты продают? Это возможно? Ну, продают в данном случае не совсем боты. То есть, сейчас бот уже реализует очень много функций, и здесь я скорее имею в виду функцию как у лендинга, как у посадочной страницы, когда есть трафик, который клиент понимает, откуда, ну, примерно, какие у него параметры, и часть пользователей можно направлять в боту, потому что им это удобно, они нажимают на кнопочки и с удовольствием этим пользуются. Ну, то есть, это все-таки какая-то часть автоматизации через боты, это какая-то часть комплекса продаж, который все равно пока еще привязан живым людям, правильно я понимаю? Что отвечает ваша часть науки? Можно организовать все очень по-разному. Бот применим там, где существует некая рутина повторяющейся действия. Если ваш оператор сотни раз делает одно и то же, значит там спокойно может работать бот. Да, и такой же еще, вот с моей стороны заключительный вопрос, такой же, как и нашим коллегам, которые занимаются автоматизацией голосовой. Вы умеете или делаете ли вы что-то в направлении работы с эмоциями? Как-то реагирует ли, умеет ли ваши боты, которых вы называете не просто ботами, а ботами, обладающими интеллектом? Понимают ли они эмоции каким образом или нет? А если понимают, то как они дальше себя ведут? Распознавание эмоций – это очень быстро растущий рынок, и технологии появляются с каждым годом новые. Как правильно заметили, я не помню точно кто, про эмоции сейчас лексический анализ, именно что конкретно, какие слова произносит пользователь, они интерпретируются достаточно хорошо. А вот то, что касается интонации, ритма, тембра – это намного сложнее. Спасибо большое. У нас есть вопрос? Не совсем вопрос, у меня дополнение. Мы, на самом деле, на прошлой неделе столкнулись с одним интересным кейсом, когда мы в пилоте с исканием вакансии, у клиента он использовал ранее чат-бота, а мы включили голосового бота, посмотрели на отклик, и получилось, что никто не пересекся. То есть было там 13 откликов в чат-боте, но они не звонили, и было 14 откликов по телефону на входящего бота, но они не писали. Это были абсолютно разные люди, и было очень интересно для нас. Вот первый раз пересеклись, что в описании одной вакансии было два варианта отклика – позвонить, и клиент был уверен, что будет пересечение, не было пересечения, удивление было ленивое для нас, поэтому тут вот с коллегами очень интересно. Нет, прошу прощения, а вы за одной компанией? Нет. Мы за голосовые бота. А какие выводы вы можете сделать или пока не можете сделать на базе этого? Но мы сделали для себя выводы, что услуги на самом деле не конкурируют впрямую, здесь они комплиментарные в части где-то, и очень сильно аудитория отличается. Кому-то удобно общаться чат-ботами, кому-то звонить, ну и понятно, кого подбираем. Мы подбирали там, понятно, не грузчиков, да, подбирали достаточно квалифицированный персонал, но вот какие были вот такие. И мы для себя поняли, что нельзя там, извиняюсь, и мы поняли для себя, что нельзя сказать либо-либо, да, там, надо использовать и то, и то, и вот сейчас клиент наш принял решение, что оставит оба решения, то есть будут и звонки, и, возможно, писать в чат-бот. Уточник, может быть, абсолютная цифра маленькая, пока это еще не проявилось? Сколько всего-то было? Но мы, пилот, проводили две недели, откликов было 30 всего. Вот половина была тут, половина там. Если было 3 тысячи, может, уже было 2? Ну, таких вакансий не бывает, 3 тысячи человек. Ну, это как раз какие-то низкоквалифицированные, наверное, возможно, там, наборы, ну, понятно. Мы дальше будем смотреть, но для нас был такой интересный эксперимент, что пересечений не было. Поэтому хотели дополнить коллег. Да, спасибо. Вообще это открывает, получается, большие возможности. Там можно на базе этого долго думать, например, то есть, или таргетировать по каналу, да. Например, если какая-то вакансия а-ля, ну, ориентированного такого человека закрытого, аутистом или, ну, какая-то, в общем, которая не требует экстраверсии очень широкой, то, наверное, возможно, ему проще переписываться. Ну, или сейчас мы все потихоньку начинаем переписываться. Ну, короче говоря, это то, что вы сказали, открывает огромные интересные возможности. Без всякого, нет того, что хочется вам польстить. Айтишники лучше подбирать не отбор. Вот, да, да, я пыталась, я хотела в какой-то момент сказать, но потом, когда уже было сказано про то, что они немного были замкнуты, уже не стало что-то засунуть. Хорошо. Ну что, спасибо вам преогромно. Спасибо. Хорошего продолжения нашего мероприятия. Вот. И что же, до новых встреч. Всем удачи. До следующей, да, здесь есть секции. Собственно, небольшое определение простыми словами, сквозная аналитика, она позволяет проследить поток клиентов, начиная от первого рубля вложенного в рекламу, заканчивая последней копейкой, полученной в плане прибыли. Но сделать это, она позволяет не сравнив две цифры, да, расход, доход. Она позволяет сделать это детально, посмотреть там по разным источникам трафика, посмотреть разные этапы взаимодействия, все это оцифровать, оценить, посмотреть количество, стоимость и так далее. Соответственно, задачи, а, вот, здесь у нас примерный путь клиента выведен. Соответственно, мы с ним на начальном этапе взаимодействия в плане рекламы, это вот красные блоки, там достаточно мелко написано, но, я так скажу, это собственно реклама, там Яндекс.Директ, Фейсбук, все такое, мы с ним сначала взаимодействуем, тратим деньги, следим за тем, чтобы у нас были высококонверсионные объявления и так далее. Потом человек заходит к нам на сайт, выполняет там какие-то действия, мы отслеживаем, что с ним происходит там, какие страницы он смотрит, где конверсия высокая, где конверсия низкая, какой путь по сайту оптимален, какие страницы нужно показать, какие блоки лучше работают и так далее. Потом человек становится лидом и, собственно, передает нам свои контактные данные, мы начинаем с ним взаимодействовать уже внутри, в рамках какой-то воронки продаж, ну и потом заключается сделка. На каждом этапе нам интересны определенные метрики и задача сквозной аналитики, это, во-первых, дать прозрачность и понимание того, как работают процессы маркетинга и продажи вашей компании, и, конечно же, вот самое основное, о чем мы будем говорить сегодня, я выделил жирным шрифтом, это нахождение сегментов маркетинга с низкой эффективностью для того, чтобы мы могли от них избавиться, и нахождение сегментов маркетинга с высокой эффективностью для того, чтобы мы могли инвестировать в них больше денег и всячески их развивать. Здесь кроется, на самом деле, очень большая проблема, потому что часто сквозная аналитика, она воспринимается примерно вот так. То есть вот у нас здесь есть несколько хороших рекламных компаний с высоким ROI, есть несколько плохих рекламных компаний с низким ROI. И вот задача, да, плохое выключаем, хорошее инвестируем больше. Но, к сожалению, это очень простая логика, которая работает где-то на небольших данных в небольших компаниях. В случае, если данных много, мы можем найти значительно более интересные решения и закономерности, которые позволят принять более взвешенные решения. И первым таким инструментом, который мы для этого используем, если у нас достаточный объем данных накоплен, это, соответственно, прогнозирование. Возвращаясь к ключевым задачам, прогнозирование позволяет более точно определить как раз вот эти сегменты с высокой эффективностью и низкой эффективностью, потому что оно отвечает на вопрос не о том, что у нас пошло плохо, а о том, что у нас пойдет плохо в будущем. И, соответственно, небольшой кейс разберем. Вот, допустим, у нас была та табличка, и в этой табличке была рекламная компания с ROI 2200. Простейший разбор этих данных по времени, да, он позволяет понять, что на самом деле вот эта вот хорошая компания с ROI 2200 в среднем, она не так уж и хороша. То есть все начиналось с ROI в 4100, а в итоге это скатилось к ROI 575, но средний показатель в 2200. И, соответственно, факторов, которые позволяют вот данные разбивать и анализировать их более детально, их очень много и крайне сложно учесть без качественной прогнозной модели то, как они сложатся, учесть все динамики и принять, соответственно, взвешенное какое-то решение. Для того, чтобы построить прогноз, есть два основных таких метода. Есть так называемая наивная модель прогнозирования, когда мы просто считаем, что самые последние данные, они самые значимые, самые важные, самые актуальные. И, по сути, в каких-то решениях по анализу данных это выглядит следующим образом. Вы выбираете некий период, выбираете период в будущем, и на основе вот этих вот выбранных исторических данных вам график достраивается, и вы видите какой-то прогноз. Все это обрабатывается, естественно, на моменте запроса, то есть это не в базе данных лежит какой-то очень сложный математически рассчитанный прогноз, это просто вот запрос отправлен, система посчитала и показала. Второй метод — это использование более серьезных каких-то математических моделей. Отличие заключается в том, что ресурсы, которые для этого требуются в плане обработки данных и параметры, которые учитываются при составлении такого прогноза, они намного более тяжелые, намного более серьезные. Соответственно, просто достраиванием графика в интерфейсе это не решается, такой запрос будет практически невозможно обработать в какой-то объективный срок. И, соответственно, какой же метод нам выбрать? Существует такой вызов, на самом деле, у прогнозирования, то есть дело в том, что чтобы построить по-настоящему хороший прогноз, нам нужно одновременно иметь много данных для построения модели, и нам нужно иметь хорошую сегментацию по разным срезам для того, чтобы этот прогноз действительно был детальный и учитывал много критерий. Но это кажется невозможно, потому что здесь возникает серьезное противоречие. Как только мы берем много данных, мы понимаем, что они не сегментированы на параметры, то есть это какая-то общая информация, которая не учитывает каждый элемент. Как только мы начинаем разбивать эти данные на тысячи разных мелких сегментов, мы понимаем, что в каждом из этих мелких сегментов практически нет данных в нужном объеме для того, чтобы прогнозная модель отработала правильно. Это возможно, как бы, превозмож, так сказать, если использовать действительно серьезную сложную математику, сложные алгоритмы. И это большой вызов, на самом деле, для Data Scientist, для того, чтобы прогнозная модель действительно качественно работала. Вот у наших разработчиков немало времени и часов ушло на то, чтобы это действительно воплотить в жизнь. Соответственно, в интерфейсе это выглядит... Да. Китал, просто вы очень интересно рассказываете, а вот можете привести какой-нибудь пример, вот, какого-нибудь интересного сразу кейса, вот, где было, вот, то есть когда у вас было много вот таких разбросанных факторов, вот, и вам удалось вот, знаете, потому что то, что вы рассказываете, это на самом деле очень, ну, извините, будет так, это на самом деле круто. Вот, и вообще, predictive analytics, я просто на всякий случай тоже здесь добавлю, это вообще очень, это очень перспективная отрасль, вот, то есть вы на самом деле очень... Да, она очень сложная, я просто знаю, что, там, по данным ТЭК раньше, сейчас самые большие инвестиции в Кремниевой долине, да, они идут как раз в predictive analytics. Вы как раз рассказали, ну, хороший пример, да, как бы, ну, то есть что, какую проблему может, в принципе, как раз именно predictive analytics решить. Вот есть у вас какой-то кейс, кстати, а, коллеги, кто из какой индустрии, может быть, вообще, в принципе, давайте, извините, что я так посредине, но просто сейчас, мне кажется, немножко поживее будет. Кто, откуда, страхование, так, программатика, платформа, отлично, логистика, да, еще раз. IT-телеком. А? IT-телеком. IT-телеком, отлично. Может быть, вот, Кирилл, если из этих отраслей, если есть кейс, мне кажется, было бы интересно, да, вот, то, что тут же страхование, IT-телеком. Ну, расскажете что-нибудь такое, да? Я постараюсь сейчас что-то такое придумать. На самом деле, вот, рассказ такого кейса, он может занять отдельные полчаса, как бы, доклада, потому что это действительно глубокие и сложные вещи очень. Я сегодня этого делать, честно говоря, не планировал, но могу постараться привести какой-то довольно простой пример для внимания, просто вот, с точки зрения логики. Как это работает? Из маркетинга, много кто сегодня? Я из маркетинга. Так, руки вижу из маркетинга. Мы в маркетинге что делаем? Мы берем таблицу, да, условно, с источниками каналов и смотрим по ней, там, расходы, доходы, ну, всякие вот показатели, они там, столбцами идут. И наша задача понять, вот, эта конкретная, да, рекламная компания, она вообще норма или не норма, вот, в нее дальше вкладываться или нет. И, соответственно, вот эта рекламная компания, она же состоит не просто из вот этой рекламной компании. Там внутри есть, там, 10 разных содержаний объявлений каких-нибудь на АБТесте, например. Там есть разные типы устройств, там есть, что там еще может быть внутри? Ну, а в компании, ну, ключевые слова или площадка, то есть место показателей. То есть, касательно, в общем, важно маркировать еще данные. Это, кстати, для маркетолога, маркетологам на заметку, да? Да, у меня есть доклад такой отдельный по именно построению IT-инфраструктуры внутренней, там такая большая схема, как вот данные текут. И, соответственно, все метки, идентификаторы, они должны обязательно передаваться, без этого, конечно, ничего не получится. Вот. И когда мы строим прогнозную модель, вот у нас есть какие-то данные по вот этой компании, и они идут там вот так, допустим, да? И они чуть-чуть там падают. Но при этом мы понимаем, что у нас, например, внутри этой рекламной компании мобильные устройства и десктопы, доля, перераспределяется, допустим, да? Но в этой рекламной компании десктопы конверсят хорошо, а мобильные плохо. И, соответственно, когда мы строим прогноз, нам нужно учесть не просто вот этот вот там тренд падения вот этой рекламной компании. Нам нужно также учитывать динамику внутренних перераспределений каких-то, структурных сдвигов внутри нее. Потому что вот в каждом из сегментов, да, мы добавляем там новые ключевые слова. Какие-то убрали, какие-то добавили. Мы тестируем новые содержания объявлений. По ним появляется новая какая-то статистика. А дизайн тоже можно складываться? Конечно. Ну вот, вы, например, на сетях, да, если кто-то занимается настройкой рекламы, там, РСЯшка та же самая, вы делаете там баннеры всякие разные. Ну вот у вас есть запрос, там, да, не знаю, купить квартиру в ипотеку какую-то, да, и вы делаете под это баннеры. Вот они могут быть либо привлекательными для человека, либо непривлекательными. Проводятся разные всякие АБТ-сты, соответственно, и на основе этого меняется эффективность, в принципе, рекламной компании в целом. Что скажет предъективная аналитика насчет РСЯ в долгосрочной перспективе? Кто-то говорит, что она будет падать. Ну, РСЯ, она, в принципе, играет очень существенную медийную роль. То есть даже те клики, которые не происходят, они все равно влияют на бренд. В этом плане, вот, тоже, вот, буквально недавно выступала, короче, не в этом докладе, там, скрин есть, где мы видим сначала по типам РК, короче, там, поиск, сеть, ретаргетинг, да, и видно, что сеть гонит невероятно дорогущий трафик какой-то, там, качественные лиды по 40 тысяч приблизительно с сети идут. Соответственно, это полная жизнь, потому что средний качественный лид стоит, там, вот, в той компании, о которой я говорю, около, там, 9-15 тысяч, вот, такой, да, там, типа, вот, практически 50 тысяч стоит. И, соответственно, строили корреляцию для того, чтобы понять, как показы по сети коррелируют с количеством качественных лидов и их стоимостью. И там прекрасно видно, что как только, вот, идет, там, 10 миллионов показов в месяц, потом идет 1,3 миллиона показов в месяц, и сразу падают количество качественных лидов. То есть это вот доказывает как раз то, что это не участвует напрямую в том, что человек, вот, кликнул туда и перешел, но благодаря сети он знает о том, что эта компания есть, он знает о том, что эта компания продает квартиры, и она продает их в апотеку, там, в таком-то городе. И он уже дальше может найти, и это просто по ключевому запросу, потому что у него в голове, вот, соответственно, запала. Нам всем бы очень хотелось иметь инструмент пост-вью-аналитики, который дает полные данные по тому, что вот именно этот человечек, вот он видел его, короче, и вот он потом купил. Но, к сожалению, это сейчас пока в таком достаточно зачаточном состоянии. Но вы работаете над этим? Кыш работаем, да. Это самое интересное. Диктивная аналитика, вот, распознавать пост-вью, это, соответственно, те направления, которыми мы занимаемся, помимо роботизированных алгоритмов и АИ. Вот. Ну, дальше, короче, я сейчас много очень рассказал, да, поэтому я просто покажу. Кирилл, смотрите, два момента. Первое. Попробуйте уложиться в 10 минут, потому что потом у нас будет перерыв. А к аудитории готовьте свои вопросы, потому что через 10 минут мы Кирилла остановим, и вы будете мучить еще немножко своими вопросами. Ага, хорошо, это обстоятельство говорить в три раза быстрее. Вот, собственно, выглядит так. Screen 1, Screen 2, идем дальше. Значит, он мне каналец. Обожаю чарты. Кстати, вот это вот очень серьезный прогноз, если вы посмотрите на него, да, то есть это тоже дорисованный график, но это просто визуализация этого. Внизу в таблице есть данные, вот здесь они выведены, реальные данные по будущему периоду. Они не сгенерированы, короче, системой, когда вы вот в будущий период выбрали, они уже лежат в базе данных. То есть это математический нормальный прогноз, составленный на основе очень сложной матмодели, которая отрабатывает на больших ресурсах, это просто невозможно получить. Какая точность потом? То есть вот совпадение, вы замеряете, типа факт было-стал, это же очень большой фактор, ну как бы человеческий фактор очень влияет, там, не знаю, мы вообще, мы закрылись. А потом раз вы сопоставляете, естественно, ваши прогнозы не совпадают, и все такие, ой, предъективная аналитика не работает. Ну, если случается какая-то жесткая ситуация, типа, ну, ковид, да, там, на нас упал, например, ну, тут предъективная аналитика не работает, тут не работает ничего, вот. Потому что это фундаментальные факторы, как в биржевых и рыночных анализах всегда фундаментальные факторы оцениваются отдельно, и человек корректирует модель, да, технического анализа, там, по биржевым котировкам, чтобы она соответствовала всему остальному. Но, если мы говорим, например, о каком-нибудь там факторе сезонности, то есть вот у нас компания, да, продаем там обувь, да, и вот весенние обувь, компания по весенней обуви показывает невероятную эффективность, там, вот сейчас, условно, да. Если это конец осени, то в прогнозе будет видно, что хватит в нее вкладывать, потому что в прошлом году показатели в этот момент упали. То есть мы возьмем всю статистику по этой компании, которая есть, и учтем все факторы, которые нам доступны. Значит, так, дальше, типа, теперь x5, потому что, короче, мы это время потратили. Значит, там неканальность. Вот центр, это ваша рекламная, ну, ваша компания, да, вы даете маркетинг с стрелочками в разные штуки, Google, Яндекс, Facebook. Все кажется просто, мы смотрим отдельно, сколько вложили в Google, сколько в Facebook, сколько заработали, и пытаемся понять, что работает лучше. Но это не так. Люди ходят вот так. Они совершают вот эти невероятные пути, и вот этот вот клубок, его потом практически невозможно распутать. Если мы берем одного пользователя, то, допустим, он делает так. Он сначала в Google, потом в Facebook, потом в Яндекс, потом во что-то еще, и потом совершает целевое действие. Когда мы пытаемся превратить это в отчет, то выглядит это так. Ну, то есть вот они, вот эти точки, да, и мы их как бы берем и в таблицу, в строки пихаем отдельно, и моделью атрибуции что-то там показывали. Допустим, мы вывели по последнему клику, то есть видим источники канала, которые стали виновниками фактическими вот этой конверсии. Но какие были первыми? Окей, переключаем модель атрибуции, смотрим по первому клику, видим, какие были первыми. Но какие были в середине? Окей, переключаем модель, видим там равномерное распределение, всем что-то досталось. Но какой был порядок? И, соответственно, здесь нет возможности вот эти униканальные цепи по-настоящему оценивать и разливать. Для того, чтобы можно, ну, вот как бы, да, вот по этой таблице, что можно понять в плане униканального маркетинга? Ну, какая-то модель атрибуции тут применена, но понять ничего нельзя. Никакой структуры, вы не можете заниматься формированием этих цепей на основе таких данных. Для того, чтобы формированием заниматься, нужны данные вот такие. То есть надо видеть, какие шаги, в какой хронологии, как это выглядит. Это очень сложно, в принципе, представить, как отобразить, но мы отобразили. Выглядит вот так. Соответственно, строка — это не отдельный источник канал, это последовательность. Последовательности группируются с точки зрения их структуры, то есть сначала Яндекс, потом Google, потом ВК. Вот мы видим всех пользователей, которые так прошли. Мы видим, сколько мы на эту цепь потратили, сколько людей по ней прошло, сколько денег мы с этого получили. И зачем это надо? Самый главный вопрос, который нам задают, когда я это показываю, зачем вы это сделали и как мне формировать умниканальные цепи на основе вот этих данных. Все очень просто. Значит, допустим, вы даете рекламу Facebook, Google, Яндекс. Вы видите, что цепь, которая состоит только из Яндекса, имеет определенные роли. И вы видите цепь, которая состоит там Facebook плюс Яндекс. И у нее роли выше. Видите отдельно Facebook. Вы берете в платформе, выбираете людей, которые пришли с Facebook, и по ним вы выводите идентификаторы и метрики. Берете таблицу, закидываете в Яндекс.Директ и даете на них ретаргетинг на Яндексе. И, соответственно, вы заведомо знаете, что цепь Facebook плюс Яндекс.Сеть, она эффективна. И вы принудительно людей туда направляете, потому что вероятность того, что они случайно попадут вот так вот сложить, она низка. Когда вы даете на этот дополнительный ретаргетинг, такая вероятность у нас существенно увеличивается. Плюс есть возможность экспортировать вот эти вот сегменты в какие-то площадки по АБИ автоматизированным. То есть не скачивать их и загружать, а просто делать это через АБИ по каким-то наборам правил, которые были придуманы и установлены. Таких вариантов можно очень много придумать. Вот этот слайд, в принципе, можно про него полчаса рассказывать. Поэтому я не буду сейчас про него рассказывать ничего, иначе не успею еще один целый блок. Значит, автоворонки. Сколько времени осталось? Минут пять. Прекрасно. Значит, я успею рассказать про автоворонки в этом университетном теме. Значит, оптимальный сценарий, так говоря, у пользователей. Поехали. Короче, что такое автоворонка? Это набор автоматических действий, которые подталкивают вашего человечка к покупке. Чаще всего, когда мы говорим о автоворонке, мы имеем в виду работу уже с полученными контактными данными. То есть, когда человек их передал, и мы начинаем его подталкивать, подталкивать, а купи повторно, а купи вот это, а купи вот то, короче, а вот это почитай. И, соответственно, автоворонка строится на стеке определенных технологий. Это и имейл-рассылщики, это и всякие разные рассылщики. Ватсап, телеграмм, это боты, это могут быть даже какие-то роботы, которые звонят в определенный момент. Это ваша CRM-система, и это, естественно, система аналитики. Ключевые задачи автоворонок. Ну, в принципе, я их уже рассказал, еще рассказывать не буду, потому что времени у нас мало. Как может выглядеть для примера автоворонка? Вот у вас оставили заявку, мы ему отправили письмо, например, какое-то через GetResponse или через MailChimp. Потом мы через какое-то время части этих пользователей показали рекламу в Директе, части показали рекламу в AdWords. То есть автоворонка, она не обязательно состоит из последовательности шагов, она не обязательно линейна. Это может быть Customer Journey Map, в котором большое количество разветвлений разных вариантов. Составлять конкретные автоворонки, естественно, должны вы внутри с помощью вашего отдела маркетинга или специализированный подрядчик, который этим занимается. Что с нашей стороны мы можем реализовать автоматизацию запуска этих воронок по определенным сегментам, когда нам дали некое ТЗ на какую-то конкретную. Вы только с GetResponse и MailChimp работаете или, в принципе, любое решение подходит? Я делал это вчера ночью. Это логотипы компании, которые были одинаковыми по размеру в Яндекс.Картинках. А они прикольные, а вообще MailChimp клевые. MailChimp, мы сами пользуемся MailChimp, но столкнулись, короче, с косяком, что Bitrix24 нет интеграции прямой с MailChimp, потому что мы также используем Bitrix24. И, соответственно, это вот вопрос по построению эффективной IT-инфраструктуры. Можно очень долго про это рассказывать, но суть в том, что перед тем, как что-то внедрять, вам нужно получить весь набор сервисов, которые вы в итоге хотите определить за задачей и понять, что все они могут взаимодействовать сообща, потому что иначе вы столкнетесь с проблемами, что вот это вот с этим нет, а вот с тем да, и вам придется все это несколько раз, короче, переделывать. Это жесть. Это вообще ключевой вызов, мне кажется, с элементом IT-инфраструктуры, вот именно IP-совнестимость, я не знаю, как это правильно назвать, но чтобы они работали друг с другом. Ну, это вот, короче, часть моей работы. То есть, когда приходит крупный проект, я вот занимаюсь консалтингом в плане того, что мы разбираем всю внутреннюю IT-инфраструктуру, строим вот эти вот там схемы непонятные, куда... Ну, только 1С — это же зло в этой структуре, или нет? Мы и вы работаем с ней, да. Понятно. Нормально. Вот, да. Это там вообще, ну, респект. Это очень сложно, правда, очень сложно, но, короче, это работает. То есть, интеграция с 1С — это минимум месяца три вот только на 1С, и это всегда разработки, доработки — это кастомная структура. Кейс по автоворонкам. Вот пользовательские цепи опять, да? Вот здесь вот, я не знаю, крупно-мелко, но там вообще написано типа AV1, степ 3, SMS, потом AV1, степ 5, там, letter, да? Это, соответственно, UTM-кампейн, которые были размещены в ссылках, отправляемых пользователю через разные каналы. Это может быть и директ, такую ссылку можно разместить и в e-mail, и в SMS, и в WhatsApp отправить, и куда угодно. И, соответственно, мы видим по каждой автоворонке, да, сколько человек мы через нее прогнали, и сколько денег она принесла. Я тут вывел два показателя, в принципе, пользователей, да, и закрытые сделки. Можно еще какие-то добавить, там, объем продаж, еще что-то, еще что-то. Вот, и мы видим, как они перемешиваются с другими источниками каналов. То есть вот здесь, например, там, что-то бренд Самара Поиск, например, это просто контекстная реклама. Он просто как бы затесался в эту автоворонку. И также мы видим, что пропускаются определенные шаги. То есть вот там степ 1, степ 2, потом степ 4, потом степ 5, соответственно. Соответственно, вот этот инструмент, он позволяет не просто анализировать автоворонки в том плане, что вот ее запустили, у нее такая эффективность. Он также позволяет анализировать то, как отрабатывает конкретная автоворонка, и когда мы меняем внутри нее какие-то шаги, креативы на этих шагах, как вообще меняется ситуация. И очень важно при создании автоворонки не добиться того, что пользователи вас ненавидят, потому что вы их задолбали. И, соответственно, вот когда шаг пропускается, вы просто понимаете, что, возможно, его стоит убрать. Таким образом, вы снизите уровень заспавленности ваших потенциальных клиентов, но при этом вы не потеряете те шаги, которые действительно их конверция повторно приводит на сайт и позволяет с ними дальше как-то начинать взаимодействовать, что-то продавать и так далее. Что дальше? А, ну вот все. Значит, присоединяйтесь к нам в Telegram. Вот мои контакты. Подождите. Ваши вопросы. Вопросы, да. Нас хотелось сказать, у кого есть камерзные вопросы, Кирилл? Отлично. Сергей Маслов. Добрый день. Очень приятно. Вот вы рассказали о трибуце, автоворонке, рекламной кампании в разных источниках. А сколько надо человек, чтобы это все глазами потом смотрел, какие люди это делают? Это на вашей стороне делается или на стороне две? Отличный вопрос, кстати говоря. Правда? Да, я согласен. Вопрос огонь. Он мне очень нравится, очень люблю на него отвечать. Значит, в чем суть заключается? Есть разные типы аналитических решений. Например, ну из популярных, если взять, там, допустим, тот же самый Power BI. Вот вы разработали некий стандарт отчетов, которые нужны вам внутри компании для оценки ее эффективности. Там вот отчет у вас по контекстной рекламе. У него есть определенная конфигурация. Там можно что-то чуть-чуть менять, но его нельзя переделать полностью. Вот как бы зайти, да, и конечному пользователю без DAX, без кода все это взять и переделать. И есть второй тип сервисов аналитических. Это так называемая self-service аналитика, когда все действия выполняются в интерфейсе, и конечный пользователь может менять конфигурацию отчета любого без ограничений. Соответственно, количество пользователей, которое потребуется для того, чтобы обработать этот масштаб информации, оно, конечно, зависит от масштаба самой компании. Да, то есть, ну, здесь нельзя сказать, типа, 5 или, там, 17. Вот, но при этом я могу сказать, что это будет не штат, который включает в себя дата инженеров, дата сайтистов, BI-визуализаторщиков, потому что это все уже встроено. Это просто человек, вот, маркетолог, например, да, он занимается работой с компанией, он занимается запуском автоворонок. Вот, маркетолог может сам себе внутри настроить вот этот отчет про автоворонки меньше, чем за 5 минут. Если он ему не понравится в такой конфигурации, он может еще за 5 минут его полностью переделать. Мы можем это, как бы, ну, показать, типа, записывайтесь на презентацию, вот, сайт есть, демку проведем. Это ответило на вопрос? Не, почему? Мы, наоборот, выступаем за то, чтобы тот человек, который вот этим занимается, запускает, вот, чтобы он и работал в этом, в аналитике. Это раньше было практически невозможно реализовать, потому что было либо простое решение, которое показывает источники канала и воронка по ним, либо это было сложное решение, самостоятельно написанное на собственных каких-то коннекторах, построенное на Power BI, Таблок, Елики и так далее, которое требует высокой степени экспертизы именно в плане работы с данными, аналитических навыков и так далее. То сейчас человек может сам получать ту информацию, которая ему нужна. Вот вы, например, да, запустили какую-то автоворонку, вот вы хотите по ней посмотреть. Вы взяли, зашли, фильтры настроили, видите только пользователей, которые взаимодействовали с этой автоворонкой, видите сценарий, понимаете, вот это плохо, вот это хорошо, я пойду, переделаю в аккаунт. И для этого не нужен какой-то специальный, вот отдельный аналитик. Но если у вас в компании уже есть штат аналитиков, которые занимаются работой с данными, то это просто их ускорит. Вы не будете ждать построения новых отчетов в две недели, вы будете ждать их там 20 минут. Я вот здесь немножко допомню то, что говорит Кирилл, то, что я неоднократно настраивал без, правда, предиктивной аналитики, просто воронки, да, только по автоворонке, маркетингу, то, что, о чем говорили, там, где ребята могут находить эти сложные взаимосвязи, у нас был просто, мы это делали через HubSpot, через MailChimp, через GetResponse, через еще там 20+, они все одинаковые примерно, решения работают. Сколько нужно людей? Задача финальная, чтобы людей было по минимуму на самом-то деле. То есть в итоге мы это делали там в недвижимости, в FMCG, количество людей в итоге сокращается, которые тебе нужно постоянно затрачивать, но они нужны в самом начале, чаще всего. Я думаю, что здесь, скорее всего, то же самое, нет? То есть когда идет именно настройка, отладка и запуск самого фреймворка, а потом уже сам фреймворк, он позволяет, наоборот, как раз оптимизировать количество людей. Да, да, это действительно правильно. Плюс, ну, на начальном этапе, с точки зрения именно настройки первичной отчетности, которую мы предполагаем, что должна быть, здесь лучше всего привлекать каких-то, ну, там, консультантов, бизнес-аналитиков, которые в этом реально шарят, которые скажут, вот, я работал в вашей сфере, в вашей компании нужно смотреть вот это, потому что у меня есть X кейсов и по ним есть X решений. Вот эти отчеты, они вам нужны, вот. И мы их уже вам, соответственно, там, настройки делаем. Все, давайте еще вопросы. Если вам нужен консультант, обращайтесь. Давайте мне ваш этот, как его там, телефон, пишите, звоните на сайт. Давайте затронем сейчас. Спасибо. Я буду обязательно. Мы запрендимся на фейсбуке, я приду к вам на кофе, лучший аналитический кофе в городе. Да, он состоит из слоев, он просто когортный, короче. Класс. У кого еще есть вопросы, друзья? Давайте. Привет, Миша, компания ВСК. Подскажи, существует ли у вас пользовательская аналитика и как вы боретесь с кросс-девайсом? По пользовательской подразумеваешь именно объединение в юзер, короче, отдельных... Ну так, вот портрет пользователя. Да, пользовательская аналитика есть. У нас собственный идентификатор, в который все это объединяется, и по нему можно посмотреть, что этот человек делал в разных источниках, каналах, в разных, я не знаю, по нему какие сделки были и так далее. То есть это да, это без проблем. По поводу кросс-девайса. Ну, вот этот вопрос, он реально камерзный и сложный, это действительно так. И дело в том, что настоящего полностью работающего кросс-девайса на сегодняшний момент просто нет. Его не существует. Мы можем косвенно решать эту проблему как бы с помощью бизнес-процессов в компании. Например, там если взять недвижку, да, вот часто бывают самоходы так называемые, или у автодилеров, у них часто бывают вот просто люди, которые приходят в салон за машиной, и там понятно, что они перед этим что-то там в интернетах-то делали. И, соответственно, мы можем внутри компании оптимизировать бизнес-процесс таким образом, чтобы мы человеку высылали на e-mail какую-то полезную информацию, да. Он приходит по ссылке специальной, и счетчик на сайте его оцифровывает, и тогда это добавляется в портрет пользователя, и данные как бы они ретроспективно обновляются. То же самое мы можем ему отправить смс на мобильный телефон, а посмотрите, у нас типа вот это, он на нее кликнул, все, мы понимаем, это этот телефон, это уже работает. Потому что кросс-девайс, например, даже тот же самый, который есть в гугле или в метрике, это фигня все, оно не настоящее, оно не работает. Спасибо. Пожалуйста. Ссылаются этика права и риски в рекламе. Поскольку я по своей персональной деятельности юрист, вас, наверное, может пугать, какого черта юриста сейчас будет вам про этику рассказывать. Тем более, что в некоторых вселенных эти вещи не пересекались. Но расскажу вам следующую вещь, почему я перед вами оказался, если вы не знаете. У нас, значит, в 2017 года ФАС обратился в так называемый ЕАЦ, это международный орган саморегулирования рекламного, с предложением, чтобы в России запустили тоже проект о переходе рекламы на саморегулирование целиком. То есть, чтобы ФАС отказался от своих полномочий и передал саморегулируемой организации. И пилотным проектом в этой истории оказался регионным пилотом, оказался Санкт-Петербург. И в Питере подписался у нас в этом году в сентябре, уже ровно три года назад, проект Санкт-Петербурга, соглашение, этот ЕАЦ, и ФАС, о том, что создается такого саморегулирования. Мы его сделали, это гиды ФАС, называется он сейчас рекламный совет. Да, потихоньку заходит кто хочет. И в том числе у этого рекламного совета, сейчас был разработан еще законопроект, который лежит сейчас в проектстве, и до Голдумы добирается, чтобы в 1922 году уже полностью запустилось именно саморегулирование. Концепция следующая. Чтобы никакого обязательного членства, членство добровольное, но штука такая, что вопрос именно оценки рекламы будет заниматься именно саморегулированная организация. И на сегодняшний момент, пока, чтобы, ну, собственно говоря, случилось так, чтобы не было несбухто-барахты, на уровне пилотного проекта и таких, скажем, институционных вещей уже СРО вовсю работает. То есть как это выглядит? У СРО есть подписанные соглашения о взаимодействии с территориальными органами ФАСа. Их порядка уже 20 по региону. И ФАС отправляет рекламу в СРО, говорит, пожалуйста, вот поступила жалоба, рассмотрите и скажите ваше экспертное мнение. И вот в рамках конституционного комитета, который там есть, я там состою, мы рассмотрим эти рекламки и выдаем ФАСам некие рекомендации. Большинство с Кучев, в 99-ти, ФАС с нами соглашается. А? Ну, единственный случай, когда я не согласился, это была вот где-то апреля... А? Нет, ему реклама не нужна. Значит, это была довольно забавная реклама воронежского бара, который вот в январе этого года он запустился, и у них был слоган «Не дам тебе убереть в похмелье». После праздника. Ну, в общем-то, написали, что ничего здесь такого нету, но ФАС учел то, что там было порядка 10 жалоб от граждан, говорит, что эта реклама, она оскорбляет чувство адептов здорового образа жизни. Ну, это как бы единственный случай, который запомнился. когда с нами не согласился. И, исходя из тех жалоб, то есть с апреля мы начали, сейчас было рассмотрено порядка 150 уже жалоб. И из них этические, они как бы занимают, ну, тот же самый процент, который у ФАС, как обычно, это 30% вопросов. Но это, понятно, из них самые громкие споры, и, как обычно, эти этические вещи, они почему-то всплывают на поверхность, как такой хороший информационный товар, и с некоторыми спекуляциями их освещают и не очень корректно. И наша задача как раз, и как ФАС точно просит, говорит, давайте более какие-то этические стандарты понятные, аргументированные, чтобы можно было понимать, что можно, что нельзя. И тут, конечно, возникает вопрос, а почему вообще невозможно ли запихать вправо вопросов этики? Потому что, как иначе, в общем представлении, что этика – это напор мнений, у каждого свои представления о морали, третий, пятый, десятый, закон, в общем, должен быть четким. Значит, смотрите, сейчас я вас немножко помочу не к теоретизации, а потом картинкам перейдем, чтобы была понятна логика, как она происходит. Значит. А как вы? Давайте. Значит, смотрите. Первое. То есть, смотрите, чтобы понимать, как этика оказалась вправе и вообще возможна рядом, то есть можно много принимать мнений, но по большей части, самая сегодня актуальная и такая популярная точка зрения, что этика – это всего лишь правила, которые направлены на выживание некой группы. Пусть я вас могу только адресовать к некоторым работам эволюционистов, которые сегодня говорят, что этика была вложена в нас природой, и, собственно говоря, здесь нашим визианным прошлым, она у нас впиталась. Это можете прочитать Франца де Ларе «Основы морали». Это такая довольно любопытная книженция, которая как раз объясняет, что элементарно банальное правило этики относиться к ближним с уважением, она исходит из того, что важны были особи для поддержания именно выжираемости группы. «Взаимный актуризм я помогаю тебе, чтобы ты потом помог мне». И дальше Докинс и прочие начинают эти истории развивать. То есть они, грубо говоря, говорят, что этика – это не представление о том, что этично-этично, а этика – это вопрос факта. То есть мы можем определить с точки зрения вреда к поддержанию вида, насколько это конкретное поведение соответствует этим целью. Если оно соответствует, то оно вполне этичное. Поэтому вопрос этичности – это вопрос должен быть факта, а не мини. То есть они переводят, что этика должна в конечном этапе стать наукой. То есть, как примерно мы понимаем, что нет христианской физики, нет мусульманской химии, так же мы должны понимать, что нет христианской этики, есть представление об этике воспитанной религии и классовым мышлением, но этика, она все равно остается вопросом факта с точки зрения кругового желания. А если мы говорим о том, что это вопрос факта, то этот факт должен быть сформулирован, этот факт имеет право на интерпретацию, и этот факт должен быть формулированным, интерпретироваться. А это как раз уже задача права – работать с фактами, их интерпретировать, их аргументировать и их формулировать. И, грубо говоря, на этом основании мы можем включать в право абсолютно этические нормы, если мы можем сформулировать их как факт. Вот вам простые два примера, которые сегодня в институции есть в элементарном гражданском кодексе. Есть две понятия. Первое, что у нас запрещается злоупотребление правом, и второе – запрещается недобросовестная конкуренция. То есть звучит довольно абстрактно, но вот вам простые два примера, которые как бы вот из нашей маркетинговой сферы. То есть представьте, что вы запускаете кофейню, в этой кофейне вы придумали логотип там какой-нибудь в гостях у Лисы, вы работаете три года, и тут к вам приходит некий человек и говорит, «Слушай, а у меня товарный знак есть такой в гостях у Лисы, ну-ка давай закрывай свою кофейню и плати мне компенсацию». Он говорит, «Так, подожди, я тебя в жизни-то не видел, я таких кофейней только у меня одни». Говорит, «Да неважно, у меня вот есть товарный знак». Но вы понимаете, что он никакой деятельности не ведет формально, вы нарушили, потому что у него вот есть документ, государство удостоверило его память. У него удостоверило его право исключительно на этот товарный знак. Но вы ему говорите, «Подожди, но если ты говоришь, что у тебя есть право, ты покажи, что ты его использовал, что ты что-то водил в оборот и делал, чтобы потребитель путал меня с тобой». То есть товарный знак средства борьбы конкурентный. И как раз, когда вы понимаете, что он его регистрировал только с одной целью, чтобы причинить вам вред и от вас деньги отнять, вы говорите, «Подожди, ты своим правом злоупотребляешь». Поэтому ему суд отказывает в праве. Вот банально, то есть элементарный. «Употребил своим правом». Да, оно у тебя есть, но ты используешь его не так, как от тебя требуют принципы добросовестности. Вот и старается то, что называется «недобросовестное поведение» и то, что у нас приезжает недобросовестная конкуренция. Да, элементарно, что вы упускаете упаковку печенья, разрабатывать для нее дизайн определенный, а баня дизайна не зарегистрируйте, потому что некие общие элементы. Ваш конкурент берет и практически такую же коробку рисует, кладет на полку, естественно, потребитель, который заходит вечером, уставший после работы, не глядя, с полки кладет в коробку вашего потребителя печенья, приходит домой и смотрит совершенно другое. То есть, по идее, он ничего не нарушил. Он просто взял и нарисовал похожие общими цветами. Товарный знак не нарушил, промышленный образец не нарушил, но тем не менее он создал своими действиями смешениями. То есть, что потребитель их путает. Вот добросовестная конкуренция чистой воды, то есть он совершает эти действия, очевидно, которые приводят к путинец. Таких вариантов уже есть в этих массах, когда вот таким образом идет добросовестная конкуренция. уже фас и суды их щелкнут на раз-два-три. Поэтому не стоит пугаться, когда этические термины попадают в закон. А вот с теми смешения есть какой-то рекламент, как-то на самом деле очень серьезный вопрос? Это вопрос-факт. Это вопрос-факт. То есть, что должен быть один потребитель, который перемутал, вот как это доказывает? Смотрите, есть три варианта, как это доказывается. Смотрите, есть три варианта, как это доказывается. Первый вариант это, когда судья говорит, я их путаю и мне кажется, что это действительно похоже. Сам судья. Сам судья, вы подводите перед ним двое упаковки, он говорит, я бы их спутал. Второй вариант. Это когда в административный фас переходит, он смотрит и говорит, ну да, они разные, но потом, когда вы фотографируете их на полке, он смотрит, вот это в Питере дело было в муке, смотрели, он смотрит на эту упаковку на полке, и они абсолютно идентичны, похожи. То есть, грубо говоря, наше сознание и мозг как гештальт работают, то есть ему не надо подходить и смотреть, прям выглядываться. Он берет по знакомым цветам ориентира. То есть на полке этого достаточно. Второе, когда показывают, так же приходят об основе, говорят, смотрите, вот это по старотворью была по колбасам такая история, когда они показали прямо, что смотрите, как появился паразит, который оформлял нашу колбасу, так же обвязывал, у нас упали продажи. То есть каким-то образом в магазинах, куда он завозился, а в торговых сетях обратная связь была, у нас упали продажи, потому что там появилась вот эта колбаса. И третий самый удивительный способ, который используется, обращаясь к математикам, которые по теории вероятности рассчитывают, насколько такой дизайн мог совпасть. И такое используется. Это было потрясающее дело по косметике Кика Милановской, и паразит там какой-то у них появился, который копировал упаковки примерно таким же образом. И математик говорит, вот эти элементы, у них сход с один к миллиону, вариант случайного совпадения. И что? Как суда? Он дальше смотрит, что это не могло быть случайностью. То есть это не... Ну, было другое дело примерно, как отличать традицию от паразитирования. По книжкам была такая, где у книжек было примерно классики одинаковое оформление. Суды говорили, подождите, это традиция оформления книги, там такая орнаментом обложечка и нити цвета, что это традиция. То есть тут не было нарушений. А по другим книжкам там было, что, слушайте, ну вы как-то на одну полку положили, скопировали, что это не могло быть совпадением. То есть как только наши товар начали покупать, он стал известен, мы ложились в рекламу, а ты пришел и сейчас копили. Ну то есть это вопрос, опять же, я ему говорю, с чего начал? Аргументирование, интерпретация и прочее. То есть дальше вы собираете, вот это право есть. Убедить другого, убедить судью, убедить антинопольный орган в том, что это не могло быть случайностью. То есть этих вариантов там вам фантазия подскажет. Вот. И, то есть не стоит бояться этих этических терминов, это для юристов хороший спорт. Развлекаться именно по экспорте этику. Но, по другой стороне, вот эта универсальная этика, по какой вопрос, факт нас, по большей части защищает как раз от плохих законов, то, что называется, и от, ну, условно, хорисийской морали. От плохих законов это, ну, скажем, универсальная этика, то, что я говорю, это то, что права человека. Понимается, да? И когда мы о них говорим, то есть вот после того мировой войны, как, когда судили этих судей немецких, говорили, а почему будут принимать вот эти законы, которые вынудительные стерилизации и прочие. Ну, такой же был закон. И мы это говорили. Ребята, есть же незаконное право, то есть те права человека, по основанию которого не должны принимать эти законы. Вот, это как раз этика, которая формирует вот это незаконное право и проходит вправо. А от форисийской морали, ну, здесь, скажем так, просто слово довольно удобное, потому что, когда мы путаем именно вот этику для выживания группы и некие культурные особенности ритуала, которые, ну, каким-то образом заходят, принимают оболочку этики и выдаются нам за этические требования. И вот именно этика задачи, когда экспертиза проводится, именно отличить, вот где была мораль форисийская, а когда это закон, что соответствует ли вот этим фундаментальным требованиям, которые это к конституции и прочие, конкретные законы. И здесь важно отличать, что, смотрите, да, вот, когда мы уже выбираем ближе к рекламной нашей теме, что, с одной стороны, когда мы про этику говорим, что государство, оно общается с обществом, с законом, а с обществом внутри себя, оно общается этикой. И когда сегодня реклама стала более интерактивной, и у вас контакт с потребителем начал возникать, пошла вот эта история, которую, там, условно, СМИ пытаются расслаблять, реклама возмутила потребителя, там, кто-то оскорбился. Вот, и это сейчас гораздо более интересный материал для работы, как с этим быть, и как регулировать так, чтобы это общество, условно, не возмущалось, или как оценить, возможно ли оценить эти этические риски, и все равно, оставаясь в пределах закона, попытаться каким-то образом найти этот баланс между смелостью некой свободы и этими этическими устоями. И здесь мы не можем все равно разбираться и тот законодательный опыт, который был, наработан там уже веками, и сугубо регулировать и говорить, как обычно, что, ой, вы не поняли мою рекламу, ой, вы такие темные, вы непонятные, зря вы ко мне пришли с претензиями. А законодатель следующим образом подходит к этим вопросам. То есть смотрите, следующий вопрос, то есть первый проблематик, где вот свобода слова и где вот эта этическая граница? И у нас конституция, как говорит, что реклама, как коммерческое слово, она не пользуется свободой слова, потому что, условно, гарантия абсолютной свободы слова, она дается исключительно для политических гражданских прав. А ваши задачи продавать, поэтому ваши слова, они должны быть ограничены, поскольку в вашем случае реклама выступает товаром. Это позиция Конституционного Судачи 1995 года, когда появился первый закон о рекламе. Поэтому различные ограничения, да, могут водиться, но для них нужна достаточно аргументация. То, что с редких времен называлось, что обязанности, ограничивающие мою свободу, вы должны быть достаточно аргументированы. Ну и дальше там пошло безопасность и прочее, прочее, прочее. Но при этом все равно свобода слова оставляет пространство для никаких шокирующих и для где-то даже оскорбляющих высказанных, если вы так это докажете. И смотрите, дальше Конституционный суд нам гарантирует. Вроде как две вещи. Конституционный суд нам говорит, что нет ваших коммерческих слов ограничено. Но дальше закон о рекламе. Мы читаем часть 6 статьи 5, которая говорит, что в рекламе не допускается использование правных, оскорбительных слов и иных непристойных образов. И вот тут начинается уже самое, собственно говоря, горячее вопрос о том, как эту норму применять. И, как вы являетесь непристойным СФАС в свое время, в 2013 году, придумал следующую конструкцию, которая достаточно спорная. Они сдали письмо по поводу, как признаватели плавного неэтичны. Они следующим образом поступили. Они взяли на вооружение так называемую этику дискурса. То есть они как считают? Если некое большинство считает что-то неэтичным, то это есть неэтичным. А дальше это что происходит? Примерно как сейчас они периодически увешивают на сайт опросы. И дальше люди голосуют. И дальше говорят, ну вот смотрите, если большинство сказало, что это неэтичное, значит мы признаем, что это неэтично. То есть понятно, это не очень удобная этика дискурса по одной простой причине. Потому что, смотрите, в ней как раз мы полностью отсекаем любую свободу, потому что понятно, что творческое развитие отсекается для смелости абсолютно. То есть у вас абсолютно блокируется что-то новое. То есть вы все время должны ориентироваться на мнение большинства. А одно это мнение, скажем так, опять же, существует сегодняшняя технология, легко корректируется, легко формируется. Тут простой пример, который я всегда привожу, он довольно показательный. Когда во время французской революции пошли сумкилоты бомбить город Париж, они увидели, что вот на Натердаме стоят фигуры некие фигуры французских королей. Пошли и посносили бошки, изрутывали храм. На самом деле это были статуи пророков библейских. То есть наш глаз, он довольно, скажем так, несовершенный. Наше представление, оно порой стихийное, сумбурное и неправильное. Ну или другой пример, это тоже показательный. Потому что это как случилось в Австралии, почти вымерли жуки-древесники. Такие, они коричненькие, такие шершавые. Но что случилось, когда, в Австралии, условно, граждане выходили на пикники свои, выпивали пиво, и кидали бутылки в эту песчанину. А бутылка коричневая и рифленая. И жук на эту бутылку налетает и начинает ее благотворять. Ну она же коричневая, такая же рифленая, как жучиха, и довольный улетает оттуда. Они практически вымерли. Мы потом попросили, что эти жуки для экосистемы нужны, вы и дизайн бутылки измените. И пикники его изменили. То есть мы примерно так же. Мы скоропалительные, мы воспринимаем что-то быстро, несовершенно. Поэтому ориентироваться в этике на мнение большинства, оно не очень правильно. Плюс понятно, что под ним может скрываться идеология определенная, которая может культивировать любую ценность. Как примерно в романе Маркеса «Осень патриарха», как там диктатор взял и культивировал свою мать как святую, хотя ему говорит, она была шрифью портовой. Ну ничего, люди поклонялись. То есть весь вопрос идеологии. Либо второй вопрос как раз, когда это уходит на лодку по экспертам, потому что, ну скажем, современное общество, оно все равно движется так, что власть закона должна быть замена властью экспертов. Где вы условно на этике, так называемой, пробивализма, вы можете рассуждать о том, а действительно ли какое-то явление, этичное или неэтичное, и выдвигать аргументы. Тем более, если этот вопрос доходит до суда, то естественно это вопрос состязательности. И дальше должны быть какие-то аргументы, интерпретации и прочие вещи, когда вы должны определять, что этичное или нет. и дальше вот оно, собственно говоря, пошло и не пошло. Почему? А-а-а, чуча. Вот, значит смотрите, и тут наработки, вот я, продон за длинное вступление, сейчас я вам как раз за минут пять все это быстро расскажу. Значит смотрите, какие вот, с учетом практики у нас пошли, какие важные топовые вещи нужно усвоить, чтобы условно недовольного потребителя где-то его осекать. Первое, что нужно отвечать в этике и в рекламе, что нужно отвечать, что не всегда неприятное не есть неэтичное. И наш мозг это, к сожалению, путает. Тут я вас адресую к Сапольске, Роберту, профессору Стэнфорда, у него даже, по-моему, на ютюбе лекции лежат, который примерно объясняет, каким образом, что наше восприятие неприятного, оно лежало в мозгу в отделе, который называется островок. То есть, условно, съел там наш первобытный пещерный человек какую-то ягоду отвратить, но его от нее стошнит. Дальше он видит даже нарисованную эту ягоду, и он начинает ее тошнить. Ну, мы сегодня такое воспринимаем, да, когда он что-то за обедом говорит неприятно, у нас автоматически начинает рефлекс. И дальше этот островок начинал развиваться, и он дальше отвечать начал за социальное восприятие действительности. И социальные нормы там сложились. Поэтому наш мозг очень часто путает неэтичное и неприятное. То есть, мы когда видим что-то неприятное, мы говорим, слушай, так не поступают, так некрасиво, и говорим, что это неэтично. Отсюда какие вещи возникают? Когда мы слышим рекламу чего-то такого с физиологическими подробностями, вот у нас как было классический пример на радиодатчике, мы понимаем, что это радио, оно там глубоко за возраст, и нам рекламируют, соответственно, там бады всякие для потенции. И вы говорите, такое нельзя рекламировать. Это возмутительно, такие вещи не должны рекламироваться. Но это зачем? Подождите, с законом это не запрещено, товар был из оборота неизъят, поэтому потребитель имеет право хоть что-то узнать об этом. Поэтому неэтичный объект, если он настолько неэтичный, то и оборота законодатель запрещает в избежании конфликтов. Ну, то есть, как, к примеру, у нас сейчас происходит с рекламой услуг по прерыванию беременности с абортами. Аборты в России запрещены, но их реклама запрещена. Аборты разрешены, реклама запрещена, да. Вот так это выглядит. То есть, тут законодатель как бы встревает в эту этическую проблему, четко расследует. В остальном, такое разрешение, что если вам что-то не нравится, это не значит, что это неэтично, это просто вам не нравится. Не более того. И второе, то есть, когда уже идут некие подробности. Вот у нас буквально неделю назад рассмотрели дело, Lebrez, значит, YouTube выкинули рекламу, посвященную прокладке, и они, грубо говоря, со всеми физиологическими подробностями показывают матку, и вместо жидкости, которые всегда синие изображали, начинают показывать краску. То есть, типа, давай все этифинизм. Пришло там три жалоба, что так нельзя делать. Что, типа, излишне физиологические подробности, зачем вы кровь показываете, зачем вы анатомию половых органов, ну, и прочее, 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 прочее. Ну, это как бы смотрит, что, послушайте, ну, как бы понятно, что это физиологический процесс, а по факту, вот ваш страх перед этими процессами, оно как раз вызвано элементарным табу, которые там наложены были там еще с пещерных времен, и понятно, что мозг человека это одна информация другую не объясняет, а она наслаивается одну на другую. И табу, собственно говоря, всех вот страхов изображений, месячных половых органов, он взялся в тем, что в сознании первобытного человека было, что вот эти физиологические процессы нечистота равно опасность. То есть вид крови из-за этого опасна. Дух вычисляет. И так же, как, например, у индусов и у других народов, есть обычный, называют он нам, он чипурхает как-то так. Ну, то есть смысл такой, что женщины в период месячных выгонялись в племию, чтобы она от пещеры жила. Чтобы она, грубо говоря, пока кровь идет, чтобы она не подвергала премии опасности, потому что из крови могут злые духи быть. Это пример тоже самое наслойное. А рекламодатель сам пояснял в этой ситуации, что мы просвещаем с точки зрения именно физиологии особенностей. То есть у нас нет цели оскорбить. Мы говорим, что этот процесс важен, чтобы женщина не стеснялась, не боялась, не возникали положения. Ну, в общем, да. Ну, тут в такой момент рекламодатели видят дети, а у них нет шоу, психика и так далее. Это может быть интерес, там, ну, сексуальному, скажем, развитию, дети начинают дать инферсоваться, сейчас на интернет и так далее. Вот в центре литературе можно осматривать такую рекламу. Какие вы просвещаете будем, чтобы их сделать нормой? Как и несколькие другие движения. Есть дети, что психика другая. Ну, вы знаете... А, кстати, Google же как-то отдельно сейчас... Нет, да. Во-первых, там, YouTube, например, они сразу начинают блокировать. То есть ты когда выбираешь, а дети там отдельной строкой, и ты настраиваешь, что дети не покажут. А это ютюбовская была. Это ютюбовская была. Делик это в жизни не пустит по миллиону причин. Да, то есть мы же не говорим о том, что нет цензуры никакой. То есть мы говорим про, если традиционные медиа, это редакторские вещи, которые никогда не попадут. Да, потому что слушатель уйдет элементарно. То есть мы же сейчас просто говорим о том, можно-нельзя, а дальше ставить, выбор все равно еще за площадкой остается, с учетом каких-то вещей. Мы на уровне концепции. По концепции, раньше рекланировали табад, например, рекланировали его какие-то особенности там, качество, надежность и так далее. А сейчас реклама заточена именно, знаете, на нижнюю такую ступеньку, на секс и так далее. Может, мы тоже понимаем, и мы обсуждаем всех заданий, как реклама за реальность? Ну, да. Нет, ну... Это вот от нас вопрос, наверное, этики и предпочтений, да? Оно и есть. Ну, да. Это примерно, да. Понимаете, когда коллега начал говорить «это увидят дети», понимаете, это очень универсальный аргумент. Мы начали... Да, это аргумент, против которого, понимаете, я что бы вам ни сказал, я буду казаться козлом и циником. У них будет представление о том, как работает физиология, это тоже очень хорошо. Ну, примерно, да. Понимаете, это аргумент, с которым, ну, я никак не могу спорить, потому что, ну, скажем, цинизм не так понимается в сегодняшних реалиях, как, когда цинизм умеет называть вещи своими именами. Да, ой... Этические нормы изменились? Не то, что изменились. Так, сейчас, подождите, что же я сам... Сейчас... Я только... Что же такое-то? Почему? Значит, смотрите, сейчас быстро. И вот к этим вещам сейчас расскажу буквально 3-3 кейса, которые успели. Вот неприятно и неэтично. Это была реклама. Телеканал Ю запускал вот эту вот программу о том, что я сняю свое тело. Иначе, естественно, приходит сразу жалоба, что, смотрите, человек сравнивает с собакой. Уберите неэтично. Мы пишем, что, подождите, давай толковать символы, которые изображены. Во-первых, здесь не человек с телом собаки, а собака с телом человека. И, в принципе, устоявшийся символ такой абсолютно мифологический, киноцефалов. То есть, такие же, как христианцы, есть Святой Христофор, такой же абсолютный, и есть, собственно, Бог Анулис. То есть, здесь нет никакой цели оскорбить человека, а показать вот некий устоявший такой символ, который не оскорбит. Вторая история с тем же телеканалом о том, что беременную 16, то есть, люди пишут, это возмутительно молодая беременность. Опять же, это могут увидеть, что беременность – это естественный процесс, направленный на поддержание их вида, и в этом ничего такого особенного нет. Тем более, что, условно, ничего такого нет. Это нормальный физиологический процесс. Тоже жалобу оставили без удовлетворения. Другая, абсолютно такая же, почти полупританская история, которая была связана из Томска. То есть, это был буклет ритейлера, где... Здесь? Там была плохая качество, сейчас поясню. Обычно, как Ктуберфест, это была распродажа, то есть, там, пиво, всякие бецели, снеки, и, естественно, нарисована девушка Ктуберфест. Жалобу пишется, что такое в этих плакатах женщина, изображена в таком откровенном виде, то есть, человек объясняет, что, подожди, это как бы символ, который атрибут этого праздника, женщина баварская будет заплатить гиндель, что мы не должны воспринимать ее примерно как нечто оскорбительное, потому что... А что человек берил другую рекламу вообще? Ну, это, ну, магазин, магазин, ну, не все эти Томски называются. Я... Ну, так в том-то и дело, что мы ее воспринимаем, это как символ, который неизменный атрибут, неизменный атрибут этого праздника устаешь. То есть, это не потому, что сексизм, да, и там активизация, а это потому, что, ну, вот так она будет в Питере, в этом октуберфесте, то есть, сфотографируя, она в этом платье и будет ходить. Вот, поэтому этот символ как раз уместен для этого объекта рекламы. А дальше, это вот тоже питерская история к вопросу и личности объектов рекламы, да. То есть, вот, появился у них в Питере этот несчастный... Ну, они скопировали канадскую рекламу, это фалламинатор такой. Ну, вот, канадская. Так, у них, у канадцев это было прокричить свое имя, а у питерцев они сделали взрослый кролик, он сделал, как вуманайзер, твое право на удовольствие. И они наружной рекламе по Питеру его расклеили. И, соответственно, пошли жалобы, что такое нельзя рекламируют в общественном пространстве. Дети и вся прочая. Они как бы говорили, что, ну, опять же, закон не запрещает, товар не изъят из оборота, выполнен он без каких-то анатомических подробностей, а у них, например, футуристический дизайн. Но, тем не менее, как... То есть, нет нарушений, но рекомендовали, что хотя бы суть целевую аудиторию до некого журнала или прочего, чтобы, ну, условно, если граждане жалуются, то скорректировать свое. Но, как бы, нарушений именно не виделось, потому что ничего неэтичного нет. То есть, показан прибор, который без описания, а тот, кто сливает аудиторию, он, пожалуй, угадывает. Просто дизайнер похожий, может, по этому, дизайнер не вижу. Ну... Это... Так. Ну, и вот, как раз, самое сейчас острое, потому что вот по... Не то, что острое, а, скажем, как раз, когда более активно пошли жалобы, как раз вот эта тема сексуальной объективизации и, ну, можно назвать, воспотребительского отношения к женщине, да, вот эти классические отвратительности, изображаются, что дают этот залог, и женщин изображают. То есть, создавая вот эту некую двусмысленность. И еще с 11-го года их вас описали, мы сейчас продолжаем, что если, условно, никак не связан образ с объектом рекламирования, то это воспринимается именно как восприятие именно женщины, как ее тело, как противореческое отношение. Поэтому такие, ну, обороты, условно, не стоят. Потому что это как раз не этично, потому что человек не может восприниматься как объект. То есть, условно, если вы рекламируете купальники, если вы рекламируете, условно, те же самые кредиты, под словом «даю», то это именно представление двусмысленности безникает. Хотя закон занимается только декларативной частью сообщения, но, тем не менее, такой он штуку стоит избегать. И это такая, ну, в принципе, уже устоятельность. Ну, им отдали, а дальше они пошли. Вот я здесь прислал, это один вариант. Их было вот Уфасов, а с Хабаровскими можете зайти, и Уфас Хабаровскими пишите в гугле, и «Парижанка». Там вот вагоны, маленькая тележка этих по купальникам и нижней. Пожалуйста, вопросы через микрофон. До свидания. Спасибо. Может быть, вы помните, лет так 15 назад была такая сеть Эльдорадо, и у нее была реклама примерно такая же, только там был пылесон. То есть, как... А я про него расскажу, что мы друг. Да? Да, да. Это... Как он все суды там выиграл, да? Нет, он в Питере проиграл у нас. А, проиграл? Да. Поэтому... Нет, не то, что проиграл в суд. Просто не получилось дальше. А вот... Это... двойной смысл, да? Анфиболик, то, что называется. Одновременно с матом. Вторая история, это называется имплицитный по тексту. То есть, у вас до конца не дописалось, но слово, оно подразумевается, опять же, за счет Киштани, что вы что-то не сказали, ну, пожалуйста. Ну, с этими вещами та же, как за бикви не работает. То есть, за бикви не равно мат. Причем, Роскомнадзор такую штуку тоже использует. А вторая, та же самая, опять же, вот, как анфиболия, это ценным пришел писец. Да? То есть, слово писец воспринимается именно как завуалированный эфемизм матом. Вон туда же. Ну и, понятно, вот, за страхой та же самая анфиболия, когда написываются, что это слово, в том числе, имеет коннотацию в совокупности женским образом, как не самозумие. То есть, видите, финты, они уже не проходят. Поэтому, сосузы копейки, та же самая анфиболия, два смысла здесь считывается. И поскольку вы не можете сказать из текста рекламы, что он здесь только один, то правоприменитель имеет право трактовать его именно в ту стиль, в которой ему она удобна. То есть, скажем так, это только человек способен воспринимать два смысла. Видите? Но правоприменитель, он выбирает какой-то один. Называю один. А? Ну, да, да. То есть, спекуляция. Поэтому, когда вы делаете двусмысленность, вы как бы из нее с одной стороны... Сейчас она там дальше будет. Ну, примерно есть, где вот в архавизмах поискать, если вам интересно, да, вот так вот, по провокационному. Это шикарная история была из Хабаровской. Ездец с едой. А ездец — это на самом деле элемент геральтики. То есть, вот Святой Георгий, который на гербе Москвы, это ездец называется. То есть, вот этот элемент. Или наездник. Вот. И нам, как бы, говорят, что, ну, да, слово архаичное, но это не запрещено. А вот с баром, ну, картинка плохая, но, тем не менее, дикий песец. И рекламируют, приходи, будет дикий песец. И здесь не нашли нарушение, потому что это в Мурманске было. То есть, понимаете, в Мурманске песцы, это как бы с учетом территории, коннотация, она исключает, ну, как бы, вот именно провокационную, что это, в принципе, довольно органично для территории. А, и... Ну, примерно, да. И следующая вот эта история, которая как раз, когда мы говорим о том, как этика формируется и с определенной идеологией, то, что, ну, вот, условно, за десять лет культивирование и победу, да. То есть, сегодня, считается, на уровне фаза запрещено вообще в коммерции использовать символику победы. То есть, не знаете, что такое символика? Вы не знаете, там, вы пугали, что такое, там, фотография комбата, бедергиевские ленты, ну, прочее. Ну, короче, любая ассоциативная связь сегодня в коммерции социальной символикой победы на уровне там будет приниматься. Просто нельзя. И суды даже не доставают себя обосновывать причину. Просто, потому что это священный праздник, ра-та-та-та-та-та. Причем, это реально случилось за десять лет. То есть, в 2009 году еще где-то практика была такая многосторонняя, что, если это аккуратно, то, пожалуйста, используйте. Если там какие-то вот издевки вроде как, ну, дорисовывание, то нельзя. Причем, еще интересно, на какую-то, смотрел, вспомнил. Недавно в Омске, столице белогвардейского движения царской России. Плакат этот был переделан, где ступал в Красную Армию и Гражданской войне его был признан оскорбляет о мечей, потому что ты записался на распродажу или что-то вот такое. То есть, смешно вот такое, где смысл просто переплетается. Поэтому ну, вот такие вещи, они просто табуированы. Им нельзя прикасаться. Ну, естественно, вопрос еще религий. да, это вот очень показательный кейс, который был в Перми, который мы, как бы, косвенно тоже рассматривали. Не знаю, прислушать или нет. Можете, вот, кстати, почитать, очень там такой одиозный дядечка есть, Андрей Литовко, глава местной епархии. Он там всем все запрещает. То есть, такой прям активный товарищ. И он обратился на рекламу в Инстаграме шоу-мишник какой-то. Такой разместил, написал божественный шоу-ма. Естественно, пришел, да, пришел, говорит, это оскорбляет религию, потому что это христианство. И, говорит, вот вы смеетесь над ним. И там, среди прочих, писали, что, а, слово божественное, оно не относится к конкретной конфессии. А вот если бы он здесь написал хостное шоу-ма, это норма или норма? Ну, нет, это не имеет значения. Они, как бы, претендуют на то, что некий есть образ, так скажем, религиозной культуры, как с нимбом. И объясняли, что нимб, на самом деле, это не признак религиозный. Нимб – это символ святости. И изначально нимб, он, как бы, выполнял функцию не, как бы, такую эзотерическую, а он выполнял функцию исключительно охранительную. То есть, когда в Древней Греции стояли статуи богов, нимбом это считалось такая железная как бы крышечка над ним, чтоб голуби не гадили на голову. Вот. А потом, она, собственно, когда перекочевала, когда, ну, начало трансформироваться христианство, когда начало выпирать в себя элементы именно античного, то есть, с изображением иконописи, и некие изображения, то нимбы остались, как бы, в таком виде. А, ну, к слову, в России они уже перешли как символ уважаемого человека. Если сейчас зайдёте ещё в, по-моему, в Успенский собор, то там как раз может Ивана Грозного символом увидеться. То есть, он не коммунизированный, но именно как царь он изображён с ними. То есть, это никаким образом символ не относится к религиозам. Даже к крыльям. Ангельским, например. Всё. И последнее. Финальное. Юмор. Юмор – самая опасная и самая ужасная вещь. По одной простой причине. Потому что в юморе заложен два смысла. Юмор построен на подмене смысла. И юридически вы юмор не объясните. То есть, тут опять представляете законодателя как собаку. Собака же не понимает контекста. То есть, ей нельзя сказать «фас» и говорить «я пошутил». Собака не понимает юмора. Так же примерно закон. Он читает только декларативный смысл. Каражный фас. «Фас». Ну нет, нет, нет. Там как бы всё гораздо бумагнее. Я вот, ну, суть в теории не понимаешь, что у любого сообщения есть три элемента. Декларативный, имплицитный и секретный. Закон занимается только декларативный. Секретный. Ну, это примерно когда ты говоришь «пей Coca-Cola». Ты говоришь первое «пей», второе «имплицитный», что условно это праздник ощущения, а секретный, что «чувакам это будет круто, что ли, товары, я их хочу телепортать». Вот смотрите, два простых вещи, которые с точки зрения как работает юмор, чтобы за ними не было проблем. То есть вот здесь эта шпитерская история, что ветеринарная клиника неверных мужей кастрирована бесплатно. Декларативно кастрация. Кастрация неверных мужей. Здесь воспринимается именно как намерение причинить вред конкретному физику, физическому лицу. Ну, неэтично, да, там, с точки зрения позыва противоправного действия. А вот у них другая. Ну, плохо видно, тем не менее, заказные убийства, да, чем пишут внизу, тараканов, ящериц и прочих-прочих насекомых. То есть здесь вы как бы эту шутку взяли и раскрыли. И поэтому декларативно, пожалуйста, показывайте, говорите, мы имеем в виду под убийством именно истребления насекомых, грызунов и прочих. А, там просто не раскрыты. Да, здесь не раскрыты, да. То есть шутка, она как бы должна считываться. И третья проблема, последняя всего, это точно последняя. Это как раз... Надо объяснять для тех, кто встал. Ну да, чтобы сказать, что ко мне вопросов нет. Я весь текст изложил, вот он здесь, а дальше вот он употребляется таким способом. И третья сейчас, ну то, что развеять нужно мнение, некоторые вот мемасы, да. То есть мы считаем, нем, он абсолютно такой, условно, культурная единица, которая воспринимается абстрактно от контекста. То есть. И вот они, два вещи, это Кома делает из Коми к вопросу декларативного восприятия текста. То есть вот они первые написали шуточный текст, когда помните, Тарантино приезжал в Кремль и вот его эти изображения везде крепились. И они пишут шуточную, что у нас жилой комплекс, приехал Тарантино, посмотрел, та-та-та-та-та-та. И они считывают фаз, буквально, говорят, да, Тарантино у вас не было, вы обманули. Вы писали штраф. И вторая история с Трампом, то есть, понятно, этот жест, типа, круто, и они воспринят декларативно так же, как одобрение, там, физическими лицами данного продукта, там, рекламы. То есть имплицитный текст, он правом не оценивается, он просто для него не существует, вы его никогда не объясните. Поэтому, если шутите, то эта шутка должна быть раскрыта. А нет, это не аргумент. Понятно. А можно вот один вопрос в тему автоматизации маркетинга? В микрофон. Да. В тему автоматизации маркетинга, как раз. Вот, я знаю точно, что с этого года по данному новостному отрестанию Адгарта, может быть, приняли закон тут раньше, но я не знаю. Закон приняли не в России, а в США, конкретно в штате Калифорнии, потому что, например, у них там разные законы в штатах, в штате Калифорния закон о следующем, что когда к тебе обращается робот, звонит, пишет письмо, неважно по какому каналу, он должен сначала представиться, что я робот, здравствуйте, я робот. У нас в России этого не происходит. Пока что, да? То есть у нас просто звонит тебе автоответчик, автодовзмон, там банка, здравствуйте, с вами говорит служба поддержки альфа-банка, ну, альфа-банка, неважно по банке, вот, по закону Телефорнии, он уносит, здравствуйте, я робот, сейчас с вами тебе говорю, да, нет, если ты не хочешь говорить с роботом, то думал сказать нет. Вот вопрос, что вообще скажете о такой нового направления вопрос этики взаимодействия людей и роботов? И с одной стороны, как кажется, это люди роботы, но на самом-то деле это же люди с людьми, да, такая интересная, через роботов получается взаимодействие, потому что в принципе это конечно не очень культурно, ну, на самом-то деле посылать робота, чтобы он не представлялся, но задал бы у тебя звонками, да, то есть это не очень красиво, на самом-то деле. Ну, то есть мне так кажется. Возможно, я здесь неправ. Но вопрос такой, как вам кажется, в каком состоянии сейчас находится законодательство именно в области взаимодействия с роботами и различными способами автоматизации в России, как оно развивается, занимается этим больше фаз, где стоит почитать, на что обращать внимание маркетологам, которые занимаются автоматизацией маркетинга, потому что мы реально работаем с роботами каждый день. Они простые, они очень послушные, но это роботы. Смотрите, про первую часть вопроса. Она чисто же, условно, первый вопрос, теста Тюринга, то есть мы дошли до того, что человек уже не отличает робота от человека, это глобальная проблема. А вторая проблема, она такая, скорее всего, что нужно делать человеку, человек, или его может заменить робот. То есть трэш начинается тогда, когда мы начинаем относиться к людям, как к вещам. И вот эта практика, когда вам звонит робот, и вы понимаете на середине разговора, что это робот, вы начинаете эту практику потом на любой звонок распространять, и у вас вот эта агрессия, она в конце концов... Непринятна. Да, это чисто у вас начинается, во-первых, вторжение без согласия, мы понимаем, что любая коммуникация только согласие. Согласие у вас предварительно должно идти, и в том числе вы в согласии можете писать, что вам может звонить робот, либо человек плохих. Но когда робот действительно, вы должны обозначить, чтобы элементарно вот это было разделение, что с вещью я буду обращаться как с вещью, и условно я могу там пнуть столб, я могу там пнуть какую-то вещь. Но когда у вас потом воспринимается одинаковое отношение как к вещи, так и к человеку, вот тут начинается проблема. То есть вы начинаете потом людей так же воспринимать как вещи. Это культивирует хамство в таком социальном понятии. Поэтому это очень правильный закон, и я, например, бы его очень поддерживал, потому что действительно должна быть разница между общением человека с человеком, это одна этика. Этика общения с роботом, она, понятно, логаритмичная. И тут, ну, как сейчас разговаривали, тут этика в другом, что робот и отличие человека от робота самым, и в институте маркетинга вот, главный вот здесь такой, что вы не сможете никогда этику запрограммировать, маркетинг, создание рекламы роботу, потому что главное отличие человека от робота. Человек, значит, абстрактный, а робот алгоритмичный. И поэтому вы никогда не сможете дать алгоритм заложить, как это будет восприниматься. То есть человек вот сможет оценить, а робот, он в жизни этого никогда не сможет сделать. И, в принципе, закон сегодня никаким образом пока еще до этого не добирается, для вот этих коммуникаций с точки зрения... Пока только с точки зрения цифровизации. Первое правило – это охрана персональных данных. То есть второе – это предварительное согласие на взаимодействие между автоматической системой и человеком. Понятно, что все это пока делается на другом таким ученым. Галочек. То есть пока это ответственность за другую? Да, да, да. Дальше, понимаете, дальше у вас уже рынок, и в отношении потребителя оно вас устраивает. Даже как понять, что при ролл 5 секунд – это не законодательное требование. Это само поведение человека, он нас понимает, что он больше не будет смотреть, ведет с площадки. То есть все эти вещи, они больше вычисляются, потому что вы сейчас говорите об аналитике, вы получаете данные быстрее, и вам не нужен законодатель, чтобы понять, как вам лучше вести, чтобы остаться с потребителем. И вот, грубо говоря, в этом ваше саморегулирование, что, возможно, сегодня государство здесь вам и не нужно. Вы без него прекрасно справитесь. Спасибо большое. Кто-то, ну… Можно вопрос еще? Да. Нет, давайте уже позже, чтобы у нас еще несколько спикеров. Нужно спикеров. Если хотите, там, в куларах. Да, обязательно. Очень интересная тема. У нас следующий спикер не менее с интересной темой. Вот мне, кстати, самому интересно послушать. Очень интересно. Когда маркетинг автоматизировать не нужно. Я просто всем все время рекомендую автоматизировать все. Обычно так получается. Майя Мухамеджанова. Майя, вы здесь? А… Нету, да? Так, ну ладно. Может быть такое, да. Может быть и такое. А тогда что следует еще? Так, это будет GetIntent. Известная компания была. Прекрасная. Тогда давайте вы нам расскажете про себя. Расскажите, как вас зовут? Меня зовут Зучков Артем, я руководитель маркетинг, диджитал маркетинг компании ВСК. Это Михаил. Я маркетолог-аналитик. Всем привет. Я руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами. GetIntent, программатик платформы, наверняка слышали. Друзья, мы можем построить выступление как в классическом рекламном агентстве, когда агентство приходит к клиенту, садятся и по очереди выходят и рассказывают свою часть. Немножко расскажу, откуда вообще родился этот кейс. Так как большая часть нашего подразделения занимается на перформанс-продажах, мы сакцентируем на том, чтобы тратить минимум денег и получать максимум продаж. Мы столкнулись с проблемой отсутствия роста продаж полисов для выезжающих за рубеж. У нас сайты работали не так давно. В принципе, мы отпустили контекст, отпустили социальные сети, но как-то органически не росло. Хотя реклама какая-то была. В связи с этим подумали, что мы можем делать для того, чтобы все-таки таким-то образом роста этот получить. Полисы ВЗР, как и полисы ОСАГО, они условно там необходимы каждому человеку, который хочет что-то сделать. Например, поехать за границу. Для оформления той же самой визы полис нужен обязательно. Поэтому это такое обязательное страхование. Отсюда вытекает несколько решений, которые ты можешь себе предложить. Первое решение – это найти человека, такого, которому этот полис подлог понадобится. У нас ситуационно возникает несколько всего лишь мест, где нам пользоваться нужно. Либо мы уже непосредственно находимся при оформлении лица, либо мы планируемся в отпуск. Таким образом, мы для себя начали искать партнера, который бы нам мог выдадать такие данные. Один из вариантов – мы попытались потаргетироваться по геолокациям наших визы-центров. Тоже особого у нас, в принципе, роста не пошло. Потом мы начали искать партнера, который мог бы нам давать данные о людях, которые планируют какие-то поездки. И такого партнера мы нашли. Расположать, к сожалению, не могу. Несу никакого дела. Когда мы с ними договорились по поводу передачи нам этих данных в хешированном виде, мы начали искать партнера, который мог бы эти данные принять. И тут нам на помощь пришли коллеги с GetIntent. Они сказали, что мы вам поможем все интегрировать, все настроить. От вас нужно нам дать возможность коммуницировать. И все остальное, вот я вам, подготовлено. Даже не собираешь? Крики нужно. То есть у вас контакты уже были? Нет, это все гуки, правильно, не передавали. Условно. К сожалению, вот я сейчас вам скажу, я просто сказал, ребят, вы можете нам передавать данные о людях, которые забронировали какие-то путевки? Они говорят, да, хорошо, мы можем. И некоторые детали. Детали там составляли минимум набор данных. Это дата непосредственно брони, перевод брони. Это то, что это семья, то есть это мужчина, женщина. И если там с ними какой-то более маленький представитель. Я не могу распространять эту информацию. К сожалению. И соответственно, эти данные нам передавались только в маленьком ограниченном виде, только захешированные. Соответственно, нам нужно было просто и каким-то образом уже этих людей искать. И для этого нам нужна какая-то платформа. Конечно. То есть данные все различные. Смотрите, тут по сути получается как передается идентификатор. Это какой-то просто номер, да, сегмент, определенный с номером. Там в нем лежат куки. Туроператор крупнейший, он понимает, кто у него чем интересовался, что он покупал, да. Он не называет ни фамилии, ни каких-то данных выходных. Он понимает, что человек купил, допустим, путевку в Европу или куда-то в Азию или еще куда-то и на какую дату у него запранирована поездка. Плюс он понимает, мужчина это женщина или это семья, как бы семейный какой-то тур. Все эти данные он может у себя хранить. Дальше он их может сегментировать и передавать нам посредством интеграции. Почему это секрет? То есть, в чем… Вот твое сейчас объяснение нормально. То есть, почему сразу как-то возник такой вопрос, что я не могу говорить, что это за данные и так далее. То есть, это просто немножко… Здесь скорее вопрос конфиденциальности и договоренностей, да. Есть условия, по которым нельзя разглашать, что это конкретно за туроператор. Но мы можем сказать, что это крупнейший туроператор. Да, и есть представитель от бренда ВСК, который, как бы, может подтвердить, что это так. Вот. Я, наверное, Тёме обратно передам и потом вернусь к кому. В принципе, на самом деле, сейчас практически те слова я обратно верну. И, соответственно, что дальше нам нужно было сделать? Нам нужно было нарезать, подготовиться к компании. То есть, мы со своей стороны понимали, какие у нас будут вводные данные, что нам нужно с точки зрения маркетинга подготовить, какие баннеры под компанию. А ребятам нужно было между собой синхронизироваться и с какой-то тактикой настрой работы. Потому что данные есть. Нужно было придумать компании, как их запускать и выявить точки роста, чтобы она отработала хорошо. И в целом, это также никак не уйдет. Я имею в виду. Уявили мание с вовремя, как эти условия они отработали. Потому что, если вы думаете о том, что! В целом настрой. Продолжение следует... Ирина, давай, Стивон, начнем, потому что там, в принципе, она пробежала с колокольчиком по своим даже. Артем должен был вам рассказать, по какому принципу выбиралась DSP-платформа, но, видимо, что-то со слайдами, у нас какая-то накладка получилась техническая. Немножечко остановлюсь на, в принципе, критериях DSP-платформы, с которой можно такое производить, да, то есть загрузить какие-то сторонние данные и использовать их в компании. Прежде всего, конечно же, это должна быть платформа, то есть это должна быть собственная технология, это не должна быть компания, которая использует какие-то чужие ресурсы, и GitIntent может такое обеспечить. Должна быть определенная гибкость, то есть вы должны прийти к техническому партнеру, к программатик-платформе, и нужно будет очень оперативно настроить интеграцию, проверить кокисинка, чтобы это все заработало, чтобы можно было использовать сегменты, которые вам понравились, еще как-то эту историю все масштабировать, анализировать и оптимизировать. Соответственно, нужны технологические ресурсы, которыми платформа должна обладать. Помимо этого, должна быть полная прозрачность, то есть у вас должны быть доступы в предоставленных платформах, где вы можете отслеживать, куда можете передавать аналитические данные посредством различных настроек, таких как Analytics Bridge, допустим, когда данные Google Аналитики тянутся сразу в программате платформы, и их можно анализировать, использовать для оптимизации. Конечно же, прежде всего, должно быть очень широкое окно по трафику. Что это значит? У вас есть определенные сегменты. Мы понимаем, что под ними есть какие-то пользователи. Нам этих пользователей нужно будет достичь, найти на определенных сайтах. Чем больше площадок, сайтов подключено и доступно в открытом аукционе платформе RTB, тем у вас возможностей будут больше. У нас все эти критерии присутствуют, и у нас звезды сошлись. Страховая компания ВСК доверила нам решение этой сложной задачи. Вводные у нас были уже понятные, мы их озвучивали, что нам нужна аудитория с определенной сегментацией, с интересом по покупке туров в различные страны, ну, собственно, для того, чтобы решить конечную задачу, продать им страховку выезжающих за рубеж. Условия определили, географию определили, период обозначили, и дальше нам нужно было разобраться, что с этим совсем делать. Немножечко остановлюсь на типе данных, какие они, в принципе, бывают, не буду подробно разбирать, наверняка все это вам знакомо, но тем не менее. First party данные – это данные, которыми владеет сам бренд. То есть, допустим, если бы страховая компания ВСК собрала у себя данные о своих покупателях и захотела их использовать в своей же рекламной кампании, это называлось бы first party данными. Second party data – это, по сути, та же самая дата, только от какого-то другого бренда. В данном случае им выступил туроператор, и именно second party data мы использовали. Туроператор, который не имеет непосредственного отношения к бренду ВСК, он собрал сегменты, пробросил нам через интеграцию в систему, и мы ими смогли воспользоваться. Second party data цена тем, что она имеет всегда имя. Это может быть любой бренд, который на рынке имеет хорошую репутацию, и которому вы доверяете. Вы понимаете, что он обладает данными, которые вы могли бы в своих компаниях использовать. Если этот бренд готов вам свои данные продавать, это будет second party data с определенным именем и с понятной методологией сбора этих сегментов. Third party данные – это те данные, которые собирают data management platform, платформы DMP. Они довольно-таки обезличенные, можно сказать. То есть есть определенная таксономия стандартная, как правило, это соцстемпу, возраст, доход, интересы, намерения. Но нам с вами не очень понятно вообще, где собиралась эта дата, по какому методу собиралась, кому она принадлежала. То есть мы должны, грубо говоря, верить на слово, да, это data management platform, и мы можем это взять как гипотезу для применения в рекламных кампаниях, что, наверное, там может быть есть наша целевая аудитория. Конечно же, first party и second party – это дата более надежная, и в нашей рекламной кампании мы вот second party дату и попытались использовать. Что мы сделали при подготовке к рекламной кампании? Прежде всего, конечно же, нам нужно было провести интеграцию с туроператором, нам нужно было установить пиксели на сайт, чтобы нам передавалась информация о турах, о покупках этих туров, с различными страницами, градации по странам, с датой вылета. Все эти сегменты собирались у нас в платформе. Помимо этого, мы на сайт рекламодателя, на сайт бренда, в ИСК тоже поставили наши пиксели для того, чтобы использовать еще аудиторию сайта рекламодателя для исследований и для ретаргетинга, возможно, дальнейшего, если нам, как бы, у нас добавилась бы такая задача. Вот здесь примеры, как это в интерфейсе в платформе выглядели сегменты. То есть определенный сегмент собирался, был список этих сегментов, мы могли их использовать. Что я могу сказать касательно, в принципе, использования любой даты? Потому что данные, сегменты аудиторные, они всегда имеют ограничения определенные, то есть это всегда выборка. Мы не можем сказать, что мы исследовали всю аудиторию России и разложили ее по определенным градациям и используем в рекламных кампаниях. Вот в нашем случае туроператор собрал свои данные, передал нам данные о своих пользователях, и мы можем ими воспользоваться. Но мы понимаем, что какие-то другие пользователи, они могли не воспользоваться этим туроператором, пойти обратиться к другому, и, может быть, мы их в этой сегменте никогда и не увидим. Но мы понимаем, что нам нужно продать страховку выезжающих за рубеж, и, наверное, нам нужны похожие люди. Следовательно, нам нужно исследовать сегменты, которыми мы обладаем, и, наверное, с помощью наших технологий найти похожих на них людей, тем самым масштабируя рекламную кампанию и увеличивая конечную цель. Что для этого делается? Проводится анализ аффинитивности. Сегменты, которые уже у нас доступны в системе, их можно через определенный конструктор отчетов проверить на различные параметры. То есть в каком регионе эта кука сейчас находится, ну, этот идентификатор пользователя, определяющий куку, на каких площадках, на каких сайтах, то есть эти пользователи присутствуют в большем количестве, какие устройства, операционные системы. В общем-то, порядка 30 параметров можно исследовать и выбрать то, что может пригодиться в рекламной кампании. Мы в своей рекламной кампании выбрали определенный вайт-лист сайтов, на которых мы заметили наибольшее количество пользователей, присутствующих в сегменте, в сегменте переданных туроператорам. И мы как дополнительную стратегию в размещении использовали еще определенный вайт-лист, то есть ограничения на этих ресурсах, предполагая, что, наверное, там нашей целевой аудитории должно быть достаточно большое количество. Итого, мы установили трекинговые пиксели, мы установили конверсионные пиксели, позволяющие нам понять, что пользователь все-таки совершает конверсионные действия, необходимые нам, какие-то действия могут быть. Выбрать, не знаю, там конфигуратор, собрать там страховку по различным параметрам, оставить запрос на то, чтобы тебе позвонил страховой агент, сама покупка, да, кликнуть на кнопку «Купить». Все эти действия, они должны фиксироваться в системе, чтобы система понимала, на какое целевое действие у нас нацелена рекламная кампания. Следовательно, в системе это передается через конверсионные пиксели, сгенерированные в нашей платформе GetIntent, которые передают нам уже данные обратно от бренда. Собрали вайт-листы, о которых я вам говорила после исследования аффинитивности, и, конечно же, настроили доступ к аналитике, чтобы понимать все-таки, каким образом и с какой динамикой мы достигаем конечных задач. Стратегии основные, я вам их уже называла, но помимо них мы еще как бы добавили основной двигатель, который используется в программатике размещения. Кастомные сегменты мы взяли от туроператора, сделали на них градацию, мужчины, женщины, семейные пары, собирались сегменты по принципу «Сколько дней до вылета?» Более семи дней и менее семи дней мы их разбили. И плюс еще была градация по странам. Вайт-лист доменов аффинитивных сегментов применили как одной стратегии, как гипотезу, что там есть целевая аудитория в большом количестве. И основное, это мы, конечно же, подключили себе предикторы. Кто-то знает, что такое предикторы? Знакомые вообще? Смотрите, себе предикты – это один из предиктов, которые используются в программатик-системах. Их на самом деле может быть несколько, у нас их, по-моему, сейчас 4 или 5. Но самые основные – это идклик-предикшн, который работает на клике. То есть, по сути, это машинные алгоритмы, это математика. Это машинные алгоритмы, которые обучаются, которые понимают по заданным параметрам, кто такой целевой пользователь. Дальше исследуют все куки и плюс еще дополнительные параметры кукам. И предсказывают вероятность совершения похожими пользователями таких же действий. То есть, идклик-предикшн, он работает на клике. Он предсказывает, что пользователи совершат клик. Те пользователи, которые не находятся у нас в сегменте, допустим, а за рамками его. То есть, тем самым можно масштабировать, расширять аудиторию. Виабилити-предиктор предсказывает видимость. А CPA-предиктор или экшн-предиктор, его еще называют, он предсказывает определенные действия. Они могут быть как самые простые, так и самые сложные. Для того, чтобы предиктор обучался, необходимо достаточная информация. У нас здесь даже указано, что около тысячи конверсий нужно собрать, чтобы предиктор понял, что вот это действительно целевая, и вот нужно искать именно таких похожих людей. Следовательно, во всех CPA-оптимизациях мы двигаемся очень поступательно. Сначала мы назначаем какую-то простую конверсию. Начинается это с клика, потом это может быть время на сайте, глубина просмотра. И постепенно переходим к более сложным конверсиям вплоть до транзакции. Но, опять же, нужно не забывать, что конверсию система должна пощупать, она ее должна видеть. Это невозможно сделать с звонком, который в оффлайне проходит, либо с приходом человека в магазин. Должен обязательно стоять конверсионный пиксель, система должна видеть, что конверсия это совершена. То есть это должна быть кнопка «Купить», «Положить в корзину», «Оставить заявку» и прочее, прочее. В данном случае мы нацеливались на конверсию конечную в покупку страхового полюса. Если мы сможем передавать это через конверсионный пиксель из CRM-системы в нашу систему, то тогда система это будет учитывать и видеть. Смотрите, вот… Да, 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 и не всегда это возможно. Вот в этом сложность. Когда это на сайте, какое-то действие, это всегда проще. Плюс, почему я рассказывала про Analytics Bridge и вообще целесообразность и важность получения данных аналитики, потому что система должна понимать, да, что в конечном итоге у нас получается. Когда мы настраиваем Analytics Bridge, нам нужен доступ к Google Analytics, и все параметры сразу прокидываются нам в систему. Вот все, что в аналитике видит клиент на своей стороне, сразу в платформу GetIntent это пробрасывается в едином отчете. Можно посмотреть и, во-первых, вручную оценить, выгрузив отчет, постклик у нас лучше, с каких площадок, с каких категорий контента, с каких форматов креативов, или там какой тип трафика, там, мобильный или десктопный, использовать. Майл какой-то есть посмотреть, да, вообще? Да, конечно, можно. У нас, кстати, есть сейчас новое у нас проект, это программатика Академии. Вы можете зайти на сайт GetIntent, зарегистрироваться в программатика Академии, и там даже пройти курсы, познакомиться с нашей системой подробно, и получить в нее доступ. Тем самым, мы каким образом проводили оптимизацию? Во-первых, оптимизация всегда идет по двум направлениям. Ручную оптимизацию никто не отменял. Нам, конечно же, всем хотелось бы настроить компанию, нажать на кнопку, чтобы все само поехало. Но так зачастую не бывает, потому что волшебства, к сожалению, нет. Поэтому все равно как бы вовлечение человека нужно. И когда мы запускаем компанию, выбираем несколько стратегий, нам нужно посмотреть в первые дни рекламной кампании, что у нас получается. Следовательно, мы можем вручную вмешаться и переориентировать объемы, размещение объема закупки на те стратегии, которые более выигрышны. Если мы видим, что какая-то стратегия чуть проигрывает, мы можем ее либо совсем отключить, либо на нее поставить меньший объем. Тем самым мы просто помогаем системе дальше уже автоматическим способом компанию оптимизировать. И, естественно, параллельно идет предиктивная оптимизация с использованием предикта. Система анализирует все стратегии, система понимает, какой целевой пользователь ей нужен. И не ограничиваясь теми сегментами, которые мы им передали, система обучается на них и пытается масштабировать. Она покупает пользователя, не ограничиваясь теми пользователями, которых видят в сегменте. Но они должны быть по целому ряду параметров на них похожи. Тем самым система предполагает, что они будут тоже целевыми, они будут совершать целевое действие. Это, наверное, точнее таргетирование, чем использование даже аудиторных сегментов любой ДМП. Потому что, когда мы используем сегменты, это предположение. Может быть, там наша целевая, а может быть, не быть. А когда предикт оценивает, что точно вот этот пользователь перешел и сделал какое-то действие и смотрит на них похожих, то тогда оптимизация выстраивается исключительно исходя из того, какое действие сделает на выходе пользователь. То есть мы сразу бьем по конечной задаче. И нам абсолютно не важно, даже в какой аудиторный сегмент попадает этот пользователь. Самое главное, что он решает то, что мы ему задали. Этот пользователь будет покупать или совершать какие-то иные действия. Помимо того, что ручная оптимизация была с приоритизацией стратегии, автоматизированная оптимизация, мы еще добавляли дополнительную стратегию. Говорила я вам, что была информация, были данные о дате вылета. Мы сегменты немножечко расширили и сделали разные креативы. Показывали, во-первых, с разной частотой тем, кто вылетает вот-вот уже сейчас через два дня или тем, кто вылетает еще не скоро, через неделю, через две. Креативы с разным посылом. И чем скорее была дата вылета, тем чаще мы начинали показывать, как бы предполагая действия. Плюс к этому у нас были данные о тех, кто уже купил полисы. Из них мы тоже сделали сегменты. Мы этот сегмент исключали из размещения, тем самым не тратя деньги на тех пользователей, которые уже купили, и они нам уже как бы неинтересны, уже там цель достигнута. Тем самым как бы более чистый контакт находили и закупку делали эффективнее. По стратегиям я вам рассказала, а о результатах уже расскажут непосредственно потребители этих результатов ребята из страховой компании ВСК. Спасибо. Классическими достаются слайды с графиками. В общем, с целью оценки эффективности рекламной компании мы решили сопоставить данные о продаже полисов нынешнего года, периода активности рекламной компании и предыдущего аналогичного периода предшествующего года. На данном слайде мы можем наблюдать то, что полисы, оформленные от двух недель до месяца и более месяца, у нас сильно приросли. Почему именно выросли мы по этим категориям? В первую очередь это отношено тем, что данные, на которых мы строили кастомные сегменты, в этих данных приобретали поездки, запланированные как раз таки от двух недель и более. А в первые три недели? Ну, этих данных просто было почти не было. То есть преобладали данные поездки, запланированные в двух недель и более. А, понятно. Ну, на следующем слайде мы можем наблюдать динамику продаж полисов по направлению путешествующих. Ну, тут мы видим абсолютный прирост, что лишь утверждает эффективность рекламной компании. Ну и выводы. Значит, использование стратегии таргетирования на кастомные сегменты помогли нам в первую очередь расширить целевую аудиторию, повысить конверсию по всем каналам продвижения и удвоить продажу страховых полисов относительно предыдущих периодов аналогичных. Спасибо. Немножечко добавлю. Мы начали говорить о причинах, почему так могло произойти. Вначале повлияла ли это рекламная компания, либо какие-то другие факторы могли на это повлиять. Ну и обратились к коллегам, которые занимаются, ну, ведут этот вид страхования и медиальности тарифной коридоры. То есть не подешеверили полисы, например. Может быть, там какие-то полисы до этого, какие-то направления были закрыты, и человек просто физически не мог купить. И такое тоже бывает. А сейчас они стали открыты. Выяснили то, что как раз у нас октябрь, ноябрь, декабрь 2018-2019 года никаких изменений не происходило, и это прям было очень круто, то, что мы увидели такой динамический рост. То, что другие способы таргетирования, вот так вот при низком уровне знания с сайта, нам такого эффекта не давали. А точный таргетинг в аудиторию, и вот правильный подход к коллегам с точки зрения настройки компании, подход к ретаргетингу внутри компании, напоминание пользователя о том, что нужно купить, позволило достичь хороших результатов. К сожалению, мы продолжали этот кейс дальше, до марта месяца. В марте мы вынуждены были остановить все. И ждем, когда откроют границы. Мы запустим обязательно этот кейс, но уже с определенными доработками. У него нет страховок от пандемии. Ну как нет, есть страховка. Входит покрытие, покрытие обязательно входит. И коронавирус, есть отдельные страховки от разного рода болезней. Вот. Да, конечно. Посмотрите обязательно. И мобильное приложение. Спасибо. Скажите, а у меня был вопрос к Питеру. Я вот, к сожалению, просто забыл. Ирина. Ирина, да, очень приятно. Ирина, скажите, пожалуйста, вот очень интересно рассказывали про то, как происходит закупка вот этой third-party данных, получается, внутри. Это сама платформа тоже GetIntent делает? По поводу third-party данных. Платформа GetIntent... Как вообще масштабирование происходит? То есть, насколько GetIntent сам это делает? То есть, например, может ли он масштабировать second-party даты? То есть, есть ли у вас какие-то модули менеджмента, вот этой second-party даты? То есть, можно ли через GetIntent найти источник second-party даты? Можно все. На самом деле, я вот хотела, как бы, как заключение сказать, что не бойтесь экспериментировать, будьте креативными. Вот ребята молодцы. Они сели, проанализировали, поняли, где может быть их целевая аудитория, нашли партнера, договорились с ним, привели его к нам за ручку, можно сказать. А мы ему помогли быстренько интегрироваться, пробросить сегменты и воспользоваться ими в платформе. Что нужно для масштабирования? Нужно, чтобы DSP-платформа имела довольно-таки большое, широкое окно интеграции со стороны и даты, и со стороны трафика. Если знакомы немножко с экосистемой вообще RTB, как это выглядит, да, Demand Set Platform DSP – это платформа спроса, да, вот кем мы являемся. С одной стороны, подключен трафик посредством платформы SSP, Supply Set Platform – это агрегатор площадок. С другой стороны, Data Management Platform – данные, которые передаются. Все это менчится в платформе DSP, происходит закупка. И вашу маму и там, и тут показывают. Тем самым, чтобы масштабировать эту историю с данными, допустим, в платформе GetIntent имеется интеграция со всеми крупнейшими DMP, в режиме реально real time billing. Нужно довольно-таки широкое окно по трафику, да, чтобы мы видели как можно больше пользователей. Это окно, эти интеграции в разные DSP бывают, ну, совершенно, это партнерская сеть. Чем она шире, тем больше. Вот в GetIntent сейчас, по сути, мы покрываем весь уже Рунет. У нас есть SSP и Google, и Яндекс, и Bittwin, и OTM, и Апнексус, порядка ста. Это через личный комбинент? Да, это через личный комбинент. У нас есть разные формы сотрудничества. Это можно, кстати, самостоятельно делать, потому что мы можем на селл-сервис вам предоставить, то есть доступ к платформе. Пожалуйста, сами можете там эти компании производить. Можете пользоваться нашими услугами, фулл-сервисом. Это тоже как бы доступно, когда это мы делаем. Конечно, это все есть. Для рекламодателя важно понимать, что у DSP должны быть огромные возможности по данным и по трафику, которые доступны, с кем они интегрированы. Вот если эти возможности есть, тогда у вас это окно достаточно широко, открыто, и вы можете там придумать все, что угодно. У меня последний вопрос есть, несложно отъединить до него, к коллегам из ВСК. Почему вы выбрали GetIntent? Как вы нашли компании? Это может быть полезно для коллег, которые работают, например, в маркетинг, SaaS, или еще какие-то компенсации выбрали? Вопрос был, нет, выбор очень простой. То есть начали искать вообще, у нас есть агентство, которое ведет, с там, да, ребята тоже недавно работают. Мы спросили, что ребята, какие есть платформы, платформы вообще, каким образом через агентство. Ну да, мы начали спрашивать, консультироваться с ними, как это можно решить. Они как бы хотели выступить, как бы таким провайдером тоже, как бы быть между нами. Но из-за того, что мы договорились с партнером, что данные должны пробраться напрямую, то в этом случае наша коммуникация замкнулась только лишь на нас и на коллегах. Ну и просто всему, когда начали читать отзывы, начали любопытствовать, какие еще и платформы, площадки, выяснилось то, что ребята, что там было на рынке, и у них действительно большая база, большие данные, то есть и о них как бы по рынку только лишь хорошее мнение идет. Поэтому я очень рад, что мы именно с ними это сделали, потому что они взяли на себя все, мы просто отдались, как у тебя тут вот А, Б, и сколько это будет стоить. Они нам все сделали, спустили, и вы увидели полный прозрачный отчет, ну и подрядчик, то есть поэтому все было круто. Мы их не обижаем, они хорошие. У нас следующий спикер, да, большое спасибо, давайте попробуем. Следующий спикер. Ирина Крыжановская, операционный директор медиаснайпер. Прошу прощения, Лидия Птицына, медиаснайпер. Лидия Птицына, медиаснайпер. Вот, и следующий спикер будет онлайн. Давайте, как дальше мы делаем? Лидия Птицына, Да. Всем привет. Меня зовут, естественно, Лида, я руководитель отдела медийного рекламы, мобильного медиаснета и занимаюсь программатика уже больше пяти лет. Слышно меня, Лида? Да, да, Лидия, да. Прошу прощения, не получилось присутствовать лично, но, слава богу, есть современные технологии, может быть, я знаю, это хорошо. Современно. Я знаю. Итак, сегодня мы поговорим про как в помощи динамических креативов можно повысить эффективность рекламной коммуникации, потому что ему важно оптимизировать не только баннер, но и посадочные настроения. Пару слов о том, в какой среде работают мочетоды. Мочетоды работают на спыте интересов рекламодателя и пользователя. И понятно, что рекламодатель хочет либо конверсий много и дешево, либо качественный борт-клик, либо хорошую распоминаемость, узнаваемость рекламы. При этом желательно поменьше денег за это заплатить и поменьше ресурсов потратить. А пользователю хочет лишь того, чтобы от него остались рекламы, потому что реклама повсюду. Из телевизора люди убежали в интернет, а тут уже должен на ютубе надо два ролика рекламу посмотреть, прежде чем свой контент увидеть. Ну, казалось бы, все плохо, но не так уж плохо, потому что исследования говорят о том, что пользователи довольно лояльно воспринимают рекламу, если с ними коммуницировать персонально. То есть показывают им ту рекламу, которой они заинтересованы. Ну и другие исследования, в частности, в Бостон-Консалт-Мудрух, говорят о том, что рекламодатели теряют до 10% прибыли, игнорируют это персональное обращение к пользователям. Вот как раз, чтобы создать кастомизированный памят, есть такая технология, как динамические креативы. Вот мы можем видеть пример динамических креативов именно в медийном пространстве, как это говорит. То есть может меняться бэкграунд у баннера, как у верхнего примера, в зависимости от локации пользователя. То есть вот ты из какого-то определенного города, тебе показывают машинку на фоне твоего города. Ты живешь на какой-то гористой местности, получив машину, на фоне города. Можно делать динамические креативы с сведением по воронке. Ну, не секрет, что все конверсии путешествуют по воронке. Это от верхнего уровня к нижнему. И получается, что на верхнем уровне call-to-action отличается от call-to-action конечного. На верхнем уровне нам надо замотивировать пользователей посадочную страницу. То есть call-to-action будет в какой-то стиле «узнай больше», «акция», «спецпредложения». Лучше какая-то заманула, чтобы попасть на посадочную. На следующем этапе, когда пользователь на посадочную уже как-то себя проявил, мы понимаем, что он заинтересован. Надо его продвинуть дальше поворот, и мы ему задаем call-to-action обратить бидвилеру чистый тест-драйв, один зол, мотивирующий к совершению уже конкретного целевого действия. В целом, если говорить о динамических креативах, надо сказать пару слов о том, откуда вообще появилась эта идея. Давным-давно магазины поняли, что онлайн-шоппинг это прекрасный, и надо туда заходить. Но тут они столкнулись с такой проблемой, что им надо создать креативы, в которых были показаны весь их ассортимент, то есть тысячи товаров. И в результате придумали такую историю, как фит. То есть это некий каталог, где содержит информация о всех товарах, о всех ценах, и баннер встраивает этот фит, и подтягивается из педая информация именно о том товаре, который, например, пользуются и космах. Так появились всем известные динамические ретарганские паннеры, когда вы там приехали на зоне удочку, и эта удочка заранее сможет динамить и шествовать. Но впоследствии эту технологию приняла на седании и медийная реклама. И вот в якоме паннеры выглядят как паннер слева, где есть информация о конкретном предложении с ценой, а в медийном пространстве паннеры выглядят как конструкция, которая содержит ряд меняющихся элементов, будь то формулы изображения, кнопка, текст на паннере, основной титул изображения. Есть различные способы, как можно констандировать панн. в якоме чаще всего это паннер изображение. То есть есть простые варианты, когда мы показываем последний просмотр или товар. Есть более сложные истории, когда надо показать товаре на виде другого цвета, размера, фасона. И есть истории еще более сложные, когда показываются комплиментарные товары. к примеру, вы купили свой телефон, а потом тебе показывается чехол для этого телефона или наушку. В неделе истории немного другие триггеры. Это, как рассказывал предыдущий спикер, различная дата, пёс, текст, всё-таки не суть важность. И триггер, так называемый внешний, там может быть время дня, похода, локация, поездок потом это триггеры по патронам поведения, то есть это интересы пользователями по намерениям, а также триггеры по окружению рекламного места, то есть по контексту, в котором будет показано рекламный блок. Ну и перейдем к практической части. Это один из наших любимых мерок и кейсов, в котором соединены два инструмента. Кондекстный таргетинг и динамический банк. Суть этого кейса была следующая. Ну понятно, что это кейс был на примере известного схема кофрэнда. Ну и его суть в том, что когда пользователь читает какой-то определенный материал, например, статью про панорамную крышу, ему показывается баннер с панорамной крыши в машине Nissan Rami. И вот тут мы, как раз, выпадаем в этот момент, когда он показывает именную ту рекламу, которая ему на самом деле в этот момент интересна. Ну и разумеется, результаты такого размещения крайне высоки и конверсии по всем параметрам выше образы и ну вообще все хорошо, это рабочая история, рабочий инструмент, но есть некоторые нюансы, даже без них. И первый нюанс заключается в том, что данные неоднородные. Нельзя просто взять тех, кто читает про автомобили и показывать им покупателям одинаковые ставки, потому что нет пользователей, которые с ночь всегда допить и читают только про автомобили. Нам всем соответствует ряд пересекающихся интересов, и не только интересов, но и других критерий. Так, любители кошек, это не просто любители кошек, они живут в разных пиродахсах, у них разные активности и по им у кошек они смотрят сериалы, новости походы. И каждый такой пользователь он уникальный. И его ценность для рекламной компании тоже уникальна. И поэтому очень важно выставлять уникальный приоритет выкуха для каждого такого пользователя. И тут мы упираемся в следующий момент, что никакой даже 8-й трейдер не сумеет оптимизировать вручную и все эти десятые параметры. Поэтому у нас есть инструмент, который делает это в схематическом режиме. Мы назвали его аудиторингвизмом. И суть как раз в том, чтобы проанализировать все критерии пользователя и выставить для него уникальный штаб с уникальными мультипликаторами и подобрать еще и баннер, который соответствует реаграм его параметрам. То есть там может быть и уникальный фонд, уникальная кнопка, уникальный френд. Все это автоматически, аудитория на фирме собирается. Следующий нюанс это значимость результата. Это тот момент, на который многие изначально не обращают внимания. Радуются, что можно сделать кучу у ранних креативов. Ну и все. И не думают о том, что когда много вариантов, что на каждый вариант может прийти слишком мало статистики. Суть программатики в оптимизации размещений. А чтобы их оптимизировать, алгоритму надо обучиться. А чтобы зимо обучиться, ему нужен достаточный объем данных. Поэтому, когда мы говорим о динамических креативах, очень важно разумно отнимить возможности. Если предполагается ротация на тысячу кликов, не надо делать тысячу гранит креативов. Сделайте три, но хорошо их оптимизируйте, чем будет куча бесполезной информации, но по разным вариантов. Еще тот момент значимости результатов и масштабируемости. В частности, к примеру, кейс, который мы рассмотрели, он классный, рабочий, но он плохо масштабируемый, потому что мы ограничены органическим числом делать динамические посадки, потому что там пользователи проводят гораздо больше времени, чем вопрямую коммуникации званных. Я закончила, буду рада, если будут вопросы. Лидия. Та-дам. Лидия, боимся, что вопросов не будет, потому что мы выбиваем уже из графика. Если еще у коллег из зала будут вопросы, мы их тогда соберем, и уже передадим к вам или через ваших коллег, которые сейчас с нами. Хорошо? Спасибо вам большое за внимание. Да, спасибо за выступление. И мы передаем слово Екатерине Шелест компании Бернолька, которая выступит про тему автоматизации маркетинга программы лояльности уже в отношении программы лояльности CRM и в построении лояльности dark-marketing. Работает? Отлично. Я думаю, что немногим здесь знаком бренд Пернорикард, потому что на российском рынке в Корее знакомые бренды, которые Пернорикард продают. Я вам сейчас покажу слайд, когда его выглянут. я могу в принципе без слайдов, если что нам со слайдами будет, наверное, интереснее. Пернорикард предлагает на российском рынке такие прекрасные бренды, Чиево с Джеймсом, Валентайнс, Абсолют и другие прекрасные напитки, которые многие из нас с удовольствием потребляют. Я в компании Пернорикард занимаю позицию диджитал-директора и отвечаю за весь диджитал, но, как многие из нас знают, реклама алкогольная на российском рынке запрещена. И это дает нам большие, скажем так, ограничения, они же большие возможности и челленджи, с которыми мы сталкиваемся в использовании тех инструментов маркетингов, которые есть. У нас этих инструментов намного меньше, чем у всего остального рынка, потому что большинство инструментов, о которых сейчас говорили коллеги, реклама, настраивание каких-то рекламных компаний, это все для нас вообще не работает, нам совсем нельзя. Но у нас есть инструмент, который работает хорошо и который работает абсолютно легально, это CRM. Здесь у нас есть абсолютная свобода в том, потому что мы спрашиваем возраст пользователя перед тем, как начинают контактировать с ним от имени бренда, и мы уверены, что тот человек, с которым мы контактируем старше 18 лет, и мы спрашиваем персональные данные, согласенную коммуникацию, то есть те люди, с которыми мы общаемся через CRM, абсолютно гарантированно дают нам согласие, мы легально представляем информацию, не угрожаем закон. Давайте я начну тогда просто по презентации идти, дальше мы уже по славянам подключимся. Так вот, говоря интернет-маркетинг, каждый из нас наверняка имеет под, ну, имеет в виду что-то свое, и как правило, если прямо усреднить, да, то когда клиенты приходят в агентство и говорят, нам нужен интернет-маркетинг, чаще всего это значит, что нам нужен какой-то продающий сайт, на который будут заходить наши клиенты, и они будут делать заказы впоследствии, то есть нам нужен сайт, нам нужна какая-то воронка, желательно, чтобы она была автоматическая, автоматизированная, настроенная, чтобы у нас вот в этой верхушке воронки работать в нужную сторону, я должна сюда направлять, ааа, отлично, да, это вот наши бренды, если я не все назвала, я точно не все назвала, вы можете, наверное, узнать какие-то свои любимые, так вот, когда мы говорим интернет-маркетинг, мы в основном подразумеваем, что у нас будет какой-то замечательный сайт, куда будут по автоматически настроенным компаниям приходить наши замечательные пользователи разной степени подогретости, и дальше наш отдел продаж что-то с этим сделает, скорее всего, отдел продаж будет достаточно профессиональным, у нас будет какой-то продукт-магнит, через который мы сломим первичный барьер, и в кошелек нашего потребителя проникнем, и он совершит первую покупку, но, кроме того, чтобы заставить, или точнее, побудить человека сделать первую покупку, важно сохранить и развить отношения с ним так, чтобы впоследствии этот холодный лид превратился в амбассадора бренда, и с помощью World of Mouth, с помощью каких-то рекомендаций, рекомендовал дальше наши бренды своим друзьям, коллегам, и всем, кто вокруг него находится. мы все достаточно хорошо знаем, как наполнять верхушку, ну, или, по крайней мере, в этом есть абсолютно много профессионалов, здесь коллеги выступали с прекрасными докладами на эту тему, да, но не так много людей задумывается о том, точнее, есть, конечно, специалисты и в этой области, но я хотела бы сейчас поговорить о том, что, когда мы анализируем поведение людей, мы должны понимать, что каждый из людей, приходящих к нам в эту воронку, он находится на каком-то определенном этапе своего пользовательского пути. Он мог видеть наш бренд один раз, дважды, трижды, он мог видеть наш бренд в рекламных сообщениях, на полке, он мог слышать о нем от кого-то из своих знакомых, и, соответственно, выстраивая отношения, с ним мы должны учитывать то, на каком этапе этого пользовательского пути данный конкретный человек находится. И, когда мы углубляемся в эту тему, мы можем называть это CRM или маркетинговым отношением, но, по сути, мы должны построить все свои процессы таким образом, чтобы во главе угла стояли именно потребности нашего клиента. Здесь речь идет не только о том, чтобы мы свои маркетинговые компании таким образом построили, но и о том, чтобы процессы в компании были выстроены так, чтобы эти запросы клиента удовлетворять. Когда мы говорим CRM, мы скорее думаем о том, как развивать отношения с клиентом, как как раз спускать, точнее, поднимать, наверное, его поворонки, в данном случае от холодного льда до бассейнгового бренда, и нужно обращать внимание на все точки контакта, потому что это прекрасная возможность для нас улучшить качество наших сервисов не только там, где мы маркетинг какое-то делаем, не только там, где мы платим за рекламу и за продвижение, но и в тех точках, где потенциально наш потребитель может споткнуться с правилами самостоятельно без нашего вовлечения. Когда мы говорим CRM, я просто хочу немножко сейчас раскрыть эту тему, потому что у каждого из нас свой опыт и свой какой-то бэкграунд. Когда человек говорит CRM, каждый подразумевает что-то свое, но я хочу напомнить, что CRM это также те самые комплекты детских игр, которые выдаются в самолете. Тот же самый набор игр и мультфильмов подголовники вашего сидения в самолете, тоже CRM, или набор питания, или личный кабинет с каким-то набором достижений, когда мы подключаемся к программе на флотбонусы, сначала на самый начальный уровень, затем мы попадаем на какой-то высокий сплазиновый уровень, где нам доступны самые прекрасные бонусы. Это и какие-то вовлекающие механики конкурсные, когда люди соревнуются между собой, потому что все мы существа социальные, нам интересно посмотреть, где мы относительно других находимся. Это и подарки, сувениры, которые мы отдаем, вот эти наборы, о которых я в самом начале сказала, реферальные программы и любая геймификация, которую мы включаем в наше взаимоотношение с клиентом, это тоже частичка CRM. Здесь у меня есть пример замечательный из GetTaxi. Он сразу и про геймификацию, и про многоуровневые системы. И я здесь плавно перехожу как раз к теме того, какие есть составляющие у успешных маркетинговых программ лояльности. Если вы пользуетесь GetTaxi, то в приложении у вас есть путь пользователя, он же как бы игра, за которой вы наблюдаете, и он же ваш статус, который постепенно повышается. Фишка в том, что здесь нет стандартного названия базового, продвинутого, серебряного, золотого, платино, а здесь вы из мушкетера превращаетесь в самурая, затем вы превращаетесь в короля 2 и так далее. При этом, когда мы разрабатываем подобную многоуровневую систему, важно сделать так, чтобы люди с удовольствием делились своим статусом, сделать его ширабельным, не знаю, сделать его в формате мемчика какого-то прикольного, или какой-то, наоборот, если ваша аудитория чувствительна к теме статусности и какой-то привилегированности, то наоборот, должен быть менш, который статус подчеркивает. И вот у GetTaxi, когда мы делимся своим статусом, мы еще и делимся дополнительным бонусом на поездку, таким образом, предоставляя пользователям возможность не только о своем статусе заявить, но и дать какой-то ощутимый профит тому, с кем мы делимся, приятно всем в этой ситуации. Один из принципов успешной стратегии заключается еще и в том, чтобы давать награды людям не только за покупки. Замечательный кейс, который собрал множество в Эйфе в этом году, это Вэппелком, который сейчас скажу по-русски, который награждал своих пользователей за полезные привычки. Гиги за сон, гиги за шаги, гиги за мозги. Если вы слышали, это гиги за то, что ты вовремя лег спать, отложил телефон, гиги за то, что ты не пользовался телефоном в течение двух часов, или гиги за то, что ты читал электронную книгу в течение какого-то периода времени. Кейс собрал множество наград, рекомендую посмотреть на Эйфе, действительно классный, и своей социальностью, потому что он направлен на улучшение качества жизни людей в целом, и своей именно уникальностью с точки зрения программы лояльности. Ну и да, пользователи у нас достаточно искушены, если я правильно про себя представляю, в России таким прям массовым программам лояльности уже, наверное, лет 20, наверняка найдутся какие-то программы там еще из каких-то царских времен, но вот прямо так, чтобы это пошло в массы, 20-25 лет уже мы этим пользуемся, все привыкли к карточкам, к кондиционным бонусам, поэтому, когда мы даем какие-то уникальные бонусы, которые подходят именно конкретному клиенту, это особо... Хороший пример для... И как только мы поймем, что вы любите, мы предложим, мы обязательно порадуем вас сюрпризом, то есть они анализируют то, что приобретают их пользователи, и потом выдают персональный сюрприз, и это как бы подарок, которого ты не ждешь прямо гарантированно, то есть это не статус, но это всегда приятный бонус, который дополнительно положительную эмоцию в себе несет. Давайте немножко поговорим про сегментацию пользователей, я думаю, что коллеги, которые выступали здесь до меня наверняка много об этом сказали уже, но я хотела бы поговорить с позициями дарт-маркета, потому что, как я сказала, у нас базы данных не настолько обогащены, как они могут быть обогащены у других бизнесов, где есть открытый маркетинг. В первую очередь я бы задавала себе вопрос, вообще зачем мы сегментируем, что мы хотим сделать в результате сегментации. Мало просто взять и на основе тех данных, которые мы имеем о пользователях, разделить их на какие-то группы и затем раздавать им предложения, потому что, как показывает опыт, начинать надо с того, каков наш портрет пользователя, а не то, какие данные мы собрали, там пол, возраст, в город, и, собственно, поэтому будем таргетировать. Идеальный профиль должен отсекать тех людей, которым наше предложение не подходит. Условно, тех людей, которые уже что-то купили, то, что мы предлагаем, или находятся в другом регионе, или совершенно не релевантны для нашего предложения на данный момент. Наверняка в других рынках найдется огромное количество критерий для сегментации. У нас их не так много. Это статические, динамические, поведенческие признаки. К статическим мы относим условно-статические признаки, такие как пол, возраст, не знаю, там, город, место acquisition, где мы набрали этот контакт и так далее. И поведенческий это то, как меняется статус клиента в зависимости от того, как мы коммуницируем с ним, то, как меняется его лояльность к нам, насколько он активен в употреблении нашей коммуникации и так далее. Я приведу здесь просто пример сегментации одного из брендов наших и то неполной зеленым выделена динамическая история, которая относится к активности употребления нашего контента, насколько часто человек открывает письма, открывает ли он письма, скажем так, последние, не знаю, два месяца, и в остальном вы можете видеть другие статические данные, на основании которых мы можем таргетировать то или иное предложение. Но остановиться хочу на самом деле не на этом, поподробнее рассказать про то, что мы придумали дальше, поскольку у нас нет ЕКОМа, алкогольная продажа, дистанционная продажа алкоголя в России запрещена, как и реклама, нам очень сложно было связать всю нашу большую CRM-базу с покупкой, то есть мы не знали действительно, кто из наших CRM-базы покупает наш продукт, потребляет его в баре или покупает его в магазине, эти данные сметчить было невозможно, поэтому благодаря ОФД и ЕГАИС, системе регистрации учета алкоголя, мы смогли создать чат-бот для нескольких наших брендов, первым был Джеймсом, и затем это был Антайн Сарарат, в котором при покупке мы можем загрузить чек, пользователь может загрузить чек, бот его распознает с помощью QR-кода и начисляет соответствующее количество баллов на ваш счет, и за эти баллы вы можете приобрести себе подарки. Собственно, наверное, я покажу вон про ботов сейчас, и потом вернусь к лояльности, да, зря я сказала про ботов, это был тизер, извините, поговорю про лояльность, потом покажу воронки ботов, просто чтобы мы с вами могли их обсудить. Возвращаясь к вопросу лояльности, на самом деле лояльность это не всегда действие, мы прекрасно знаем, что есть много людей, которые предпочитают бренд ПМП, они никогда не сидели за рулем, но будут наверняка, потому что на данный момент они студенты и затем они станут адептами брендов на самом деле, есть лояльность, которая чисто никакого не имеет отношения к поведению, это когда жители городов подумывают о покупке дома, загородного дома, но на самом деле никогда этот загородный дом не приобретут. И важный вопрос, что такое повышение лояльности, то есть ставя перед собой задачу повышать лояльность, мы должны понимать, какие точно измеримые китаймы здесь преследуемы. Собственно, что такое лояльность в дарк-маркете? Есть в FMCG разные категории товаров, и у каждого товара своя условно говоря база и потенциал лояльности потребителей. Есть товары такие, как там зубная паста и химические какие-то вещества для уборки дома, там лояльность она минимальная, потому что, как правило, подходим к полке, приобретаем это. Есть товары детского питания, там и детской гигиены, там сильная лояльность, там действительно люди привержены этим брендам. Алкогольная категория достаточно высоко конкурентна, и лояльность там очень низкая, потому что принятие решений происходит примерно следующим образом. Я иду в магазин, чтобы купить крепкий алкоголь, скорее всего, это виски, потому что я предпочитаю виски. Дальше я смотрю на ценовой диапазон, я смотрю, какой объем бутылки мне сегодня нужен, и смотрю на потенциальную скидку, кто сегодня дает скидку, и выбираю уже конкретный бренд. Да, существуют пользователи, которые предпочитают совершенно определенный бренд. Допустим, он идет и покупает балантанс, он сразу шел за балантанс, но большинство, масса своих пользователей действует именно по такому сценарию, и при этом как у алкогольного бренда, как у dark market, у нас нет никакой рекламы, нет никакого промо с катами под крышкой, ничего этого нам нельзя. Но вот чат-бот нам можно, то есть это абсолютно легальная история, которая позволяет не только стимулировать продажу, но и накапливать лояльность пользователей. Здесь вот как раз я хотела вам показать примеры конверсии, рассказать о разной степени лояльности к разным брендам. У нас в алкогольной в dark market, в принципе, не только в алкоголе, достаточно сложная воронка, потому что прежде чем вообще начать разговаривать с пользователем, мы сначала должны гарантированно убедиться, что им больше 18 лет, затем спросить его согласие на коммуникацию, а затем спросить у него персональные данные. Поэтому прежде чем мы скажем, дорогой товарищ, мы хотим подарить тебе подарки от бренда, он нам должен о себе сказать очень много. Поэтому воронка из тех, кто в принципе вошел в чат-бот, увидел коммуникацию на бутылке и нашел этот чат-бот, или сосканировал QR-код, в тех, кто вообще прошел регистрацию и загрузил чек, вы видите, она достаточно, ну такая, челленджерная. Так вот, вот эти цифры 25, 40, 50 и ниже под ними, это колоночки от трех разных брендов. Я вам эти бренды, конечно, покажу, я просто, опс, не в ту сторону, нет, не покажу. Это Рорат, Джеймисон и Валантайнс и цифры у них абсолютно разные, потому что у этих брендов, скажем так, Рорат здесь вообще немножко стоит особняком, потому что у него чуть более, скажем так, консервативная аудитория, которая скорее работает с, как это сказать, ну меньше работает с мессенджерами, мы для них сделали сайт, они загружают чеки, через сайт для них это лучше работает, хотя есть аудитория Рорат, которая прекрасно в Телеграме загружает чеки, то есть нормально люди справляются. Дальше вот интересно смотреть на то, как работает лояльность у Джеймисона и у Валантайнс. В Валантайнс, как мы вывели, ну путем исследования воронки в разные волны, люди действительно идут за бутылкой и уже с бутылкой гораздо легче конвертируются в загрузку чека, то есть они не то, чтобы услышали где-то о боте или увидели коммуникацию о боте на бутылке, и потом подумали, ага, вот я, наверное, могу загрузить. Они шли за Валантайнс, у них уже есть эта бутылка, и они точно загрузят чай. У Джеймисона другая история, там лояльность к бренду формировалась, ну, скажем так, там есть определенная ниша потребителей, и эта ниша очень любит мерч Джеймисона. То есть мерч, который раздавался на вечеринках, он потом появлялся на Авито за хорошие деньги. Они действительно прям привержены бренду. Поэтому вот эта вот конверсия, она работает скорее за счет того, что люди действительно в, скажем так, в чат-боте Джеймисона разыгрываются призы с символикой Джеймисона. Это свитера, это рюкзаки очень хорошего качества, это, наверное, на чехлы для ноутбука и прочие такие штуки, они действительно очень ценны, и аудитории востребованы. Угадаем, в какую сторону. Ну да. Собственно, Джеймисон чат-бот был первый, ему уже два года, через пару месяцев будет. Затем была баллантация Рарат. После того, как мы запустили Джеймисон, через полгода нас начали копировать конкуренты. Сейчас чат-бот есть у многих алкогольных брендов уже не все, а не с распознаванием чека, некоторые абсолютно развлекательные просто для фана. Фактически, Джеймисон был первый на российском рынке, кто это запустил. В условиях дарк-маркета это полноценная альтернатива национальному промо. Понятно, что у нас нет такого огромного охвата в силу ограничений, но тем не менее это достойная альтернатива с хорошими показателями. И этот кейс был финалистом Эфи в этом году. В алкогольной категории вообще немногие выигрывают что-то в Эфи, просто потому, что не все хорошо себя понимают, в каких ограничениях мы живем на самом деле. И когда мы сравниваем кейсы, судьи, когда сравнивают кейсы, мы просто не понимаем, что сделать такое в условиях дарк-маркета суперсложно. А в условиях открытого рынка это, ну, в общем-то, ерунда. Куча инструментов доступна. Ну и в качестве просто завершения, наверное, уложусь примерно в тайминг. Презентации, что такое, какие есть основы у программы построения лояльности, просто для того, чтобы самым сделать какое-то... мы фокусируемся очень сильно на потребностях клиента, мы за этим очень следим, следим за его поведением и за его движением вот по этому пользовательскому пути. Мы учитываем все точки контакта, потому что, ну, скажем так, даже реакции в соцсетях и весь этот ОРМ, который мы сейчас проводим, это очень важно, потому что все, кто увидели нашу реакцию на какой-то отзыв, это потенциально наши клиенты в будущем. мы создаем профиль клиента по критериям, которые мы задаем, а не по параметрам, которые мы накопили, и мы вовлекаем, геймифицируем максимально и наращиваем ядро, чтобы оно у нас росло. Контакты, профиль на Facebook, кто желает продолжить общение дальше. Если есть вопросы, буду рада ответить. Вопросы? Прямо, где спать? Да. Вон. Могу дать свой. Спасибо. Арсен Петросян, Family Agency. Здравствуйте. 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 Вы просто поговорили про CRM. Может быть, поделитесь, какой именно вы пользуетесь? И это маркетинг у CRM или ваше общее? Спасибо за вопрос. Какой именно системой вы имеете в виду или чем? Техническое решение вас интересует. Не прозвучит ли это как реклама, не знаю. Я могу просто в куларах вам сказать. Мы за последние, я скажу так, мы за последние три года сменили двух поставщиков. Какой у нас на данный момент могу вам сказать в куларах? Спасибо. Спасибо. Коллеги, небольшая прям минутка внимания. Наши любимые коллеги и друзья компании E-Lama, у которых замечательный стенд там стоит, весь день собирали ваши визиточки и сейчас хотят сделать небольшой розыгрыш каких-то приятных призов. Здравствуйте. У нас три приза. Аккуратно. У нас есть два набора подарков от E-Lama и главный приз наша прекрасная голубая лама. И выбирать мы будем случайным образом, просто из ваших визиток кто положил их в вазу. Давай. Что, мне вытащить? Первый приз у нас бутылка для воды, блокнот, ручка, подставка под горячее, фирменная сумка E-Lama. И этот приз достается Саяну Торжиеву. Он тут есть? К сожалению, уже нет, уже убежал. Можем передать. Так. Или давайте следующий, как обычно, когда с вашей визиткой. Пока не попадем. Так. У нас тут Даша, почта D.Mavkidanova с собакой mtt.ru Так, окей. Это будет дольше, чем вы думали, извините. Так. Гельсина и Екатерина. Нет? Понятно. Окей. Самые невезучие люди. Так. Арсен Петросян. О, ура. Пожалуйста, поздравляем. Давай теперь ты, 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 а второй приз у нас кружка и блокнот, поставка по горячей, опять же, фирменная сумка. Валерия дорожки. Ура! Поздравляем вас. Давай, и ты тоже последний вытаскивай. Все, сейчас у нас на кону лама. Лебедев Алексей. Лебедев Алексей. Поздравляем. Поздравляем. Так, вам у нас достается Лебедеву Алексею, берегите ее и не обижайте. Публикуйте в соцсетях, так вы с ней обращаетесь. Так. Коллеги, спасибо за внимание и передаем слово Татьяне Кухаренко. Татьяна. Добрый день. Рада видеть оставшихся людей. К сожалению, ведущий даже нас покинул. Это вреда о том, что остались самые заинтересованные и благодарны вам за это. Давайте начнем. Сегодня поговорим про увеличение прибыли за счет использования инструментов на базе технологии искусственного интеллекта в маркетинге. Я постараюсь кратко. Моя задача, в отличие от многих спикеров здесь, честно, не продать свое решение. Хочу рассказать о том, что мы делаем и в этом контексте. Хочу, чтобы вы подумали, что вы делаете, какие вопросы у вас стоят и какие, может быть, кейсы, которые мы используем и сюда, вы могли бы применять у себя самостоятельно, со своими решениями, с нами, может быть, если интересно. Начнем. Начнем с некоторой синхронизации, начнем с методологии, вообще, как бы, для того, чтобы быть на одной волне. Что такое искусственный интеллект, что такое машинное обучение, что такое глубокое обучение. И искусственный интеллект включает в себя два предыдущих понятия, о которых я рассказала. И сегодня мы поговорим про искусственный интеллект и машинное обучение, как это применяется, как это применять сейчас, сегодня и завтра. Искусственный интеллект способность интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Машинное обучение класс методов машинного интеллекта, характерной чертой которых является не действие по заложенным человеком в программе обучения в процессе применения практических задач. И мы работаем большую часть с американскими клиентами, партнерами. И на американском рынке долгое время, последние пять лет, очень провоцировался подход человек против машины, маркетолог против машинных технологий, роботы заменят людей. И это такая парадигма, она очень форсировалась. Но со временем происходит понимание, что методология меняется. И этот подход он не оправдал себя долгосрочно. И людям понятнее, привычнее методология, где есть маркетолог и машинная технология. И здесь происходит некоторый новый способ разделения труда, в котором технологии машинного интеллекта усиливают квалификацию маркетолога, усиливают результаты компаний. И здесь есть некоторая совместная работа. Но несколько слов о компании, просто чтобы вы понимали, кто я, чем наша компания занимается. У нас программный регион, и мы на самом деле занимаемся дольше, чем программный регион в этой области. С 2015 года мы работаем над тем, что создаем сайты, свои продукты, и маркетинг, команды маркетологов занимаются привлечением трафиков, занимаются монетизацией этого трафика. И на самом деле много времени на это потратили, собрали свою экспертизу, пришли к некоторому выводу, что решение требуется автоматизировать для роста результатов, потому что невозможно постоянно набирать маркетологов, обучать их делать новые и новые продукты, занимать слишком много времени. Каждый продукт это большие вложения, большие усилия и постоянные контроли с лишением мы перешли к проектированию и разработке решения на основе стратегии искусственного интеллекта, внедрили его для своих внутренних проектов. Мы специализируемся на e-mail коммуникации, поэтому решение работает для e-mail канала. И после того, когда решение было внедрено, мы здесь есть некоторый небольшой график, где у нас Руай как основной финальный показатель наш KPI, при работе вручную с e-mail подписчиками мы зарабатывали, мы были в плюсе, но когда мы стали применять алгоритмы машинных технологий, мы увеличили результаты, мы стали привлекать на свои решения клиентов, на текущем этаже мы активно привлекаем клиентов, это в основном американские компании, но открытые к другим возможностям, потому что решение работает для широкого групп задач. И хотела бы поделиться исследованием, оно не наше, оно исследование, которое было проведено релеванси групп и Турн-Пас в 2018 году, но оно мне нравится, я считаю его весьма полезным, потому что наши данные получились примерно такими же, и мы свои работы подтвердили, что да, так все и происходит, на что технологии искусственного интеллекта положительно оказывают влияние в email-маркетинге. Это на увеличение прибыли, на рост показателей кликабельности, на рост показателей открытий, на улучшение доставляемости. Понятно, что о каждом этом факторе можно говорить большую долю времени, и это, наверное, в плуарах или по почте далее мы сможем обсудить с теми, кто действительно с этим работает. Мы это продолжим. Далее я хотела бы остановиться на нескольких идеях, вещах, которые мы применяем, о которых хотела бы, чтобы вы подумали. И первое это направление это кластеризация, единый профиль пользователя. И что такое кластеризация, как ее применять, это исследование, группировка пользователей по схожим характеристикам. Много сегодня говорили о том, что данных о пользователях огромное количество, много говорили об этом и говорят об этом и не на этой конференции, это абсолютно понятно. Но машинные технологии научились на основании схожих характеристик, они научились, во-первых, выделять значимые признаки и на основании схожих характеристик формировать стратегию, которая будет эффективна для определенной базы аудитории, которая схожа. Сегодня также звучали моменты в рассказах спикеров про сегментацию, и сегментация это прекрасно, сегментация это хороший инструмент, особенно для email-маркетолога основной инструмент, как получать больше конверсию, как получать больше открытий, переходов от пользователей. Но сейчас уже стоит вопрос о том, что до какого способа можно сегментировать, кто эти супер-супер активные люди, как эффективнее работать. И рассматривается подход о рассмотрении каждого профиля, каждого email-подписчика как уникального сегмента, для которого CRM выстраивает уникальную коммуникацию. И нет больше сегмента по определенному критерию, открыл письма 15 раз за последние 15 дней. Есть каждый профиль, и он воспринимается как собственный сегмент со своей собственной чистотой, с персонализированной подборкой контента, с правильным временем взаимодействия. И эти подходы мы в своем решении внедряем. И я упростила для общего понимания. У нас есть маркетологи, которые работают вручную с базами подписчиков. У нас есть алгоритмы, которые используют кластеризацию, и мы оцениваем ROI, и получаем, что как бы маркетологи не сегментировали, как бы они не старались составить многочисленные сегменты, которые получали финальный результат лучше, нет, стратегии работают эффективнее. И также у нас было исследование, которое применяет стандартное сегментирование и сегмент of one, где каждый пользователь как сегмент. И здесь тоже алгоритмы показали большую эффективность. Еще один важный момент, сегодня также затрагивалась предиктивная аналитика, но вот о чем наше решение, о чем мы хотим, чтобы компании думали, про понимание ЛТВ, про предсказание жизненной ценности клиента, это прогноз чистого дохода, который будет получен в предыдущем периоде. Это по сути стоимость бизнеса в будущем периоде. Почему это важно понимать? Потому что, во-первых, если рассматривать email маркетинг, то закупая пользователей с разных каналов, подписывая на свой продукт, подписывая на бренд, можно понимать, какой канал работает приоритетнее. Медиабюджет может быть направлен более грамотно. И можно легко приоритизировать, смотреть, что сейчас работает, где можно смелее инвестировать в это. И если мы понимаем стоимость бизнеса в будущем, мы можем сейчас принимать решение, как тратить эти деньги более грамотно, чтобы увеличивать капитал. ЛТВ полезен применением верных маркетинговых стратегий и оптимизации пути пользователя. И здесь есть небольшой кейс, он связан с тем, что настояла задача рассчитать выручку будущего периода. И решение было построение такой модели, которая предсказывает будущее действие. Мы в среднем понимаем, сколько стоит одно действие от нашего пользователя. Система предсказала на периоде, вот я выбрала или сделала небольшую выборку, сколько действий будет получено по ее прогнозу. с течением времени мы сверили результаты, мы знали, сколько у нас действий, у email подписчиков действий клик из письма, сколько клик этот приносит, и собственно легко было бы считать выручку, и на этапе, когда уже система фактически отработала, и мы посмотрели на погрешность, погрешность не превысила 1%, что говорит о том, что прогноз этого позволяет с высокой точностью рассчитать выручку будущего периода. Это уже работает, это работает не только в нашей системе, это работает во многих системах, мы рекомендуем этим пользоваться. Продолжаю про персонализацию и подбор контента. Что здесь хочется отметить, сегодня также были вопросы про эмоции, насколько роботы умеют применять эмоции, как это люди воспринимают. На европейском рынке есть ряд продуктов, которые связаны с email-маркетингом и не только, которые эмоциональный подход уже пробуют адаптировать. Это подбор тем, письма в нас, основываясь на эмоциях человека, фразе, решение есть. И в основном сейчас про персонализацию основываются на персональных предпочтениях, эмоциональном состоянии, на поведении человека, и применение это находит в темах кол-то-экшенах, шаблонах, подборах персональных рекомендаций, в фидах, о которых предыдущий спикер вещала. И здесь очень важно понимать, что для каждого пользователя есть какая частота и какое время коммуникации самое правильное. Но это можно как бы золотой грааль искать бесконечно, и очень много могут приводить различных кейсов, очень много исследований, но на самом деле это такая полемика, которая, на мой взгляд, не может быть решена. Может быть, на ваш взгляд, может быть, на мой взгляд, И алгоритмы машинного обучения научились определять правильное время для каждого, потому что какой-то пользователь любит получать письма раз в месяц, какой-то раз в полгода, а какой-то 25 раз в день. И это всего лишь вопрос, кто этот человек. И здесь у нас было такое исследование, когда мы оптимизировали время и частоту. Что мы делали? То есть, вот первый график, здесь количество отправляемых имейлов, и мы увеличивали количество. Что мы видели? Что клики у нас также растут, но растут и отписки. И наша цель была найти вот эту оптимальную частоту алгоритм находит, при которой клики максимальны, а количество отписчиков в процентном соотношении оно не превышает допустимых значений. Потому что для тех, кто работал в e-mail маркетинге, наверняка как бы известно понятие, сколько комплейн-трейд считается критическим, какие показатели вообще нужно отслеживать. И стандартный метод, когда наши маркетологи, применяя свои базовые представления о том, какая частота, какое время коммуникации должно быть применено. И машинные технологии показали лучший рай. Опять же, здесь у нас машины выиграли, и как начать использовать технологии искусственного интеллекта? На самом деле не все возможности своих CRM-систем маркетологи часто знают. И поэтому все обычно начинается с вопроса, какую проблему я хочу решить в своем бизнесе, какую задачу я хочу сделать. И после этого я бы посоветовала спланировать консультацию с саппортом, с ассистентом по вашей сервере. Возможно, это легко сделать без лишних интеграций, возможно, это уже просто решается проконсультироваться со специалистом. То есть, если задача технически сложная, если она требует дополнительных интеграций, если вы не знаете, как к ней поступить, требуется грамотный эксперт, он разложит, вы примете совместное коллегиальное решение. Наша организация также над этим работает, мы будем рады обращениям. У меня есть контакты, также у нас есть отличная методичка, мы приспешники e-mail коммуникации. И я буду рада, если вы оставите мне визитку, рада вам прислать, можете написать на мою почту. Методичка чем хороша, мы собрали те стратегии, которые работают сейчас, вы можете применять их и вручную, и в своей CRM, можете это автоматизировать, в общем, рекомендуем иметь просто полезный материал. Спасибо вам, хорошего вечера. Татьяна, спасибо. Коллеги, впереди нас ждет еще завершающая шампанская, может быть, Татьяну поймать и позавлять какие-то вопросы под шампанское. я передаю слово компании Тодо Пицца Евгению Грушталеву. Благодарю. Можно кликнуть, да? Друзья, всем спасибо, кто остался, всем привет, кто в онлайне смотрит. Честно, я буду вещать коротко, сжато, рубленным текстом и освещен свой успешный кейс для Тодо Пиццы о реактивации пропавших клиентов. Пропавших клиентов мы считаем те, кто не делал заказ более полугода. Сейчас подгрузится моя интересная презентация с симпатичными девочками, котиками и минимум цифр. Давайте ее нарезим. А я коротко расскажу, да, как я дошел до жизни такой на самом деле я не профессиональный маркетолог. Я построил в партнерстве со своим другом Додо Пиццу в Сергеевом Посаде и долгое время работал управляющим. Когда наш колл-центр перестал делать обзоны по причине неретабельности, я решил применить современные технологии и вот что у меня получилось. И вот что у меня получилось. За прошедшие сначала коммерческого первого зона 106 суток я обзвонил робот Таня. Таня это голос нашего робота, наш кассир прекрасный, обзвонил 225 тысяч контактов и вернул порядка 16 тысяч клиентов. Как я говорил, я не профессиональный маркетолог, но верю в системный подход и личную харизму. Для того, чтобы прокачать пиццерию в нашем городе, где настоящий кровавый океан, то есть 87 заведений общепит на 100 тысяч человек, из них 17 пиццерий, я полностью погружался в процесс, как вы видите, был везде на переднем фронте. Пропустил через себя десятки тысяч замечаний, обратной связи, и это позволило мне глубоко погрузиться в тему. Я считаю, что основная сила это в системности любого подхода, но, к сожалению, наши люди не могут этим похвастаться. С системностью у нас все плохо. В частности, как образуются пропавшие клиенты. Новый клиент сталкивается с какой-то проблемой в течение жизненного цикла и перестает делать заказ. Он не уезжает, он не пропадает, он просто перестает делать заказы. И этот момент маркетологи прохлопывают зачастую. То есть, не обращают внимания. Пропавшие клиенты, по своей сути, это настоящая золотая жила алмаза, которая лежит под ногами и которую почему-то все игнорируют. Ну, как показал опыт, по крайней мере, об общей эпиде. Так, небольшие цифры скучные. Как я упоминал, прошло сто шесть дней с момента первого коммерческого обзона, и я получил результаты, которые вы можете видеть, я не буду перечислять, факт в том, что они в четыре раза лучше, чем использовали традиционно полцентра. То есть, это бил, я считаю. Какие факторы успеха я выделил для себя? Я думаю, будет интересно. Кто-то учил географию в школе зарубежную? Узнаете местечко? Нет, да? Это Южноафриканская республика, и маркером отмечен городок Кимберли. Знаете, да, чем он славен? То есть, вот, Кимберли это то место, где вам нужно находиться, когда вы решаете какую-то проблему своей аудитории. То есть, у вас должно быть погружение в определенной комьюнити. Кимберлин известна своей кимберлитовой трубкой. Это шахта, где добываются алмазы. Понимаете, да? То есть, для того, чтобы получить результат, вы должны быть именно в том месте, где лежат алмазы. Ну, в частности, под алмазами я имею в виду работу с пропавшими клиентами. И следующий фактор успеха это инструмент, которым вы пользуетесь. Он может быть вот таким, вот таким, или вот таким. Инструмент это комплекс ваших знаний, навыков и применяемых технологий. Какую технологию применил я? Я не программист, я просто обычный инженер энергетик. Я нашел для себя умничный конструктор Emilogic, который я выбрал из 17 альтернативных предложений на рынке по сочетанию стоимости, простоте использования и, самое главное, отзывчивости техподдержки. Вот я привел пример небольшого скриншота это есть робот-тайм. По сути, ничего сложного. Схемки и стрелочки. И я могу вас попросить воспроизвести первый вот этот вот да, 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 звоночек, чтобы понять контраст живого оператора полцентра и роботчика. Здравствуйте, меня зовут Ильвира, за ним вам есть вот и «Иркутс»? Наталья, вы же? Да, да. Вам удобно ответить на несколько вопросов и получить подарок? Займем буквально минутку. Да, давай. Как вы узнали об «Иркутс»? Ну, в сущности, можно запускать следующий. Как тот же диалог звучит в исполнении робота Тани или Татьяны Евгеньевны? Здравствуйте. 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 Вам звонят из «ДОДО ПИЦЦА» Иркутск. Можно задать вам один вопрос для улучшения качества нашей работы? Откуда звоните? «ДОДО ПИЦЦА» Иркутск. Мы проводим опрос наших гостей. Можно задать вам один вопросик? Да. Мы заметили, что вы давно не делали заказ в «ДОДО ПИЦЦА». Скажите двух словах. Почему? Проблема с бюджетом. Спасибо. Мы приготовили для вас промокод на большую пиццу в «ДОДО ПИЦЦА» и в «ДОДО ПИЦЦА» и в «ДОДОПИЦА» и в «ДОДОПИЦА» Отлично. Проблема действует до 15 июня, в том числе на пицце половинками. Хорошего дня. Всего доброго. Ну, разница, на мой взгляд, налицо. Ну, и последний слайд, который я подготовил, да, в надежде на взаимное общение. Как говорил Бернард Шоу, если я дам вам яблоко и вы мне дадите яблоко, у нас будет по одному яблоку. А если я вам подарю свою идею, а вы мне подарите свою, то у нас будет две идеи. Так давайте постараемся вот на мероприятии с шампанским сделать так, чтобы у каждого появилось столько новых идей, сколько сейчас гостей на конференции. Все? Спасибо большое. Вопросы? Хорошо, коллеги. Учитывая, что мы с Зурьей немножко задержались с премией, точнее, с подсчетом голосов по номинации по сервисам и инструментам автоматизации маркетинга, работающим на расширительском рынке, я просто напомню вам, что в соседнем зале, там, где вас ждет сейчас шампанское, там, где лежат замечательные такие карты, мы собрали со всего рынка все сервисы, которые присутствуют на российском рынке, не стали брать те, которые вообще в мире их более 11 тысяч, но мы изучили именно те, которые работают на российском рынке и занимают хоть какую-то более-менее серьезную долю рынка. Здесь полный перечень самых различных сервисов, 25 сегментов, мы долго над ней трудились, для вас она абсолютно бесплатна, поэтому не забудьте ее взять с собой и повесить у себя в офисах, ну или дома, в зависимости от того, где у вас кабинеты. Карта для вас будет полезна для изучения рынка, понимания, какие сервисы присутствуют, изучение, как их можно будет использовать и, соответственно, как выстраивать передачу контента, задач, и проектов из одного сервиса в другой, чтобы были замечательные интеграции для вашего маркетинга. Спасибо. Ну и, наконец, шампанское вас ожидает, а мы на сегодня конференцию заканчиваем. Были рады вас видеть, спасибо, что досидели, вы самые замечательные и до новых встреч. Спасибо.